Доброе утро. Вера Сазонова? Да, это я. Это вам. Хорошо, Вадим. За я. Мам, а почему дядя тебе подарил цветы? А это не дядя. Это папа, у которого на подходе склероз. Ну, 10 лет, типа розовые свадьбы. Ты в курсе? 10 тел их роз, любовь наша. А 11 надежда на следующую вещь и счастливую десяточку жена. Да ты не романтик, Сазонова. Это еще не все. Та-дам. Турция, 5 звезд, 10 дней. All-inclusive, вид на море. Все для моей любимой девочки. Ура, мы едем на море. Нет, едем мы с мамой. А ты к бабушке. Тогда я хочу ласки и маску. Люблю тебя. Ты кашу с вареньем будешь? Угу. И немножко сливочного масла. Немножко сливочного масла. Скучно с тобой, Ташка? Чего-чего? Каша, варенье и немножко сливочного масла. А как же хочу соленых огурцов с шоколадом или селедку с вареньем? Или чего там еще хотят беременные? Что внукам рассказывать будем? Ничего, с чёнием что-нибудь. Ты как сегодня? Отлично. Живот не тянет. Выспалась. К врачу я думаю, что разрешит вставать. Не могу лежать больше. Чувствую себя как чулень. Ты что, ты немного работаешь? Нормально. Надо же чем-то мозги занять. А то отупею в конец. Да? А переводить женские романы – это верх интеллектуальной нагрузки. А еще за это неплохо платят. И это местами весело. А часто даже очень горячо. Да? Да. Дай-ка почитать пару страниц. Так, все, читатель. Ты на работе. В этой стране с экологией и так не все в порядке. Я тоже тебя люблю. Сереженька, извини. Ты спешишь на два слова. Можно? О, ты слышал, вытворяют? Это Костян из тюрьмы вернулся. Видать, Лильку жизнь не учит. Понимаешь? Она же с ним развелась, пока он сидел. А когда мужик пришел, ему, видать, это не понравилось. Ты иди разберись, посмотри, что там творится. Да-да-да. Отвали от меня! Совсем охренел, парень. Стоять, стоять! Только в глаза мне смотри. Пусти! Ты охренел! Да ты мент. Да вот, стерва, в дом не пускает. Да тут твоего нет ничего. Я сама его строила. Из долгов не вылезала, пока ты там на зоне прохлаждался. Встретила мужа. Ни писем, ни посылок. Прошла любовь. Завяли грушей, да? Иди сюда. Слушай, насколько я помню, ты еще два года должен зону топтать, да? По УДО выпустили. Ты справку показать? Еще раз здесь нарисуешься, я тебе новый срок оформлю. А теперь кивни, если понял. Нахрен пошел отсюда? С ментом троякаешься, да? Все-таки не суррот! Ладно, ладно. Жива? Спасибо. Пойдем. Джек. Сергей, извини, что только между нами. А это правда, что у тебя с Вилькой там... Степаныч, иди домой, а? Я все понял. Подожди, у меня еще к тебе дело есть. Понимаешь, дело в том, что на прошлой неделе какие-то бомжи почистили мой сарай. И дрель забрали, и все, что было электрическое. Я написал этому участковому заяву, а он ни хрена не делает, не двигается, понимаешь? Ну, не первый же случай на нашей улице. Я тебя очень прошу, ну, разберись там, помоги. Прошу тебя, Сереженька. Обязательно. Спасибо, друг. Идем. Ага. Что ешь, моя собака? Мясо будет вечером. Алло, это Сергей Драгунский беспокоит. Вы обещали, что электрик будет в 9 утра. Его нет. В чем проблема? Вот как раз хотел вам звонить. Понимаете, электрик заболел. Давайте созвонимся на следующей неделе. Слушайте, болезнь называется перепил, а? Меня это задолбало. Значит так, нет электрика, приезжайте сами работайте. Ясно? Сергей, ну зачем вы так? Мы все люди, бывают в ситуации. Ваша долбанная контора обещала за три месяца сделать ремонт. Сейчас пятый, шестого не будет. Пойдете нахрен без копейки. Вот урод. Петрович, ты не вовремя. Паша, выручай. Надо выйти на объект. Да пошел ты. У меня отгул. Матюхин запил, зараза. Клиент нервничает. А он тебе двойную оплату. Считай, что личная просьба директора. Вероня, нам лишние бабки не помешают. Боже, я все слышала. Размана так надо. Буду. Вечером продолжим с того же места. Запомнила? Подписал? Да. Так, теперь только в бухгалтерию со спокойной душой пойду собирать чемоданы. Купальник. Нужен купальник? Ну, это приятные хлопоты. Я тоже номера хочу. А путевка дорого стоит? Не знаю. Паша покупал. Хороший мужик у тебя, Вероника. Мы тут с девочками собрали тебе. Поздравляем с Ебелеем. У нас замужник всего трое. У меня 30 лет, у тебя 10. И у Светочки вот два месяца. Так что так держать, Вера Федоровна. Девочки, спасибо большое. Но не нужно было. Надо, надо. Купишь купальник, покажешь, там класс. Тебе фигурка позволяет. Еще раз спасибо, девочки. Пойдем тогда. Хорошо, да. До встречи. Проходите. Материалы здесь. Я все купил. Провода пускаем поверху. Вашему коллеге я все объяснял. Так его и подождали бы. Что за нетерпешь? У людей планы. Меня женщины любимые ждут. А у меня работа. Я, к примеру, уже два часа как на службе должен быть. А я вас жду. Не нужно мне рассказывать про планы. У вас контракт. Я плачу, вы делаете. А что так резко, без уважения? Пил, что ли? На работе не пью. Порядок знаю. Собаку убери, пусть не лезет. Жек рядом. Значит, смотри внимательно. Я нарисовал схему. Я хотел бы на этой стене добавить еще две розетки. Видите? Здесь и здесь. И немного не рассчитал. Вывод надо перенести немного левее. Это все или еще что будет? Мужик, у тебя какие-то проблемы? Дверь там. Свет клином на вашей конторе не сошелся. Найду другую. Я к тому, что делаю, потом переделывай. Потом клиенты забывают. Крайним электрика назначают. Проходили. Я ничего не забываю. Работай строго по плану. И поменьше перекуров. Когда закончишь, просто захлопнешь входную дверь. Собаку в доме не оставляй. Пусть гуляет во дворе. Удачи. Да пошел ты. Так. Помним о спине. И плечи не поднимаем. Под ноги не смотрим. Глаза друг к другу. Кариночка, я точно собьюсь. Это нереально запомнить. Плечи, движения, спина. Послушайте, вы главное слушайте музыку и наслаждайтесь. Это ваш свадебный танец. Первый танец. Да и счастливый день. Я думаю, что на сегодня тогда мы закончим. И я вас жду послезавтра. Договорились? Да. До свидания. До свидания. До свидания. Привет. Привет. Держи. Спасибо. Да, тяжелый случай. На месяц вперед оплатили занятия. Кто таких вообще замуж берет? О, слышу тоску в голосе. Что твое молчит? Ммм, скоро два года вместе. О, пора уже что-то делать, Каринка. Ну, что я сделаю? Кольцо куплю, на колено встану? Просто скажи, что залетела. Старый добрый проверенный способ. Если любит, значит в загс потащит. Если нет, не твой мужик, зачем на него время терять? Не, я его люблю. Не хочу его потерять. Ну, бойся дальше. Просто однажды утром проснешься, сиськи обвисли, на морде сорок, а ты все кольцо ждешь. Ну, слушай, ну что я ему скажу? Он следак, он все поймет. Чего тебе надо говорить? Ты просто ему тест подносунь. Кстати, такие уже есть. Сразу с двумя полосками, типа розыгрыш. Да ладно. Никогда не видел. Ну, в интернете куча ссылок. Да, Светлана Михайловна, ну, конечно, я ускорюсь, без проблем. Не, ну, мне буквально пару глав осталось. Да, да, я вам все перекину. Ну, и вам всего доброго. Да, до свидания. Добрый день. Добрый день, я никого не вызывала. Соседей заливайте. Нет, у нас все в порядке, у нас все сухо. Открывайте, посмотрим. Ну, хорошо. Да, заходите, пожалуйста. Ну, у нас все нормально, ванная там. Проходите. Не трогайте, я пойду. Не трогайте, я пойду. Не трогайте. Нет, 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 нет. Я пойду, что я... Твое мнение, Олег Борисович, в двух словах. Так, комбинат экологически безопасен, соответствует европейским стандартам. Ну, конечно, будем мониторить, пусть не расслабляется. В течение трех лет после ввода в эксплуатацию дальше по результатам. Ну, и комплекс мер по озеленению. Я вот здесь указал. Хорошо. Олег, Олег! Алло, скорая! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, вы мне звонили? Олежка, это я. Таш, а что это за номер? Что-то случилось? Я в скорой. У меня кровотечение, Олежка. Куда тебя везут? Дай доктору трубку. Возьмите, пожалуйста. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Городскую больницу, знаешь, поехали. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Мне очень жаль, Олег Борисович. Мы ничем не смогли помочь. Таня потеряла ребенка. Выкидыш. Снова. Если бы не обстоятельства, у нас был очень хороший шанс выносить и родить здорового малыша. Десять лет, шесть выкидышей. Это ее убьет. Ей сейчас нужна поддержка. Нужно окружить ее любовью. Найти нужные слова. Если нужно, нужно обратиться к психологу. У нас есть очень хорошие. Крепитесь. Можно к ней? Конечно, она в палате. Ты чего? Ты зачем я открыла дверь? Прости меня, пожалуйста. Ну что, ты виновата. Я виновата. Я лежала на полу неспомощная. Я видела только их починки. Они касались такими огромными. Я лежала, молилась только, чтобы они меня не ударили, чтобы ребенку не навредили. Мне было так страшно, Олежка. Не вини себя. Эти сволочи ответят. Их найдут. Я тебе обещаю. Никогда себе не прощу. Тихо, тихо. Все, давай, не говори больше об этом и не вспоминай, хорошо? Я пошел. Мне еще за малым в сад. Да, Карина? Привет. Увидимся сегодня. Хорошо. Все норм? Да. Просто захотел тебя увидеть. Где мои свиданки? Секс без обязательств. Ночные клубы до утра. Главное, никто не пилит. Где зарплата, где зарплата. Да, хорошо. Хорошо, я заеду. В переулке Михайловском двое в Жековской форме распылили в лицо беременной женщине газ и ограбили квартиру. Ее увезла скорая, они женами сообщили. Займись этим. Слушаюсь, Владимир Григорьевич. Завтра же. Что стоим, что смотрим, адрес запиши. Коперевок Михайловский. Слушай, шикарная, конечно, задумка. Розовая вечеринка, все в розовом. Шампанское розовое. Хотела что-то особенное, чтобы запомнилось. Вот, чтобы поесть было что. А то, понимаешь, нельзя было вообще по-человечески. Сели бы за стол, горячая, все. А то стоя, как лошади в конюшне. Галинку изменич, ну все бомбезно. Ну чего вы? Бомбезно, между прочим, у хозяйки подгорелая боженина. Мать, не начинай. Верунья у меня как в ресторане готовит. Угу. Давай, давай. Привет! Ну проходите, проходите. Сазонову, ну вот как так получилось, что уже десятку накрутили? Я, наверное, до такого не доживу. С хорошим ужином доживешь, доживешь. Проходите, проходите. Держи. Давай, спасибо. Привет. Спасибо, что пришли. Поздравляем. Привет. А почему невеста без споты? О, привет. Как дела? Так лучше. Спасибо большое. Проходи, проходи. Ну, хорошая работа. Мы поздравляем. Спасибо, спасибо, что пришли. Проходите, проходите. Прошу к тому. Паш, давай, клади, клади, клади. Так, внимание. А это, чтобы не угасала ваша сексуальная жизнь. АПЛОДИСМЕНТЫ Здорово. Ну что, к столу? Так, давайте. Ой, Сереженька, проходи. Добрый вечер. Добрый. Кариночка, Сережа уже приехал. Вырез скромным не назовешь. Для тебя старалась. Я заценил. Поехали. Я сейчас сумочку возьму. Хорошо? Ты только, Сереженька, не гони. Клара Васильевна, я же мент. Езжу по правилам. Карина! Хорошего вечера. Иван, давайте, девки. Скажу просто. В планах у меня открыть свой бизнес. И заработать миллион. А что, куплю машину. И домик на берегу океана, да? Верунька, хочешь дом на берегу океана? Хочу. Но сначала доченьку. Знаешь, Верунь, вот с этим мне без проблем. За доченьку. Ура! А теперь, внимание, подарок от меня. Веруньчик, прошу. Гости, занимая места в зале. Премьера песни. Сочинение «Собственность». Моя любимая, красивая и верная, Таким счастливым сделала меня. И в зной, и в холод, и в погоду сквернует. Моя, моя, шепчу я, не тая. Твои глаза, глубокие влюбленные, Я в них тону, тебя любя. Пронзительные, как будто молнии Околдовали навек меня. Здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Анастасия, и я сегодня буду вашим официантом. Очень приятно. Очень рекомендую заказать вам вино. У нас есть очень хорошее испанское, вот это. Если вы не пробовали, то вот обязательно закажите. В испанских я небольшой спец, Но если вы рекомендуете, то можно попробовать. Вам бокал или бутылочек? Давайте бутылочек. А я вам не мешаю? Я что тут? Для мебели, что ли? Трахнуть ее хочешь? Давай, вперед! Извините. Карин, ты там? Можно войти? Что это было? Тебе плохо? Ты ни одну бабу не пропускаешь. Сколько их у тебя? А меня ты любишь? Хоть немножко. Ты хочешь здесь это обсуждать? Да, здесь. Здесь сейчас, потому что мне очень плохо. А знаешь, почему мне плохо? Почему? Это шутка такая? Ты принимала противозачаточный. Как такое может быть? Да потому что они не дают стопроцентного результата. И я смотрю, ты безмерно счастлив. Мужчина, вы дверью не ошиблись? Мужчина, вы дверью не ошиблись? Прости меня, я сделаю аборт. Во-первых, я и слова не сказал об аборте. А во-вторых, мы с тобой ни разу не говорили о детях. Я вообще не думал, что для тебя это важно. Ты вообще сама хочешь детей? Ну, конечно, я же женщина. Ты сама предложила сделать аборт? Немного странно не находишь? Сереж, потому что я тебя очень сильно люблю и боюсь потерять. Поехали. Как вы себя чувствуете? Когда мы можем снова попробовать? В первую очередь вам нужно восстановиться, поколоть витамины, общую укрепляющую. Сколько? Месяц? Два-три. Таш, ну ты же сама знаешь, что около года. Года-то много. Я не выдержу столько. Я с ума сойду. Мне не 20 лет. Я не хотела сегодня заводить этот разговор, но давать вам надежды тоже нехорошо. Таня, я веду вас уже 10 лет и знаю, ваш организм лучше, чем кто-либо другой. Вам нельзя больше беременеть. Что? Ваш организм истощен. И следующая беременность может быть фатальной. Вы не можете знать этого наверняка. Вы можете умереть. Вы некомпетентны. Или просто боитесь я найти другого человека? Любой другой ответственный врач сказал бы вам то же самое. Вы знаете, как я хочу ребенка. Это для меня главное в жизни. Мне очень жаль, Таня. Но вам сейчас нужно восстановиться. Пожалуйста, уйдите. Олег, пусть она уйдет. Таш, успокойся. Выгони ее, пожалуйста! Не волнуйтесь, я ухожу. Ну все, все, она ушла. Все, успокойся. Все, все, все. Что это такое? Тихо, тихо. Тихо. Я тебя еще увижу. Не в моих правилах сбегать. Что ты решил? Честно, я пока не знаю. Ребенок это серьезно, Карина. Мне нужно подумать и привыкнуть к тому, о чем я узнал полчаса назад в туалете ресторана. , чтобы не medios. Если происходит, то Training Yea С всего Казахстане прибегает. Когда у тебя встали иietet в туалете ресторанов подсnejом,hechает стража. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы что делаете? Аркадий Михайлович! Там Собчуги с 303-й. Он от таблеток наглутался. Кадалку сюда и звони в реанимацию. Быстрее! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прости меня. Я сделаю аборт. Ты вообще сама хочешь детей? Ну, конечно, я же женщина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мужчина, мы уже закрыты. Приходите завтра. А если я очень попрошу? Завтра. Я уже кассу сдала. Мне нужно обручальное кольцо. Я могу до завтра передумать. Ну, хорошо. Проходите. Спасибо. Лилия. Лилечка, я. Сейчас, сейчас. Подожди. Я мириться пришел, Лилия. Ты придурок. Ты посмотри, что ты со мной сделал. Пошел вон, урод. Ладно. ЛИРИЧНАЯ МУЗЫКА Знаешь что? Что? Я сейчас полицию вызову. Рада, ой, как страшно. Ну, зови. Зови полицию. А твой мент в свое время еще получит у меня. Чего? О, наконец-то. А куда же ты побежала? Лиля. Сережа. Сережа. Сережа, ты там? ЛИРИЧНАЯ МУЗЫКА Джек! Что ты стоишь? Что не пожарный? Сейчас. А за пивом не сбегать тебе? ЛИРИЧНАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧНАЯ МУЗЫКА Это ты сделал? А если он погибнет? ЛИРИЧНАЯ МУЗЫКА Мужики, помогите! Ломать надо дверь! ЛИРИЧНАЯ МУЗЫКА Господи, Сережа, я тебя умоляю, возьми трубку. Ну, что ты? ЛИРИЧНАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧНАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧНАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧНАЯ МУЗЫКА Слава богу, ты не в доме. А то я тебе звоню, ты... Мы уже не знали о чем и думать, хотели дверь ломать, ну... Собаку мою кто-нибудь видел? ЛИРИЧНАЯ МУЗЫКА Он скулил, но уже давно не слышит. ЛИРИЧНАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧНАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧНАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧНАЯ МУЗЫКА Серега, вернись! Ты что, погибнет! ЛИРИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну хорошо, Анна, я могу помочь ему. Серёжа! А зачем он побежал до туда? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сергей! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте. У меня жена сегодня чуть не погибла. Ребёнка потеряла. В квартиру вырвались, ограбили. А адрес и во сколько это случилось? Михайловский переулок. Ага. Да, кажется, Михайловский сегодня был. Вот. Тринадцать сорок два. О нападении сообщил врач скорой помощи Горенко НН. Так, со слов пострадавшей Савченко ТЭЛ. Это моя жена. Ну вот, ну завтра приходите. Вы что такое несёте? Мне нужно сегодня. Вы полиция? Да. Ну так делайте что-нибудь. Вот. Пишите. Заявление, ну как там, чего было. Пишите. Так, ваше дело поручено следователю Драгунскому. Да, и напишите свой номер телефона. Он завтра с вами созвонится. Сергей, он следователь хороший. Он опытный, он разберётся. Девушка, можно позвонить? Мне в полицию. Пишите. Алло. Я Лилия Матвеева. Соседка вашего сотрудника Сергея Драгунского. Его только что привезли в больницу скорой помощи. Я хочу сообщить, кто поджёг его дома. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Матвеев! Стоять, полиция! А что делать, а? А что проблемы? С нами поедете. Куда? А что случилось? А? А ты? Ты навела, да? Молоденькая. Ну, мы ещё увидимся. Ты не расслабляйся. Лилия Ивановна, там товар привезли. Иду, иду. Легче, легче. Наш друг, капитан Драгунский, сейчас в реанимации. Знаешь его? Ну, знаю. По твоей сволочь вине, ты его дом поджёг. Я не поджигал. О! О! Тебя там видели, ущерб. И что? Ха-ха-ха! Повесить на меня хотите, да? О, вы на меня повесите! Понятно? О! О! Свидетели есть. А у тебя с Серёгой с утра конфликт был. Сечёшь ты ему, падла! Я не при делах. Не надо. Не надо. Из-за тебя дерьмо. Хороший человек еле дышит. Молись, чтоб выжил. О! 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Мы коллеги Драгунского с 25-й палаты. Ну, пока никаких улучшений пришло сознание, но состояние стабильно тяжело. Сотрясение головного мозга, перелом руки с повреждением лучевого нерва, многочисленные ожоги разной степени. Потребуется не одна операция по пересадке кожи и не один месяц реабилитации. Так что как-то так, парни. Да, походу хреново, док. Мы тут деньги собрали. Скажите, какие нужны лекарства. Мы купим. Хорошо. Я напишу. А можно к нему хоть на пару минут? Поддержать там и всё такое. Привет. Ну, ты как, мужик? Док только одного пустил. Сказал, пять минут. Будто ты торопишься куда. Стас в коридоре. Привет тебе передаю. Док сказал, полежишь недельку-другую, будешь как новенький. Ты сволочь, что поджог устроил, мы уже взяли. Кого? Матвеева. Муж твоей соседки. Что с моей собакой? Где Джек? Такое дело, Серёга. Не спасли Джека. Мне жаль. Я знаю, ты его любил. Я просил оставить его снаружи. Кого просил? В тот день на втором этаже у меня электрик работал. Мы с ним ещё пругались. Да? Не знал. Так и горела на втором этаже. Да. Паша, распишись здесь. Ага. Слушай, а привези мне магнитик на холодильник? Я собираю. У него же тридцать две штуки. Ладно, будет и тридцать третий. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Сазонов, слушаю. Павел Андреевич. Зайди ко мне. Надолго? Я вообще-то самолёт. Жду. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Не в духе. Он всегда не в духе. Особенно в день зарплаты. Ладно, Паша, давай. Хорошая погода сейчас его отдару. Спасибо. Здравствуй, заходи, присаживайся. Господа из полиции, это и есть тот самый Павел Сазонов. Вы работали с 7-го числа по адресу Лесная 61. Наверное, не помню. Ты на замене был. И что? Вы же сами просили. Тот вечер в доме произошло возгорание. Пожар уничтожил второй этаж, крышу. Серьёзно пострадал человек. Мне очень жаль и всё такое. Но я тут при чём, Иван Никитич? Экспертиза показала, что очаг возгорания был в проводке, которую устанавливали вы. Вот так-то, Паша. Я таких актов знаете сколько нарисовать могу, Иван Никитич? Вы мне знаете не один год. Халатность. Причинение крупного материального ущерба. И тяжкого вреда здоровью. Решение свободы от трёх до пяти. Вы, кажется, уезжать собрались? В отпуск. Придётся отменить. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ух ты! Как для мента стараешься, а? Только разве ему не всё равно? Сдохнет? Угу. Все-таки выпустили. Как видишь. Есть ещё честные менты у нас. Позабрались и выпустили. Правда, перед этим помяли немножко. Смотри. А это спасибо тебе большое, жена. Мы ничего, будем поправлять здоровье. Усильное питание и всё такое. Чего ты хочешь? Денег? Чего я хочу. Хороший вопрос. Чего же я хочу? Ну, говорю, я хочу. Чего я хочу? Приборок, отвести меня! Слышишь? Урон! Отвозься, я говорю! Сейчас, сейчас, подожди. Не приходи. Не приходи! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Думаешь, ему охота с ментами связываться? У них все схвачено, суд, прокуратура. Они уже нашли козла отпущения этой яверни. Сейчас на подписке они выездили. А потом от 3 до 5. Прикинь? За что нам все это? Паш, ты закусывай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Еще? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что? Не Шанель? Прости, пожалуйста, я... А все еще дошнит. Ты так и не сказала, на каком сроке. У врача была. Ну да. Известно, кто будет. Мальчик, девочка. Ну что ты? Я рано или поздно выйду из этой богадельни. Я дом отстрою. Мы поженимся. Родится малыш. Каринка, мне есть ради чего жить. Я тебе раньше не говорил. Я тебя люблю. Сереж, я... Я тебя прошу, давай не сейчас, не здесь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну-ну-ну-ну-ну, так совсем не годится. Доктор, скажите, он выкарабкается? Только, пожалуйста, без деликатности. Мне нужно знать правду. Я... Ожоги, вы знаете, тяжелые. Будут операции по пересадке и не одна. Я боюсь, что без микрососудистой мы не обойдемся. Но даже после этого вам никто не даст стопроцентной гарантии, что рука восстановится полностью и... Я читала заключение. Послушайте, я... Я просто ничего не понимаю. Ну, нельзя исключать, что динамика будет отрицательной. И последствия сотрясения мозга не могут проявиться через годы. Черт. Какой завидный у меня жених, правда? Такая ходячая развалинка, точнее, лежачая. То есть он в полицию никогда больше не вернется? Идет в другую работу или... Люди живут и с худшими травмами. Да, на пособие по инвалидности. Ну, я этого не говорил. Ну, имели в виду. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Олег Савчук, переулок Михайловский. Я оставлял телефон, мне сказали, что перезвонят, но так никто и не перезвонил. А, ваш следователь Драгунский. Да, я знаю, что мой следователь Драгунский. Он собирается что-нибудь делать? Он сейчас на больничном. Класс. Значит, пока он прохлаждается на больничном, эти подонки гуляют по городу и опять кого-то грабят. Он не прохлаждается, а лежит в стационаре. Пожалуйста, не нужно о людях плохо, если вы не знаете всей ситуации. А кто в мою ситуацию войдет? Я хочу поговорить с вашим начальством. Да, имеете право, только не вам скажу то же, что и я. Вам заменят следователя. Вы номер телефона оставили? Да. Ну, так идите и ждите, вам позвонят. Можно? А вы кто? Мы проведать. Фрукты вот. Как он? Сволочь. Ты не надо, а? Чтобы там в экспертизе не писали, я не виноват. Я электриком 12 лет. Клиенты все довольны. Ни одного выговора. И у тебя дело без халтуры. Из-за тебя погибла моя собака. Я просил Джека в доме не оставлять. Да не помню я этого. Я работаю закончим. Дверь захлопну. Как договаривались? Про собаку я не помню. Со мной больше 10 лет. Я его соски кормил. Он был мне с семьей. Понял меня? Кто знал? Прости. Давай миром все порешаем. Не решим. Сядешь. Сергей, пожалуйста, мы вам все компенсируем. И Джека. Карина, гони их к черту. Ты хоть в курсе, сколько денег на лечение уходит? Он все свое бабло вложил в строительство. Ну вот. Это другое дело. А то про собаку. Я чуть не раз плакался. Я же тебе говорил. Экспертизу сляпали, чтобы я все оплатил. Пошел нахрен из моей палаты. Собаку он жалеет. От человека невиновного. В тюрьму, да? Паша, ну ты не до этого. Пошел вон. Охрана. Сергей, пожалуйста, не злитесь на моего мужа. Правда, он после того, что случилось, сам не свой. Я его не узнаю. Что? Что? Представь. Я тоже себя не узнаю. Мне искренне жаль, что с вами такое произошло. Я понимаю, вы очень хотите найти виновного. Он твой муж. Твой муж и есть виновный. Если вам легче так считать. Сергей, если мой муж сядет, скажите, кому от этого будет легче? Мне. Упырь ментовской. Крови моей хочет. И баба его туда же. Да, еще парочка. Паша, у них горе. А у нас праздник, да? Ну, что ты кричишь, Паша? Ты видел, как он страшно выглядит. И болит, наверное, сильно. Как ты мог про эту собаку забыть, а? К тебе спешил. Надо вернуться через какое-то время. И денег ему предложи. Я к нему больше не пойду. Лучше сяду. Что такое говоришь? Я унижаться больше не буду. А с меня корона не упадет. Мой муж в тюрьму не сядет. Слышишь? Олег Павлович, как ваша супруга? Уже дома, но, по правде говоря, не очень. Вы ничего не вспомнили? Может быть, хотя бы что-нибудь? Мы бы с Толиком с удовольствием вам помогли. Но, как я и говорила, мы ничего не слышали. В это время я жарила биточки на кухне-то. Вытяжка шумела. Телевизор работал. А что же полиция говорит? Маш, какая полиция? У меня два года назад из машины вытащили сумку с ноутбуком. Что? Следователь за все время только один раз позвонил. Вот так они работают. Ты не прав. Я считала, что у них людей не хватает. И все-таки я бы на полицию не рассчитывал. Почему? Да потому что они так работают. Ну, не говори глупости. Они работают. Ну, да. Ну, вот у тебя так получилось. Когда захотят. Ну, да. Да, Светлана Михайловна. Танечка, куда вы пропали? Я пишу вам на почту. Вы не отвечаете. Ой, извините. У меня произошла неприятность. Украли ноутбук. А там был весь текст. А резервную копию я не сделала. Как? Пропала вся книга? Да, к сожалению. Но я все восстановлю. Просто я сейчас себя плохо чувствую. Таня, у нас план, сроки. А вы нас так подводите. Я понимаю. Я прошу прощения. Вы сказали, плохо себя чувствуете. Значит, лечитесь. Ваш контракт мы передадим другому переводчику. А вам придется вернуть аванс. До свидания. Привет, родная. Как ты? Это был в полиции. Есть новость? А что так мало? А ты что, миллион хотел, Павел Андреевич? За трудовый кадр зайдешь? Папа, ты что? Привет. Привет кондитерам от вольной птицы. Уволили, Ироды. Все путем, мать. Я же хотел миллионером стать. Пора начинать. Натаха, возьми. Мать, расклейте у себя на районах. Ну, ничего, как говорится, одни двери закрываются, а другие открываются. Умница моя. Труда много, а денег мало. Вон, слушайте, умные люди чем зарабатывают. Более чем в 50 странах мира живут малыши, которых выносили суррогатные мамы. Для тысяч семей это два линии единственная и последняя надежда иметь ребенка. Да, услуга не дешевая, но бездетные пары готовы идти на подобные расходы. Ведь только суррмамам предлагают до 20 тысяч долларов. Девять месяцев с животом походил. Сумасшедшие деньги такие. Ну, если бы я была помоложе, я бы... Чем вы занимаетесь? Не представляю. Выносить, родить, а потом отдать чужему человеку. Ну, и что такого? Ты же не своего отдаешь. Слушайте, да что вы такое говорите? Спасибо, Кариночка. Если бы не вы, мы так бы остались деревянные. А теперь танцы наше все. Приходите в субботу на свадьбу. Ух ты. В Жасмине в 17.00. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Будем рады. До свидания. Привет. А кое-кто скоро будет две штучки евриков заколачивать. Я контракт получила. В Бельгию еду в ночном клубе танцевать. Круто. Я что, молчала? Я сама не знала. Я видео с танцем отправила, ответа ждала. Так, значит, днем отдыхаешь, ночью работаешь. Живи не хочу в долбанном центре Европы. Представляешь? Вот бы вместе туда завалиться, а? Там же такие бабки, мужики. Че там твой мачо? Лежит. Врачи говорят, организм молодой. Надейтесь. Но я-то все понимаю, я не дура. Даша, это инвалидность. Ты прикинь, какая в жизни бывает жесть. У меня был красивый, классный мужик. И тут на. Бинты, капельницы, вонь. Про ребенка постоянно спрашивают. Я даже не знаю, как ему сказать, что я не беременна. Мне это все достало. Мне это все достало. Я... Мужчина! Вы куда? К жене. Я муж. Проходите. Любовь, любовь. Безответная. Да, я думаю, зайду. Вдруг женщина меня хочет увидеть, а? А я даже свой номер не оставила. Кто тебя пустил? Охрана твоя пустила? Ну, конечно, представился твоим мужем. Ну, мужа, ты тут хорошо устроилась. Ну, что? Думала обо мне? Только честно. Думала. Молодец. 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 Ну, что ж, тогда... Давай померву, что ли, а? Вот сколько у тебя бухла дорогого. А? А, ты выпить хочешь? Хочу. Хорошо. А что? Виски, коньяк. А, может, самбук? Давай. Отлично. Ах, ты. Стерва. Ты что охренела? Еще раз ко мне приблизишься, я тебе убью, ты понял? Пошла ты. Мы еще поговорим. Вон пошел. К концу года по этому объекту должны быть разработаны проекты по очистке загрязненных нефтепродуктами земель, проведены подготовительные работы, а также смонтированы установки термообработки грунтов. Ну и последнее. Разрешите представить нового сотрудника молодого перспективного руководителя пиар-службы Еву Янушевскую. Сразу хочу объявить, я ничья не любовница и не дочь, я сама по себе. Меня пригласили, чтобы улучшить имидж вашего министерства, а я вижу, что он весьма токсичен. Что есть, то есть, а с токсинами мы боремся. Прошу руководителей всех уровней содействовать работе госпожи Янушевской. Добро пожаловать на борт. Всем спасибо, все свободны. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо. 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 Мы же увидели, что ты видишь не tenho ни автомобиля на борт. Ты издеваешься? Ты издеваешься? Смотри. Кого я тебе принесла? Как Джек твой. Из лучшего питомника. У него родословные, как у английской королевы. Я Джека таким же видел. Знаешь, я думала, ты захочешь собаку. Давай ему кличку придумаем. Может быть, снова Джек? Забери его. Собаку забери. Не будь, это мне больше собаки. Я не могу после всего. Извини. Я хотела как лучше. О доме не волнуйся, я там во дворе все убрала, на первом этаже все просушила. Дай мне свой телефон. Сейчас. Карина, это я. Ты в порядке? Что вообще происходит? Бросила. Карина, это девушка твоя? Да, беременная. Я лежу здесь, даже с ней поговорить не могу. Я даже не в состоянии дойти до двери. Чертов урод, коллега. Ну перестань, что ты говоришь такое? Подумаешь, трубку бросила? Ну, с кем не бывает. Эти беременные, они же все нервные. У них же эти, там, гормоны играют. И вообще, может, она просто огурцов соленых хочет или там яблок моченых. У тебя в магазине есть? Найдем. Адрес мне скажи. Приветствую. Да, долго вас мариновали. Минуту найдешь? Олег Борисович, есть одна интересная тема. Очень солидный застройщик хочет построить небольшой отельчик на Кирилловских порогах. Исключено. Заповедная зона. Я знаю, но по постановлению Кабмина двенадцатого года есть лазейка. Ну, слушай, не умеешь тебе рассказывать. Разрешено строить объекты экологического наблюдения. Ты главное заключение свое дай и за министра согласуй. Ну, ты же к нему вхож? Феликс, иди отсюда. Этот отель эко. Швейцарские технологии, солнечные батареи, никаких стоков. Экосистема не нарушится, сам подумай. Дверь там. Не дури те, что такое каждый день предлагают. Таш, бери, пожалуйста, трубку, когда я тебе набираю. Я должен знать, что ты в порядке. Я не в порядке. Ты таблетки приняла? Нет. Господи, Таш, почему надо? Сегодня фертильные дни, я хочу попробовать. Ты серьезно? Тебе же запретили беременеть. Ты месяц как из больницы. Ты не хочешь со мной спать? Я найду себе кого-нибудь другого. Таш, думай, что говоришь. Ты не хочешь меня понять, я все равно рожу. Ты серьезно? Ты умрешь, ты понимаешь это? Этим все кончится. Ты этого добиваешься? Нет. Хорошо, хорошо, хорошо. Давай возьмем ребенка из детдома. Я хочу своего! Здрасте, доставка для Карины Петренко, она здесь? Это что, прикол какой-то? Карин, тут к тебе. Свободен. Здравствуйте, это вам. Здрасте. Сергей беспокоится о вас. И о ребенке. А вы, простите, кто? Я Лиля. Соседка. А вы его бросили? А вам какое дело? Ну, есть дело. Расспрашиваю. Вы из бывших? Или на будущем идите? Только Сережа уже не такой. Сколько тебе? 25. Что ты в мужиках понимаешь? Ну, хочешь, я дам тебе телефон хорошего гинеколога? Там быстро и под наркозом решишь все свои проблемы. То есть ты хочешь, чтобы я и сделала аборт? Не мучай его, раз он тебе не нужен. А тебе нужен? Вот такой. Сколько тебе? 40? Последний шанс? Вали отсюда. Да. Ну, я уйду. А ты представь свою жизнь с ним. Там через год или через два. Просто найди всю картинку. Она тебе нравится? Тетка, ты где-то права. Олег Борисович, вы домой не торопитесь? Не хотите поехать куда-нибудь выпить? Значит, вот так я, по-твоему, выгляжу? Человек в футляре. Ага. До тошноты правильный мальчик. Good boy. Cheers. Что ты у нас делаешь? Пока обрастаю полезными связями, а там посмотрим. Красиво. Я знаю. Давай снимай это. И галстук сними. Расслабься, ты же не в конторе. Люблю, когда видно тело. Когда последний раз напивался? Никогда. Угонь. Клянусь министром. Из-за тебя. Угонь. Игра. Угонь. Ага. Угонь. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Или депрессия, мне нужно ответить. Алло. Ты где, Олег? Уже очень поздно. Неужели ты обратила внимание, что меня нет? Ты с женщиной? Олег, послушай, я очень тебя люблю. Я не могу потерять еще и тебя. Мне надо ехать. Закончим, поедешь. Прости. Ну и кто так делает? Проблема. СТРЕЧЕСКОМОН СТРЕЧЕСКОМ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Прости меня, пожалуйста. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В целом, не так уж плохо. Можно назначать операцию. Податель я уточню. Заканчивайте. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мы тут прикинули ущерб от пожара. Посмотри, все учили. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я Сазонову повестку вызову. Доходчиво объясню. Я думаю, он поймет. Можно? А ты, брат, по-прежнему в форме. Девушки одна круче другой. Ладно, не буду мешать. Ты бумаги внимательно посмотри и отзвони, чтобы я понимал. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Как вы себя чувствуете? А вам не все равно? Или наоборот? Как раз только вам не все равно. Я деньги принесла. Тут пока немного. А что ж ваш благоверный не явился, а? Вместо себя жену прислал. Слезами жалобить будете, да? Такой ваш план. Да я вас на три шага вперед вижу. А то, что я торты пекла по 60 штук на минутку, чтобы вам деньги отдать, вы тоже видите? Да, я не хочу, чтобы мой муж сел, потому что у нас семья, у нас ребенок. Я не представляю, как буду его одна воспитывать. Сергей, если мой муж сядет, выплаты ваши на года растянутся. А вам лечиться сейчас, нужно дом восстанавливать. Я вас очень прошу, ради ребенка, пожалуйста, не доводите до суда. Хорошая жена. Повезло вашему мужу идиоту. Он не идиот. Вам виднее. Вот, передайте ему, и скажите, чтобы больше женщинами не прикрывался. Подождите, это же, это же 20 тысяч долларов. Это, это же нереально. Моя нереальность вот эта. И теперь сюда смотри. Сюда смотри. Вот здесь читай. В нашем центре яйцеклетку искусственно оплодотворяют в условиях инвитро, и полученный эмбрион переносит в полость матки суррогатной матери. Там главное в последнем абзаце. Успешность подобных программ 60-70%. Это отличный шанс стать родителем. Наш с тобой шанс. Почему мне в клинике это не предложили? Может быть и предложили бы, но ты была в таком состоянии. Прямо сейчас запишусь на консультацию. Там сказано, что это стоит от 30 тысяч уе. Олежка, ну при чем здесь деньги, когда речь идет о малыша? У нас же что-то есть? Ну что, как прошло? Опять орал или попустился? Я дуратортики пеку. А он 20 тысяч долларов хочет. Чего? Паш, это же много, правда? Мы же можем к адвокату обратиться и все оспорить. Да, хрен ты оспоришь. Вот смотри, написано. Плитка испанская, а на самом деле могла быть отечественная. Смотри, так по всему. Разница в цене в 10 раз. Паша, что теперь делать? Квартиру продавать? А жить где будем, что, на улице? Я не знаю, может, к маме твоей переедем? Ну да, вот он обрадуется. Четвером в одной комнате гнезится. Друг у друга на голове. Что за жизнь? Нет, лучше я сяду. Пускай высчитывают по три копейки каждый год. Я этому упырю на работу. Паша, Паша, я оденька. Ты о нас подумал? Все в порядке? Да, я могу отдать весь пакет бюро кредитных историй, но вопрос основной. Что пойдет в залог, Олег Борисович? У меня только квартира. Другой недвижимости, ценных металлов, акций у меня нет. Олег Борисович, но у вас квартира в ипотеке. Можно как-то отсрочить выплаты? Или поднимите процент? Я согласен. Пойдите навстречу, мне очень надо. САЗОН. САЗОН. Как, миллион уже заработал? Ты говорил о леваке, где хорошо платят. Можешь устроить? Ну, не знаю. Не знаю. Ты у нас птица высокого полета. И тут какой-то левак. Прижало сильно. Можешь помочь? Учали трепал. Ладно, Сазон. Сейчас прошу. Давай, заходи, Саня. Пап, смотри, что я тебе нарисовала. Чухачок, не до тебя. Иди к себе. Паш, а ты чего так с ребенком разговариваешь? Едва шею себе не свернул. Что случилось? Еще бы чуть-чуть. Верунька и пригодились бы твои торты мне на поминки. Считай, второй раз родился. Слушай, может, тебе к врачу нужно, а? Сильно ушибся. Послушай, я такого страху всю жизнь не знал. Долбанная крыша. Долбанный мент! Здравствуйте. Здравствуйте. Сазонов Павел Андреевич. Я к вам еще днем приходила, но никого не было. Тут вам повестка из полиции под роспись. Вот здесь, пожалуйста. До свидания. До свидания. Тринадцатый кабинет. Рисует мент, сволочь. Паш. Засадит он меня, Верунька. Я надеялся, выкрутится как-то. Может, мать тогда дело говорила? Ну, насчет родить за деньги. Помнишь? Ну, а что, девять месяцев? Отдыхай, пей, ешь, гуляй. В удовольствие. В удовольствие? Ты так себе беременность представляешь? А роды? Роды – это всегда риск. Это токсикоз, это разрывы, это адская боль. Нет, я понимаю, еще терпеть – это ради своего любимого долгожданного ребенка. А тут, Паш, ради чего? Ради меня. Давай скинем петлю шеи, а? Забудем все к черту. Прошу тебя, любимая моя. Ты же с Денькой легко ходила. И здесь так будет. Ты не можешь этого знать. Героника, ну. Прошу. Пообещаю, что хотя бы подумаешь об этом. Так, а сколько у нас денег на самом деле? Почти пять тысяч. Всего? Я был в банке, обещали дать кредит. Олег, ну какой кредит? Нам еще шесть лет за квартиру выплачивать. Так что ничего не выйдет. Таш, все будет хорошо. Может быть, надо будет немного подождать. Так что, все будет хорошо. Я тебя разбудил? Прости. Я не сплю. Доброе утро. Таш, ты чего? Да что-то мне нехорошо. Ковет. По-моему, сердце. О чем ты меня не разбудил? Сыну 5 лет. Отлично. Рода естественная для Кесарева? Сама она. Сама. Укажите, пожалуйста, в анкете. А резус какой? Положительный. Еще до подтверждения беременности мы тщательно проверяем потенциальных срумамочек абсолютно бесплатно. Да вы не волнуйтесь, она не пьет, не курит. Скажите, я вот где-то читал, что кроме выплаты основной, беременным положено ежемесячное содержание. Ну, там, еда, одежда. Конечно. В контракте все указано. После подтверждения беременности срумама получает аванс. После родов финальную сумму. За Кесарева двойню оплата дополнительная. Ну, врачи же у вас хорошие. Ну, там, аппаратура современная. Роды здесь. Да. Да. Ну, вот. Теперь ждем. Перенервничали. Что же вы так? Сердечко нужно беречь в любом возрасте. Не волноваться. Хорошо и правильно питаться. Отдыхать. Тебе лучше? Да. Алло, Феликс. Это Олег Савчук. Олег Савчук. Я готов к встрече. Ну, вот ты умница. Приступ мы оккупировали. Можем забрать в Тацан. Но поскольку это у вас первый раз, вы можете остаться дома. Олег, я лучше останусь. Хорошо. Тогда отдыхайте, выздоравливайте. Спасибо. Кардиограмма. И обязательно проконсультируйтесь у кардиолога. Хорошо. Хорошо. До свидания. Ты меня напугала. Не делай так больше. Сама не хочу. С кем ты разговаривала? Из банка звонили. Кредит все-таки дают. А ты вон напугала, всех переполох устроила. 30. Ни фига себе, Олег Борисович. Сразу понятно, первый раз. Но таких сумм нет. Пойми. Ну, и я могу поговорить. Может быть, 10. 30. Если нет, значит, ничего не будет. А ты еще тот перец, да? Своего не упустишь. Тихушник. 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 ЗВОНОК В ДВЕРЬ Они хотят на меня посмотреть. Я что, корова на рынке или что? Зубы они, случайно, не собираются мне проверять? Вера, что ты завелась? Мне нервничать. Паша, я женщина, не инкубатор. Если мне эти мешки с деньгами не понравятся, я встану и уйду, так и знай. Ты о менте думай. К операции готов. Поехали. Сереж, я буду ждать тебя тут. Не надо меня ждать. Иди домой. С Богом, Сереженька. Кажется, они. Я Татьяна. Это мой муж Олег. Вера Федоровна, спасибо большое, что согласились. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, так надо, чувачок. Спасибо. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Это, наверное, Денис? Возьми. Это тебе. Начинаешь ты от экрана. Ничего себе. Хорошего дня. Зовем. Срок еще сильно маленький. Тест может ничего не показать. Это сверхчувствительный израильский. Он буквально с первых дней берет. Самый дорогой. Одна полоска. Это еще ничего не значит. Рана еще. Я чувствовала, что не получится. Мне сам плохой снится. Вы не можете себе представить, как это трудно. Ты каждый раз надеешься. Ты надеешься, надеешься, а оно... У нас срывается, и ты летишь, как без ничего не чувствуешь. От меня Олег чуть не ушел. Работу потеряла. Это все не важно. Я так ждала этого малыша. Таня, говорят, я стою сильно чего-то хочешь, то обязательно сбудется. Похоже, это не со мной. Таня. Вера, спасибо. Я лучше пойду наверх. Вера. Спасибо. А ты чего такая нарядная, а? Это что, романтический ужин? Угу. А по какому поводу? Смотрю. Получилось? Да, 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 получилось. Получилось. Мамочка такая счастливая. Спасибо тебе. Спасибо тебе за все за терпение, за все за любовь. Ой, ты мне самая лучшая, ты знаешь? Ой, я так тебя люблю. Привет. Привет. Зачем пришла? Волновалась. Да ты что? Я за шесть недель ни разу не пришла. Трубку не брала. Ни на одно сообщение не ответила. Я даже не знал, жива-то или нет. Как ребенок. Его нет. Что-то подобное я и ожидал услышать. Я потеряла ребенка. Был выкидыш, понятно? Мне было очень страшно. Я одна-то в этой чертовой больнице. Я вообще ни с кем не могла общаться. Как это произошло? На репетиции я как-то неловко повернулась. И все, закружилась голова. Больше я ничего не помню. Больница, кровь. Прости. Прости меня. Прости. Прости меня. Я виноват. Я его купил в тот день, когда ты рассказал о беременности. Я катался по городу. И думал, что дети рождаются от любви. Я очень хотел, чтобы родился наш ребенок. Чтобы он жил в любви. Рос в любви. Карина, я обещаю, у нас еще будут дети. И, конечно, если ты выйдешь за меня. Ты не пожалеешь, я обещаю. Ничего, если я тебя поцелую. Ой, извините. Сергей, на перевязку. Это ненадолго. А потом выйдем во двор погуляем. Мне уже ненадолго можно. Я быстро. Поздравляю. Теперь главное вовремя посещать врача. Выполнять все назначения, анализы, УЗИ. И все у нас будет очень хорошо. Сережа, подвернулась возможность, и я уезжаю в Бельгию на работу. Контракт на год. Прости. Буду присылать деньги. Может, я все-таки деньги сама ему отвезу? Ты не сдержишься, вы с ним поругаетесь. Зачем нам это? Ты что, все хочешь ему отдать? А жить на что? Ну, я же до декрета еще работать могу. А я все-таки фирму хочу свое открыть. Просто не с того на чем. Нужна реклама, визитки, сайты. А не объявления на столбах. Это все денег стоит. Давай, пока. Можем идти. Мужчина. 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 Что смотрим? красавец франкенштейн собственной персоной тебя выписали надоело как дела что нового ведете в курс дела как рука о конце до концов живут же люди с одной рукой всех уродов переловили что случилось я говорю надоело ты чё за дурел отдай бутылку сергей мы вас ищем все отделение на ногах доктор сестры еще воспалайтесь девушка ждет вот видишь можно конец познакомишь идите-ка вы по домам это всего лишь вы простите если разочаровала вы уже лучше выглядите и ходите я позову врача не надо послушайте не надо стараться быть милой и сочувствующей я же знаю что вы меня ненавидите но мне на это плевать я вас не ненавижу и мне искренне жаль что с вами такое случилось я верю что все наладить слушайте хватит уже просто бабки принесли верно мужика своего спасаете тут пять тысяч долларов остальное принесу как договаривались чуть позже что вы ждете что я вам руки целовать буду а так я могу что противно не все женщины такие как она а ну стой читать чужие записки гадко тебя не говорили простите олег борисович приветствую разговоры есть я занят так мы все заняты работаем инвестор хочет продолжить сотрудничество смысле он получил разрешение пусть строит ну и благодарен тебе пойми ты еще будешь гордиться что имеешь отношение к этому объекту проблема в том что нужны дороге а значит больше земли вот уточнил проект уточненные расходы и конечно все твои услуги будут оплачены пошел вон феликс еще раз подойдешь ко мне с этим не заявлю куда надо добрый день скажите я могу узнать как состояние сергея драгунского это вера я недавно его навещала мне свой номер дали помню помню ну готовимся последней операции микрососудистой это опасно ну зубы тоже опасно вырывать но морально он не очень но понять можно столько времени в больнице да еще и день рождения здесь же любой захондри а когда у него день рождения по-моему воскресенье скажите а его навещают какие-то родственники не сестер не братьев не родителей никого не вьем спасибо до свидания у вас завтра операция нужно подготовиться на и 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 Ребята, мне нельзя, у меня завтра операция. Ладно, детская, все продумаю. Подготовились. Как тебе медсестричка? Телефончик сбросить или у тебя калина? Наливай. Кто там еще? Здравствуйте, я, кажется, не вовремя. Пару минут назад было бы не вовремя, а сейчас самое оно. Проходите, пожалуйста, надо наконец-то познакомиться. Сергей много о вас рассказывал. Что? Я Миша. А это торт? Да, это торт. Так. Я еще свечку принесла, так что можно желание загадать. Смешно. Все еще будет? Очень многообещающе. Действительно. Так. Тост. Мужчины познаются в драке, а женщины в беде. Спасибо вам, Кариночка, за нашего серого. Кариночка. Даже самому сильному из нас нужна любовь и поддержка. Да нет, не стоило. Стоило. За вас. До рождения. До рождения. До рождения. До рождения. До рождения. Боже, какая гадость. Ну что, загадывай желание. Для моего желания одной маленькой свечки будет недостаточно. Хорошо, тогда загадаю я. Чтобы через год тебя разбудил не утренний обход врача, а солнце, которое будет светить в окно твоего отстроенного дома и поцелуй любимой женщины. Аллилуйя. Красиво сказал, а только чего же откладывать? Где поцелуй? Горько? Горько! 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 Два! Ну, не будем смущать влюбленных. Серый, мы на связи. Давай. Чтоб завтра рука была как новая. Давай. Все, будь здоров. Давай. Ну-ка. Я так понимаю, вы не хотели, чтобы они узнали, что от вас девушка уехала? Послала. Послала меня со всей любовью и лаской. Мне очень жаль, но поцелуй был лишним. А я извиняться не буду. Мне понравилось. А мне нет. Теряю форму. Вы зачем тортом заморачивались? Я просто представила, как вы тут один. Да перестаньте вы. Ради мужа пришли. Паша не знает. А почему? Меня прям засмущали. У нас тайное свидание? Я просто не хочу, чтобы мы снова с ним и за вас ссорились. А вы из-за меня уже и ссоритесь. Потрясающе. А теперь вы прекратите. Ясно? Ясно. Давайте ваш торт. Старт. Давай. Вера. Вы меня простите. Побудьте еще. Пожалуйста. Я обещаю. Я не буду приставать с поцелуями. Пожалуйста. Вкусно. Это вы на тортах пять штук заработали. И еще пятнадцать планируете. Рецептом поделитесь? Суррогатное материнство. Слышали о таком? Угу. Угу. Я в программе. Ты больная? Зачем? Другого выхода не было. На кой мне эти жертвы? Бабки забрала и немедленно отказалась. Я уже беременна. Ты урод долбанный. Что? Прости. Я говорю, муж твой долбанный урод. Решает свои косяки за счет тебя. Ты его не знаешь, так что не говори о нем. Вера, не будь дурой. Он тебе не стоит. А я его люблю. А он тебя любит? Ты не побоялась? Пришла сюда раз, другой. Торты свои дурацкие опекла. В суррогатное влезла. Сейчас здесь сидишь, времени жалеешь. А что сделал он? Как-то не похоже это на любовь. Знаешь что? Иди к черту. Убал, пока не болеешь. Убал, только... Смотри, сколько я всё много купила. Красиво, правда? Правда? Слушай, а коляски сейчас какие-то, ну, космос просто. Ну, это мы вместе пойдем выбирать, хорошо? Еще столько всего нужно купить. Глинальный столик, ванночку. Таш, ты меня прости, но в последнее время ты очень много тратишь. Нам еще жить на что-то надо и сурмами за месяц заплатить. Слушай, я твоего ребенка 10 лет ждала. Я вижу, ты не рад. Таш, ну, перестань, не говори ерунды. Я просто за разумные траты. Да, я поняла. Если бы я сдала перевод, я бы получила гонорар, и мне не пришлось бы брать у тебя деньги и выслушивать твои претензии. Ну, извини, что меня ограбили. Кстати, что там в полиции? Есть новости? Ясно. Вот ты ничего не можешь сам решить. Вот поэтому ты сидишь пять лет на одной должности. И еще пять лет будешь сидеть! Десять минут, и ты беременна. Вот до чего прогресс дошел. Дико как-то. Будто продаешься. Ой-ой. Да предложи тебе сейчас такое за 20 штук-то. Побежала бы в перепрыжку. Только калоша старая. Не все, Кузьминишна, продается. Ужас вот. Вот не надо завидовать. Да кто завидует? Нормальная мать не продаст своего ребенка. Она что, своего продает? Ты вообще думай, о чем ты говоришь. Пузя носит, значит, свой. Вот дуры. Вы дура старая, а ты дура молодая. Мама! 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 Здорово. Здорово. Ты чего телефон не берёшь, а? Сам работу просил и исчез, а? Ну, кто так делает? Запарился. Какой счёт? Один ноль. Паша, ты как отсюда отмазался? Ну, попал. Ого! Фирма своя? Ну и как? Хоть копейка капает? Ручьём течёт. Ну, а если вы мне каких клиентов, Никитича, скинете, я не обиживаю. Крутого. Да? А нам тут ветер принёс. Баба твоя благоверная. Чужого малого вынашивает. Мы тут с мужиками подумали. Неужто Сазон уже не может? Не орёл? Ха-ха-ха-ха. И если тебе нужна консультация, обращайся. И я помогу. Рот свой поганый закрой. А то что, муж на день, а баба на девять месяцев. В наём жену сдал. Так, я следующий хочу. А меня за что, а? Я вообще сторона пострадавшая. Смотрите, как этот урод меня отделал. А кто тут такой красивый, а? Познакомимся? Всё равно сидим. Слюни подбери. Всё забрызгал. А чё так грубо, а? Девушка сказала, отвали. Летимало. Что, джентльмен типа? А чё типа? Павел Сазонов, директор. Своя фирма, всё что надо, вплоть до защиты. Что же здесь делаете, Павел Андреевич? Заступился за честь женщины. Стесняюсь спросить, а вы? Кто же заступился за женскую честь? За свою. Облела одному придурку машину краской. Жёсткая. И что он сделал? Придурок. Поменял меня на другую. Мой бывший. Таня, рада, что девочкой будет? Я мечтала о ней, она мне даже снилась. Правда? Вера, а вы хорошо питаетесь? Эта врач сказала, у вас гемоглобин не очень. Тань, такое бывает, что я буду его кувыршать. Да, я вам привезу печень и граната, а спите вы хорошо. Слушайте, ещё меня беспокоит ваша работа. Всё-таки лаки, краски, это не вредно. Танечка, я забочусь о малышке, как о своей. Вы что, не переживаете, и работа у меня не вредная. Рожу вам здоровую девочку. Спасибо. А вот вы спите, а пока есть такая возможность. А то, когда малышка родится, такая жара начнётся. Правда, если захотите няню взять, то... Нет, я сама хочу заботиться. Всё равно такая толкоштанная, гумленная. Ну ладно, тогда я на работу. До свидания. До свидания. Спасибо. Да, алло. Здравствуйте, это Татьяна Савчук? Да, с кем я разговариваю? Я Соня, вы меня не знаете. Тут такое дело. Мне дней пять назад знакомый предложил купить ноутбук по очень хорошей цене и неубитый. Но мой как раз накрылся. Ну, когда я стала разбираться, то нашла несколько папок на рабочем столе. И в одной из них была очень прикольная книга. Ну, там же я нашла телефон и имя. Как книга называется? Осколки счастья, кажется. Я фото сейчас перекину вам. Да, это... это мой компьютер. У меня его украли. Серьёзно? Я же спрашивала у Славки. Он сказал, что чистый. Я просто хочу книжку дочитать, ну и спросить, нужны ли вам эти файлы. Я могу переслать, если что. Нет, я хочу получить свой компьютер. Он мне очень нужен. Олег Борисович. Что вам нужно? Я Феликсу уже всё сказал. Я вас просто подвезу. Перебросимся парой слов. Это же ваших интересов. Я мнение своего не изменю. И всё-таки. В уточнённом проекте отеля номеров предусмотрено чуть-чуть больше. Не 20, а 80. Не слабо. Ну, это совсем другая концепция, другой уровень. Это поможет оптимизировать все наши инвестиции. Для этого понадобится прокладка более масштабных коммуникаций, подъездных путей и всего прочего. Но это больше землеотвода. От вас надо будет всего лишь обоснование корректировки уже существующих земельных границ и подписать всё это у вашего начальства. Вы меня обманули. Мы вам очень хорошо заплатили. Не спешите, дорогой Олег Борисович. Дорогой – это в буквальном смысле этого слова. Сюда смотри. Здесь три срулонов зелёных обоев, как договорились. Дороговасто, конечно, что делать. Пересчитайте, чтобы потом не было вопросов. Когда результат, на следующей неделе я дам экспертную оценку. Я постараюсь тогда же подписать наверху. Полученную сумму нужно отрабатывать, Олег Борисович. В этой папке уточнённый проект отеля. А времени не так много. Татьяна? Да. Это я вам звонила. Здравствуйте. Ой, похож. Здравствуй, Соня. Здравствуйте. Домой. Я за него 500 долларов заплатила. Вау. А у меня сейчас несколько с собой. Подождите, подождите. А здесь где-то рядом есть банкомат? Да, здесь за углом. Пойдёмте. Пойдёмте. Влезла в кредит, но ничего, главное, что роман теперь у меня. Вот ваши деньги, Соня. Но сначала я хотела бы знать, где находится ломбард, в котором вы купили мой ноутбук. Или мне в полицию позвоните? Ломбард в конце улицы, там Славка сосед, но ни при чём, он хороший парень. А это у вас откуда? Тоже из ломбарда? Заявишь в полицию и пожалеешь. Мы знаем, где ты живёшь. Заявишь в полицию познакомились. Вы мне ещё свою визитку дали, помните? Как же помню? У меня, короче, здесь трубу прорвало. Капец. А, понял. Скоро буду. Сожми кулак. Сухожилия строслись. Теперь главное восстановить кисть. Какая бы боль ни была, продолжаем постоянно сжимать и разжимать пальцы. У меня такое ощущение, что рубцы сейчас лопнут. Это нормально. По дому старайся всё делать только правой рукой, не прибегая к помощи левой. А через месяц покажешься. Если вдруг почувствуешь ухудшение зрения, головокружение, потерю сознания. В общем, любое. Сразу звоним. Ну что, в добрый путь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что собираешься дальше делать, Серёжа? Ты же понимаешь, назад в отдел ты не сможешь вернуться. Нет. Я с радостью. Но ни одна медкомиссия не подтвердит твою пригодность. Можно поискать тебе что-то в архиве. Я спрошу. Пыль глотать. Григорьевич, я окончательно там рехнусь. Есть знакомый в школе полиции. Может быть, там есть место. С твоим-то опытом. Но почему нет? Не знаю. Я теперь ничего не знаю. Перевернулась я с ног на ногу. Я думала, вы кого-то пришлёте. Не директорское это дело. Так помоишь, всё на объектах. Не оставлять же красивую девушку в беде. Симпатичный директор. Очень. Надо брать. Динун, я пошла. Ой, хорошо, Катюш. Спасибо тебе. Спасибо. Пока-пока. Хомут я поставил, но колено лучше заменить. А то, может, опять порвать. Я так вам благодарна. Вы даже не представляете. Этого хватит? Да, конечно. А как ваш вопрос решился? С краской бывшим? Мне пришлось заплатить немалую сумму, но я ни о чём не жалею. И хоть оторвала душу. А вы забавная. О, мой бывший с вами бы не согласился. Дурак. Разве можно оставлять такую красивую девушку? Точно дурак. Может быть, чаю? Зелёный, жасмин. И сыр с плесенью только сегодня купила. Любите? Такое-то. Спасибо. Необычное сочетание будет. Я знаю толк в еде. И во всём остальном тоже. Вы сейчас включите со мной? Ну, вы мне скажите. Стоит? Мне просто пора. Спасибо за чай. Если что, звоните. Муж на день всегда рад помочь. Прикольное название фирмы. Да? Я сам придумал. Вот вы смеётесь, а многие девушки мечтают стать женой на день. Ну, я женат. А, я не претендую. Звони после шести. Я всегда дома. Дверь закроете? Дом, милый дом. Мишка съездил в фирму, которая тебе ремонт делала. Они всё восстановят. Только за материалы возьмут. Хозяин заверил, что быстро справится. Сами заинтересованы. Хочешь, поживи у меня пока. Снимаем копоть со стен, с потолка, до основания придётся счищать. Главное, от запаха избавиться. Вот это гемор будет. Да. Он дружил. Тебе с озона ничего не скажешь. Ну, чё, стоим? Работаем, работаем! Серёга! Вернулся! Ну, привет, сосед. Здорово. Хреново выглядишь, парень. Знаю, спасибо. Так, живое и главное. А я тут, это, присматриваюсь за твоим хозяйством. Спасибо. У нас тут до сих пор ещё бонжи тут. Ты это самое, помнишь, как, когда почистили мою сыроюху? Помнишь? Так ничего и не вернули. Да. А ты, кстати, обещал разобраться. Извини, Степаныч, вряд ли я смогу с кем-то разобраться. Я вам толком руку пожать не могу. Да ладно, всё путём. Держись, парень. Так, значит, всё правда? Да. Видел Верку недавно, жимот уже заметный. Не, ну не капец, а? Да. Если бы Сазону дали хорошие деньги, он бы, наверное, и Верку проститутке сдал. Да и она не лучше, если согласилась. Не говорите об этой женщине плохо. Она чё, твоя? Не вам её судить. Да мы же, правда, накосячил Сазон, а жена отрабатывает. Да бог с ней. Раз уж она тебе так дорога, хозяин, кто ж знал? А не пошли бы вы вон отсюда? Ты из-за чужой жены так распсиховался? Или Сазон другом стал? Это всё разве не он с тобой сделал? Пошли нахрен! Сказали, ты вернулся. Я вот тебе жаркое приготовила. Ещё горячее. Лучше б ты спиртное принесла. Я и принесла. Вот швейцарский, выдержанный. А тебе можно? Ну, раз принесла, значит, можно. Тут вот ещё письмо тебе из Бельгии. Это от неё? Серёженька, я обещала выслать деньги. Прости, что могу. Жизнь тут такая дорогая, но в целом я норма. Вот стерва. Подачку прислала. А ты, Лилия Ивановна, зачем пришла? На бухло дорогое потратилась. Раны твои лечить, Серёженька. Если хочешь спросить, можно мне или нет, можно. Возьмите и купите себе всё, что нужно. Спасибо вам большое. И дай вам Бог здоровья. Нет, ты видел этот цирк? Откуда у такого бабки? Сергей, здравствуйте. Это я, Вера, помните меня? Давно не виделись. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Заросший, на бомжа похож. С бутылкой я его едва узнала. Наш лаком парится. Ну, бухает он и что? Паш, ну пропадёт человек. После таких травм-то и пить нельзя. Надо что-то делать. Послушай, мы этому менту денег дали. Скоро ещё дадим. Пусть он и хоть все пропьёт. Это не наша проблема. Соль подай. Но ведь у него нет никого. Ну вот совсем никого. Ну как ему помочь? Ты что, хочешь усыновить его? Лучше о себе подумай, отдохнула бы. А то мотаешься по магазинам. Приключения ищешь. Сама едва двигаешься. Да, и правда, чувствую себя неповоротным бегемотом. Моги отекли, спина болит. В магазин ходила, чтобы салату любимую приготовить. Порадовать тебя. Ну, прости. Паш, ты меня любишь? Верно. Ну ты что, ну что за вопросы? Ну, просто ты не смотришь на меня, не прикасаешься. Только раздражаешься. Конечно, я тебя люблю. Ну, просто понимаешь, у тебя сейчас вместо мозгов гормоны. Слушай, у меня тут такая авария, срочно приезжайте. Понял, скоро буду. Клиентка звонила, надо срочно ехать, там прорыв трубы все. Паш, ты надолго? Папа, стоять, что, Верно, ну, понимаешь, ненормированный рабочий день, и как бы это ж ты не на дядю работаешь, а в свой карман. Ты лучше ляг, отдохни, я маме позвоню, чтобы она деньгу забрала. Я маме позвонила, Сергей, здравствуйте. Это я, Вера Сазонова. Вера. Откуда ты здесь? В акте пожарно-технической экспертизы был указан этот адрес. И дальше? Я свет могу включить? Нет. Ну, ведь так будет удобнее разговаривать. Лампочка перегорела. Сейчас, секунду. Я все забываю купить. Ну, я смотрю, о другом вы не забываете. Что? Это физиотерапия. Руку разрабатывать нужно. Ты смотри. Раньше даже до рта донести не мог. Прекрасный прогресс. Алкоголь, смотрю, у вас дорогой. Ну, свежи с дерьмом. Так хоть алкоголь должен быть приличным, а хорошее, как известно, дешевым не бывает. Мы сегодня просто напечканы афоризмами. Угу. Могу попробовать? Да ладно. Тебе же нельзя. А я совсем чуть-чуть. Тем более, я же за это заплатила. Справедливо. Справедливо. Какая же ты предсказуемая, Вера Сазонова. Ну, и чего ты добилась? Сергей, я вас очень прошу, возьмите себя в руки. Но вы же скатываетесь на самое дно, алкоголиком закончите, умрете под забором. Ты что? А кто это меня осуждает, а? Женщина, которая согласилась родить за деньги, да? Я это сделала, чтобы вы дом отстроили, а не жизнь свою пропивали. Это не твое дело. Паша так тоже говорит. А мне почему-то это покоя не дает. Ну, может, потому что ты не только хорошая жена, но и человек хороший. Я кажусь вам смешной? Да. Похоже, что я смеюсь. Я вас очень прошу, прекратите пить. Но вы же еще молодой, у вас все наладится. А чувствую себя старым. Уходи. А денег я вам больше не дам. Тогда твой муж сядет в тюрьму. Ну, а ладно. Продолжайте. Мне что, больше всех надо? Я слышу первые разумные слова. Мужу привет! Глянь на втором этаже, а я пока тут по шарикам. Ага. О, тут баба. Здорово, мужики. Оказывается, это вы тут дома до сараи бомбите? Я знаю одного деда, который спит и видит, чтобы с вами пообщаться. Да и полиция, наверное, тоже не откажется. Что, много чего интересного нашли, а? Силовая мать твое задержание, а? Вера Сазанова, не испугалась, а? Вы же говорили, что у вас лампочка перегорела. Это я соврал. Во время приступов мигрени у меня светобоязнь появляется. Вот и сижу в темноте, как вампир. Да уж извини, полиция приедет, оформит этого, я вызову такси и отвезу тебя домой. И сейчас мне спиртное нужно. Глупо, конечно, но подай мне бутылку, а? Мы же типа команда. Вера, тебе что, плохо? Поясница стреляет, и кажется... Кажется, мне в воду отходит. Ух ты ж. Твою маковку. Ух ты! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас вернусь Алло, Таня, у меня схватки Ну, еще же рано Может, ложные опять? Да нет, схватки регулярные Воды отходят, я же такое проходила Точно знаю Олег, Веря рожает! Так, я позвоню сейчас куратору, мы едем в клинику Ты же не одна? Паша с тобой? Да Муж едет? Его на какую-то срочную аварию вызвали Так что он трубку не берет, наверное, не слышит Заходи Та-дам! Товарищ директор Номер для молодоженов Да, Дина Викторовна Удивила Умеешь удивлять Я просто люблю жить со вкусом Было когда-то в таком? Нет Нравится? Нравится А я или номер? Тихо-тихо-тихо, Пашенька Может, тебе дорого? Я ведь за номер не платила Сказала, мой мужчина за все заплатит А я твой мужчина? Ну, ты можешь им стать, если захочешь Хочу Хочу, очень тебя хочу Хочу Очень тебя хочу Ты хотя бы здесь Не должна Я первого же часов рожала Второй может быстрее Откуда знаешь? Интересовался темой? Я, Вера, до 35 лет О детях даже и не думал В школе милиции курс проходили Алгоритм действия природы Что ж ты так? А до 35 лет о детях не думал Все, никак не нагуляешься? Слышу осуждение в голосе А ты, дай я угадаю Наверное, в 17 лет Выскочила за свою школьную любовь? А в 20? Мы с Пашей действительно в школе встречались А потом у меня мама заболела И умерла А я уехала Поступила в академию прикладного искусства Рисовать любила А потом Паша не выдержал Приехал, забрал меня И мы поженились А теперь я В цехе расписываю посуду Круто А теперь я слышу осуждение в твоем голосе Знаешь, у нас прекрасная семья Я ни о чем не жалею Эх, Вера Сазонова Я вот тебе сейчас на руках отнес Так не могу Ты как рожать соберешься? Еще раз Мы и к ней Обязательно именно тебе позвоню Я сейчас телефонную книжку Запишу напоминание Мамочка Да, вы не волнуйтесь Десять минут и мы в роддоме Так, я по контракту должна В частной клинике юно не рожать Меня там уже ждут Мне в столицу нужно Слушай, тебя пятьдесят минут рисует ехать А схватки частые у вас? Были каждые десять минут А сейчас участились И короче стали Старочно Везде ее нежно, понял? Да не первый раз Беременную в роддом доставляем Держи На всякий случай спрашивай Сколько ты родов принял? Да как-то не доводилось Да все нормально будет Я на скорой уже три года Никто еще в дороге и не родил Так почему один только с водилой? Да все бригады сейчас недокомплектованы Увы, это норма Я с вами поеду Одно сопровождающее лицо можно Третье схватки за последние десять минут И горит огнем все И спина, и живот болит Так у вас деньга не было Ну и дышите главное Глубокий вдох через нос И выдох Да ладно, а то я не знаю Не знаю, нас вроде так учили Легче? Мы чего стоим, а? Врубай мигалки и погнали Отлично поработали Карина Клиент отказался платить за приват Ему не понравилось Значит, за него платишь ты Минус восемьдесят евро И еще Ты знаешь правило Не ставить каблуки на диваны Еще минус сто Если повредила обивку Заплатишь за ремонт Какой диван, Йохан? Тебе запись показать? А, маловато денег, да? Работай лучше, ясно Как подруга И я знаю Козел ругательства За это тоже вычту А ты красотка Спасибо Ну что же, леди? Если ты не бросишь пить Я сама тебя заставлю родить, слышишь? О чем ты говоришь? Обещай мне Пожалуйста, ты обещай мне, что ты бросишь пить Я что-то зря мучаюсь? Ну о чем ты сейчас, а? Ты давай лучше тушься, давай! Слабак, слышишь ты, слабак! Хорошо Я обещаю Я обещаю, я прошу пить Дом отстрою Довольна? Тушься! Теперь Теперь иди Иди отсюда, иди Слушай, включи музыку, а? Говорят, помогает Черт КОНЕЦ Поехали! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Она мне улыбнулась. Да. Я тебя поздравляю. С тем, что придется ее отдать. Ты очень красивая, Вера. И ты сейчас это заметил? И самая лучшая женщина, что я встречал. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Это девочка наша. С ней все хорошо? Все хорошо. Ольга. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Осторожнее, тут слышите. Осторожнее, осторожнее. Поздравляю, папочка. Поздравляю, мамочка. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что, опять без обратного адреса? Чтоб деньги обратно не слал. Скажи, зачем ты это делаешь? Совесть очищаю. Чтоб не чувствовать себя последней тварью. И сто евро – это не такая уж и большая сумма. Правда? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Созонов! Каким ветром здесь? Пока ты по шаловам таскаешься, твоя жена родила. Как родила? Она ж не должна еще. Ты откуда? Она тебе из дерьма собственным здоровьем вытаскивает, а ты в это время бабу трахаешь. Ты что нормальный? Валерий! Какая баба? Мухай меньше, мерещится не будет. Телефон включи. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Вера! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Води-ль-мой! Паша, ты где был? На выезде. Ну ты же знаешь, авария сумасшедшая. Пришлось аварийку вызывать. Долго ждали. Там, короче, Булат. Паша, это у меня ночью Булат. Я родила где-то в скорой с чужими людьми. Ты понимаешь? Прости, телефон вырубила. Старьё глючит постоянно. Батареи нихрена не держит. Я тебе сто раз говорил. Эй, ну что ты? Всё же закончилось. Всё нормально? Да, с девочкой всё хорошо. Девять из десяти по Абгар. Претензий нет? Нет. Ну вот, не плачь. Тут танцевать надо. Паша, я с ночи реву не могу остановиться. У меня уже голова вот такая. Верно. Это просто работа. Контракт на девять месяцев и всё. Тогда почему мне так плохо, Паша? Я домой хочу к сыночку своего. Хочу обнять его. Послушай, обязательно поедем домой. Как только доктора отпустят. Ну и с деньгами уладим. Просто это послеродовой у тебя. Я сейчас скажу, чтобы тебе успокоительные дали. Верочка, мы пришли узнать, как ты. Расклеилось немного. Это из-за дочки? Ты не хочешь её отдавать? Да нет, ну что вы, мысли такой не было. Вера, скажи. Олег, я так и знала. Всё было слишком хорошо. Ну, подожди, Таша. Слушай, Вера, ну вы же понимаете, что это не ваш ребёнок. Вам придётся подписать отказ. Да знаем мы. Знаем. В противном случае, вам придётся вернуть аванс, все выплаты и ещё заплатить огромную неустойку. Какая неустойка? Она моя и только моя. Да я помню, помню. Я только инкубатор. Я помню. Какой инкубатор? Ну что ты такое говоришь? Я всю жизнь этим Богом молить буду. Собственно, дочку вынеси. Он на колени перед тобой встанет. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Танечка, Танечка, я не собираюсь тебе её забирать. Я знаю, что она твоя. Просто она как-то на душе пустая, понимаешь? Тоска моя. Я понимаю. Я понимаю. Танечка, я буду. Не пробей её, пожалуйста. Я буду. Это же самое дорогое, что у меня есть. Это ты сделала. Ты же никакими тенками не куришь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Как и просили, наличное. Мы хотим точку в вашу честь назвать Верочка и в крёстную пригласить. Что скажете? Кажется, в таком нельзя отказывать. Ну вот и отлично. Вера, а как зовут того парня, который вам помог? Нам бы хотелось его отблагодарить, а то даже простого спасибо не успели сказать. Сергей Драгунский. Ты запиши. Олег, если вы как раз спросили о нём, то скажите, вы же в министерстве работаете? Вы не могли бы им, пожалуйста, с работой помочь? Просто у него инвалидность 35 лет, и из органов пришлось идти, и дом сгорел. Ну, Олешка, если есть возможность, надо парня помочь. Я подумаю, что можно сделать. Тебе, Вера Фёдоровна, придётся мне хорошенько объяснить, каким боком тут Драгунский. Я была у него, когда схватки начались. Чего? Я тебе говорила, нужно помочь человеку. Что-то сделать, но тебе же всё равно. Я поехала и сама поговорила. Ах ты, мать спасительницы, я же запретил. Знаю. Прости, но я не могу по-другому. Да. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да. Привет. Привет. Тебя не узнать. Хорошо выглядишь. Я старался. От тебя. Ты плакала? Красивые цветы. Спасибо. Как тебя чувствуешь? Как малышка? Все хорошо. Правда. По тебе не скажешь. Я могу помочь? Так, 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 так. Кого мы видим? Сергей пришел меня проведать. Вижу. Я ему как раз рассказывала, что Пашу на срочную аварию вызвали. Что? А телефон поломался в самый ненужный момент. Старенький телефон. Ну да. Старый телефон горе в семье. Спасибо. Спасибо, что помог жене. Ну ты же кровно заинтересован, да? Паша. Тебя он проведать пришел. За бабусовой прибежал. Сейчас, да? Паша. Да что, пропил уже? На, вот. Возьми. Расписку напиши. А то с тебя останется. Стоп, хватит! Хватит! Как ты живешь с таким козлом? Сергей, пожалуйста, я вас очень прошу, уйдите. Как скажешь, Вера. Ну, ну наше дело предложить, ваше отказаться. Специально? Ты специально это сделал, чтобы он деньги не взял, да? О чем тебе лезет? Как ты с ним живешь? Счастливый! Придурок. Я лучше на эти бабки тачку куплю. А то как клух на общественном транспорте езжу. Задолбала! Несолидно, директор! Знаешь, что я эти деньги заработала, так что мне решать, что с ними сделать? Ты что, это серьезно? То есть это мне сейчас упрек прилетел, что я не смог сам с долгом рассчитаться, да? Да! А я тебя, родной, не заставлял. Кто кричал, что мой муж в тюрьму не сядет? В пять. Задолбала. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Праздник у людей, радость. И у нас никакого горя. Выходим, как сироты. Надо забыть и жить как раньше. Думаешь, получится? Все в наших силах. Паша, помнишь, мы о дочке мечтали. Я хочу родить свою родную. М? Конечно, конечно. Поехали, поехали. Сережа, привет. А? Привет. А куда ты пропал? И вообще, у тебя все в порядке? Я слышала, у тебя на днях скорая была и полиция. Я не хочу об этом. Ну, ладно, как скажешь. Мы так давно не виделись. А может, сходим куда-нибудь сегодня? Или зайду к тебе, вместе поужинаю? М? Это еще что такое? Так, не лезь. Звони в полицию. Что за пищевые дела, а? Отвали! Ты что, больше всех надо? Полиция! Пожалуйста, приезжайте немедленно. Валим! Господи, не прекратите приезжать! Да это не все, это уроды! Господи! 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 Что ты добился, урод? Твою ж мать, меня дети избили, а? Все, что мне светит, отбью протокол! Я домой очень хочу. Надоела мне эта Европа. Как только закончится контракт, сразу уеду. Ой, ты бы напоследок хоть свое взяла. Пап. Йохан клиента подогнал. Да, теперь понятно, почему он к тебе со своими штрафами не лезет. Парень просто запал на тебя. Приспи уже с ним, и у тебя все будет. Да, конечно, облезет. Ну, вот у тебя уже сколько мужика не было? Сережа последний. И для кого ты себя бережешь? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Тук-тук. Это я. Если ты забыл. Я только узнать, как ты. КОНЕЦ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сыночек. Сыночек мой. Сыночек. Сыночек родной мой. Хорошенький. Боже, мы как же рады тебя видеть. Это я тебе нарисовала. Я не хотел, чтобы ты больше уезжала. Сыночек, я больше никогда не уеду, слышишь? Не плачь, Верка. Ради мужа, ради семьи не на то пойдешь. А Пашка теперь тебя на руках носить будет до конца жизни. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Шампанское хорошо кустрицам. Ел когда-то? Да. О! Это известный афродезиак. Гормон удовольствия. С тобой, Дина, я чувствую, как много в жизни упустил. Открывай рот. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сладкая? Как ты. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА С работы? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я перезвоню позже. На объекте сейчас. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Новый телефон. Какая крутая модель. Я как раз себе присматриваю. Нравится? Ещё. Он твой? Серьёзно? Павел Андреевич, умеешь удивлять. Тебе хоть поспать удаётся? Не очень, честно говоря. Тань, надо отдыхать, тебе так надолго не хватит. Я бы её с рук не распускала ни днём, ни ночью. А она такая сладкая малышка. А запах? Ну, ты в курсе? Да, помню. Запах новорождённого ничем не перепутаешь. Слушай, а где ты читала, что он на маму действует как наркотик? Научный факт. С этим я спорить точно не буду. Может, мне поэтому спать и не хочется? Теперь, слушай, может быть, вы даже девочку родите? Ну, с Пашей об этом думаем? Мы сами разберёмся, кого и когда нам, рожать или не рожать, без подсказок посторонних людей. Татьяна, мы вам работу свою сделали, оставьте нас в покое. Да, конечно, извините. Я вас больше не потревожу. Всего хорошего, Вера. Паша. Это ты ей позвонила? Вообще-то это она мне позвонила. А что здесь такого? Я хотела поговорить, Верочку увидеть. Почему ты не понимаешь? Это ты не понимаешь. У них своя жизнь, у нас своя. Они нам не родственники. Паша, скажи честно, почему ты злишься? Что-то случилось и почему-то так поздно. Я работаю, подстраиваюсь под клиентов. Когда им удобно. Паша, я понимаю, что ты подстраиваешься, но ты обещал Деньку на площадку сводить, в парк. Он ждал тебя и уснул, не дождался. Потому что я хреновый отец. Пытаюсь дома копейку перенести. Или только ты у нас деньги зарабатываешь. Здравствуйте. Здравствуйте. КРИК 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 Снова пришла меня спасать. Я принесла оставшиеся деньги. Расписку можешь не писать. Надеюсь на твою порядочность. Очень благородно с твоей стороны. Нельзя людям верить на слово. Как тебе. Как мужу твоему. Не знаешь, не о нем сейчас речь. Это ты обещал мне бросить пить. Со своей жизнью разберись. Да пошел ты. Вечно стрелки переводишь. Отпусти! В смысле? Не выходишь у меня из головы. Засела в бедном мужском маску и не идешь оттуда никак. Вообще-то, Вера Федоровна, вы не мой формат. Мне такие женщины вообще никогда не нравились. Ради тебя я готов бросить пить. И не только. Брось пить ради себя. И такие, как ты, мне тоже никогда не нравились. Добрый день. Расписку напиши все-таки. Отличная идея. Мужу лично в руки передать, а? А знаешь, заказным пришлюши. Будет сделано. Отлично выглядишь. Пойдем. Пойдем. Простите, пожалуйста, а можно у вас ведро с краской взять и кисточку? Хотите помочь? Угу. Соседу вашему. Сережке? Угу. А, ну правильно. Правильно, ему надо помогать. Бедный он у нас. Да, бедный. Доброе утро, Сергей. Доброе. Забор не собираешься покрасить? Вообще-то не собирался. Ну, как хочешь. Доброе утро. Да, бедный он у нас. Да, бедный он у нас. Да, бедный он у нас. Алло, Мишань, закрывай дело с изоном. Полное примирение сторон. В общем, я поговорил в отделе кадров. Мы подыскали вам подходящую должность. Она небольшая, но с возможностью карьерного роста. Нужны ваши данные, образование, опыт работы, ну и так далее. Вот телефон, позвоните, там все объяснят. Послушайте, я не собираюсь тратить жизнь на перекладывание бумажек. Это не мое. Значит, по-вашему, мы там только бумажки перекладываем да взятки берем? Олег, вы мне предложили помощь, спасибо. Она мне не нужна. Хорошо. Хорошо. Всего доброго. До свидания. А в вашем ведомстве одни ангелы работают, никто взяток не берет. И все жилы рвут. За правду. И исключительно на деньги налогоплательщиков, да? Хотите знать, как мы с женой вошли в суррогатные? Нет. Ну а почему? Вы послушайте. Моя жена была беременна. После шести выкидышей и десяти лет волнений и слез мы наконец получили возможность родить ребенка. Нельзя было волноваться. Противопоказаны были любые нагрузки. Она просто лежала дома и переводила книгу. Но в дверь позвонили двое. В жековской форме. Плеснули в лицо какой-то гадостью и вынесли из квартиры все, что успели. Но это бог с ним. Главная Даша потеряла ребенка, которым бредила. Ее два раза с того света вытаскивали. Сначала кровотечение, потом попытка суицида. Но доблестной полиции плевать на людей и их проблемы. Никто пальцем о палец не ударил, чтобы найти этих уродов. Все время одни отговорки. То следователь болен, то еще чем-то занят. Так что не надо мне сейчас про бумажки. Постой. Когда это было и какой адрес? Год уже. Переулок Михайловский. Да какая тебе разница? Я Сергей Драгунский. И я должен был вести это дело. В ту ночь сожгли мой дом. И еще кое-что произошло. У меня есть хороший виски односолодовый. Я думаю, нам стоит выпить ее. Нам есть о чем поговорить. Привет, Таня. Привет. Таня, я пришла за Пашу извиниться. За его поведение. Просто хочешь, чтобы я быстрее переключилась и Верочку забыла? Да, я понимаю. А как тебя забудешь, правда? Сколько вы уже набрали? Ну, так. Набираем потихоньку. Здорово. Случило что? Нет, все нормально. Меня интересует дело о нападении на квартиры. Двое уродов в Жековских жилетах. Насколько я помню, было три эпизода. Роды поутихли в последнее время. Заявлений уже с полгода не было. Работали нагло, быстро, отпечатку не оставляли. Реальных зацепок не было. А может искать нужно было? Серый? Что? Ты в больницу попал, а у нас тебе объяснять. За сорок дел на каждого. А тут какие-то недоросли погуливают. Тебе зачем это? Скучно стало. Я присяду. Ага. Понимаешь, молчит теперь. На прогулке два часа я ее на руках носила. Ой, извини, пожалуйста, у меня не убрано. Ох, bueno. Ох. Ох, ну ах. Редактор субтитров А.Семкин ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Хорошо выглядишь. Нашел ради кого бросить пить? Я к Татьяне. Она на кухне. Пойдем. Молодец. Тихо, 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 вот так, опа. Тань. Здравствуйте. Здравствуйте, я Сергей Драгунский. Пришел поговорить о нападении. Я думала, Олег вам все рассказал. Мне нужно больше информации, поэтому я хочу услышать вас. Простите, а о каком нападении идет речь? Мне нужно переодеть с Верой. Пожалуйста, побудь с Верочкой. Хорошо? Минуточку. Ой, Басечка. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Вот так. Все-все-все. Я сейчас, секундочку. Подержи, пожалуйста. Я? Мне кажется, ты с ней знакома, правда? Значит, ты тоже Верочка, да? Ну, привет. Помнишь меня? Как ты, даешь тут жару, а? Ну... Слушай, положи ее, пожалуйста, и помоги мне. Ну, кушать хочешь, да? Ну, давай, тихо-тихо. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ну что, как там Верочка? Спит? Хорошо, давайте поговорим быстренько. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я, честно говоря, так особо ничего не успела понять, они меня в лицо признали и сразу слезы сопли. Взгляните. Они? я не очень разглядела на них были маски плавательные похоже они когда уходили один вернулся я лежала я лежала молилась чтобы он живот не ударил и у него ботинки были такие желтые знаете такие грубые ботинки их еще шестидюймовым называют Таня он тебя ударил от этого ты ребенка потеряла нет он цепочку с шеи сорвал что за цепочка подвеска изумрудная Олег из Колумбии привез на свадьбу я ее никогда не снимала а фото есть? да где-то было спасибо что-то еще хотите добавить? только Олег об этом не знает в общем где-то через пару месяцев после нападения мне позвонила девушка сказала что выкупила в ломбарде мой ноутбук там были файлы моего перевода я поехала на встречу переулок строителей 28 если это важно в сути девушка выглядела очень интеллигентная такая студентка отличница в очочках потом я увидела на ней мою подвеску меня избили сказали что я в полицию не совалась я Олегу ничего не сказала потому что ну мы так то ругались если денег я что-то ему пыталась доказать в общем не говорите им пожалуйста они как-то обращались друг другу имена клички девушка называлась Соней а телефон по которому она звонила был потом отключен я проверяла знаете я мне кажется она там действительно жила по этому адресу она там с каким-то старичком поздоровалась что-то еще? у парня на руке была татуировка а что это было? имя? аббревиатура? или сейчас модные иероглифы? скрипка а вы уверены? да вот здесь на руке у него была скрипка и я его за руку укусила отвали вы простите что я заставил вас в очередной раз пройти этот весь ад вот возьмите вот возьмите моя визитка здесь есть номер телефона почта пришлите пожалуйста даты и ориентировочное время нападения ну и звоните если еще что-то вспомните а как вы думаете откуда в них вот это вот все вот это злоба? я не знаю вы их найдете? постараюсь пожалуйста я очень хочу чтобы подонки были наказаны держитесь счастливо я не знаю что я не знаю я не знаю что я не знаю мне нужно быть одной сейчас ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Серёж, прости меня, пожалуйста. За что? Ну, за забор, за всё остальное. Я правда не знаю, что на меня нашло. Ну, а я за поцелуй извиняться не буду. Увидел тебя и захотелось повторить. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Чего ты добиваешься? А ты не понимаешь. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Сколько женщин у тебя было? Тебя интересует точное число. Я не записываю. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Я первый-единственный. И такими останется. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Уже здесь. Хватит меня контролировать. Паш, я не контролирую. Я просто ждала тебя. Вот ужин приготовила. По поводу. Что, праздник какой-то? А я опять забыл? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Салатик, курица. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Нельзя новые рецепты освоить. Сейчас столько интересных продуктов. Ну, вообще-то тебе всегда нравилось. Ты говорил, что как из ресторана. Да ладно, забудь. Денька где? Паш, я... Я отправила её к твоей маме, чтобы мы могли побыть вдвоём. Ну, просто мы в последнее время так мало видимся. Мы отдались друг от друга. Я хочу всё это исправить. Слушай, я спать устару. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, и зачем вы это сделали? Я думала, тут нищая семья, неблагополучный подросток. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Отвечай. Ради лайков. Чего? Снимаем видосы, выкладываем в сеть. Побеждает ты группа, у которой больше лайков и репостов. Чего непонятного? Иногда победившим дали свитшоты. Круто. Вы меня чуть не убили из-за свитшота? Ой, да ладно тебе. Ты мне тоже не слабо так понадобал. Мне до сих пор ноги болят. Чья это была идея? Кто остальные? В полицию уже спрашивали. А я понятия не имею. Они ж в масках были. Э, отвали! Так, значит, у меня убытки серьёзные. Оборудование, товар. Если ваш сынок подельников сдавать не хочет, вам придётся самому компенсировать его геройство. Ну, мне, в принципе, жаль, что под раздачу этих малолетних дебилов попал ваш магазин. Но Кирилл наказан, и пиздому не ногой месяц. Ну, в принципе, всё. Платить я не собираюсь. Ты влетела на огромную сумму. Я вкалываю с утра до ночи. Мне богатый дядя ничего не дарит. Знаете что, я подам в суд. А это зря. Наш адвокат не оставит вам шанса. Вы только на судебные издержки потратитесь. А ещё папа прилечёт вашего друга за избиение несовершеннолетнего. Побои мы сняли, доказательства есть. Сонька, ты лучше. Но это полное свинство. Ваш сынок с оголтелой кодлой избивали Сергея ногами. А ты что, самая умная? Да, учусь на юридическом. Там рассказывают, как от таких, как вы, отбиваться. Мне время посмотреть. Пора на выход. Ты была там. Где? Пора на выход. Семейство уродов. Ну, у тебя есть мысли, как его наказать? Может, там в полиции много умеете? Ты меня слышишь? Слышу. Знаешь, я вообще-то рассчитывала на твою помощь. Но ты мог как-то мужика включить, чтобы они видели, что за меня есть кому заступиться? Тут криком и мордобоем не порешать. Не тот случай. Мне надо подумать. Ты что, слиться решил? Нет, ты так и скажи. Алло, Мишань, помощь нужна. Нужно за одним человечком послинить. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Все согласовано и подписано. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Очень хорошо, Олег Борисович. Умеете? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я бы хотел получить взамен видео. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Зачем оно вам? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК У нас оно будет надежнее. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Чтобы и дальше меня шантажировать. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Шантажировать. Слова-то какие. Знаете, я бы сказал так. Это гарантия нашего долговременного и плодотворного сотрудничества. Я не хочу никакого сотрудничества. Да бросьте его. Тратьте деньги, живите на полную. У меня на вас очень большие планы. Я слышал, тут место начальника управления освобождается. Сколько нужно в завсекторах ходить? Пора делать свою карьеру. Не хотите занять его место? Это не от меня зависит. Вам поможем? Мы занесем, кому и сколько нужно. Хотите окончательно меня купить? Нет. Тихо-тихо-тихо. Куда ты денешься? Я тебя и так уже давно купил. Ты позже не мог прийти? а что случилось давно она плачет я рассказала колики начались и как это лечится никак это не лечится сказала смесь нужно сменить до трех месяцев сама пройдет она что до трех месяцев будет от плакать чем ты недоволен ты ребенка видишь час с утра два часа вечером это я все время я кормлю убираю давай возьмем меня чужого человека допустить к ребенку ну а мне что уволиться с работы будем вдвоем дома сидеть подгузники менять и такой выход видишь теперь кто звонит все время по работе у тебя женщина господи нет не начинай пожалуйста что мне думать ты при мне никогда на звонки не отвечаешь ты отдалился ты поздно приходишь мы с тобой не разговариваем и с тобой не спим вместе а верочка тебе нужно вообще я не вижу твою отцовскую любви ты не видишь супер отлично чтобы оплатить рождение верочки мне пришлось взять взятку пойти против своих принцев против совести если хочешь я нарушил закон чтобы ты могла прижать верочку груди а теперь я это расклёбываю они записали передачу взятки и теперь шантажируют меня требует новых подписей новых согласований я уже не знаю сколько законов я нарушил на какой срок я сяду это как любовь нападение на татьяну и на магазин их рук дело ты меня извини но в совпадении типа похоже одежды газовых баллончиков одинаковых татуировок и девушки по имени соня я не верю кстати она действительно на юридическом учиться приводом не было хорошие характеристики с места учебы спортом занимается айкидо мишань я тебе отвечаю она была в магазине и за руку держал там татуха была и татьяна говорила у этого на руке тоже была скрипка а теперь смотри сюда загружена группой оркестра то есть бандой они себя скрип очками помечают но ты же говорил что у ее брата не было татухи не было значит не заслужил ему еще 14 лет духовные лидеры думаешь они малолеток на слабой берут но кто-то же их организовывает вдохновляет и сони сто процентов с ними связано за ней нужно следить если татьяна подтвердит твои догадки а 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 ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Тише, моя хорошая, тише. Дадим маме поспать. Устала она у нас. Тише, тише. Слушай, а может быть ты? Нет, слава богу, иначе бы у меня ума не хватило поменять. Тише, тише. Ну давай, Верочка, давай поспи еще немного. Рано еще. Давай. Слушай, а может ты голодная? Тише. 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 Тише, Тише, Верочка, похоже, есть хочет. Тише, проснись. Тише. Даша. Даша. Даша, проснись. Даша! Даша! Нет! 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 Вера, у тебя все нормально? Как-то ты... Не очень. Да просто с Пашей она все разладилась. Знаешь, я думала, брожу, с долгом рассчитаемся. Как-то все будет как раньше, а не получается. Он все время на работе пропадает. А когда приходит домой, то злой, раздраженный. Ну, свой бизнес – это всегда риск. Пусть мужик реализовывается. Так пусть реализовывается. Я же дочку родить хочу. А я когда об этом тему начну заводить, он бесится. Знаешь, мне кажется, он вообще меня не хочет. Смотрит на меня, как на пустое место. Принеси, подай, постирай. Слушай, ну, если ты хочешь искорку вернуть в отношения, ну, прическу поменяй. Платье купи новое. А то выглядишь как… Как-то так. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, Олег. Вы простите меня, пожалуйста. Я просто шла мимо и вот решила заглянуть с Таней пообщаться. Я Верочку давно не видела. Просто Таня трубку не берет. Таша умерла. Что мне теперь делать, Вера? Как жить дальше? ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я отпуск взял. Няни сейчас подбираю. Когда вы позвонили, я думал, у нас в беседование пришли. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Наверное, она опоздала на 20 минут. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Честно говоря, я бы не уходила с прошлой работы. Знаете, такая замечательная семья. И ребенок меня так сильно любил. Но им пришлось переехать, поэтому... Вы уже четвертая няня, с которой я встречаюсь. И у всех переехали семьи. Так что думаете, я вру? Вот моя трудовая книжка и паспорт. Вот рекомендация. Я проверю ваши данные. Корите? Нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы сможете готовить для девочки? Да, конечно. Но, вы же знаете, некоторые родители любят кормить детей смесями. Но это как захотите. Простите, у вас столько украшений на руках. А если ребенок сорвет и в рот потянет? Не сорвет, все будет хорошо. А с таким маникюром вы уже с грудничком работали? Да, конечно. Олег, простите, можно еще один вопрос? Что для вас самое сложное на первом году жизни ребенка? Вы знаете, я думаю, это самое прекрасное время. Корми, гуляй, мой, укладывай спать. Все просто. Да, вот для меня, когда у ребенка зубки режутся. Нет, у нас пока не зубки, у нас колики. Верочка очень плохо засыпает. Так это нужно просто пережить? А я деньги пылесос включала, он очень быстро засыпал. Серьезно? Очень ценный лайфхак, надо будет попробовать. Да, только этим и спасались. Спасибо, что пришли. Результаты я сообщу в агентство. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Вы же понимаете, что с грудничками она не работала? И про сигареты соврала. Да, я очень не люблю, когда люди врут. Я тоже. Таша не хотела няню. Я знаю. Не хотела чужого человека рядом с ребенком. Вера, вы нам не чужая. Вы должны заботиться о Верочке. Лучше вас никто не сможет. Таша бы доверила ребенка только вам. Вы хотите, чтобы я стала няней? Как я сразу об этом не подумал? Простите, Олег, но я не смогу. Почему? Это же Верочка. Вы ее родили. Вы к ней привязаны. Я же помню, как вы плакали в роддоме. Да, но... Вера, Вера, помогите мне. Олег, я готова помогать. Я буду приезжать, но не постоянно. Я буду хорошо платить. Сколько вы сейчас получаете? Да дело не в этом. Просто у нас... Просто у нас с Пашей разлад. Но я не смогу бросить свою семью простить. До свидания. Павел, приветствую. Я бы хотел встретиться. Добрый день. Здесь работаете? Да. Заказ хороший упал. По всему садику проводку сделать. Вот, стараюсь. Мне Вера сказала, я сочувствую. Примите мои заболезни. У меня мало времени. О чем вы хотели поговорить? Я ищу няню. Я предложил эту работу Вере, она отказывается. Говорит, между вами не все хорошо. Она так сказала? Работа с проживанием. Но она будет жить в отдельной комнате. Плюс питание. На выходные будет возвращаться домой. Я понимаю, вам, как мужу, это не понравится, но я буду платить в два раза больше, чем сейчас Вера получает. Мне главное, чтобы с дочкой все было хорошо. Вы живите еж два месяца всего. Пожалуйста, поговорите с Верой. Мы же не посторонние друг друга люди. Ладно, договоримся. Открой. Что это? Устрица. На больше что, денег не хватило? Годится? Павел Андреевич, ну ты умеешь удивить. Да. Какие красивые. Черт. Заколебал уже этот контроль. Будто чувствует, что... Павел Андреевич, один министерский начальник. Хотел, чтобы Верка смотрела за его дочкой. Ну, типа нянька с проживанием. Кучу бабок предлагал. Так она отказалась. Как я уеду, семью брошу. А было бы неплохо, да? Ты хочешь, чтобы жена уехала? Удели ей внимание. Ну, покажи, что у вас все хорошо. Так ты у меня не только красивая, а еще и умная. А ты до сих пор этого не понял? Ешь, сынок, ешь. Деньга! Папа пришел. Держи. Опа! Что-то наш папа сегодня рано. Смотри, какая машинка. Правда, крутая? Да, очень классная. И мамке подарок имеется. Это прям неожиданно. Заказ крупный получил. Взял аванс, решил семью побаловать. Мамка у нас снова красавицей стала. Платье, прическа. Похудела. Сейчас. Да ладно, я всего на пару килограммов похудела. Не-не, ну как, я все вижу. Слушай, жена, как ты смотришь, чтобы мы сегодня поужинали в ресторане? Сегодня? Ну да, повод имеется. Драгунский подписал бумагу, что ко мне претензий не имеет. Дело закрыли, я чисто. Неужели все закончилось? Да, и это все благодаря тебе. А я пойду в ресторан? А ты к бабушке. Паша, ты откуда об этом ресторане узнал? Клиент упомянул. Ну, говорит, типа новое место. Недавно открыли. Вкусно кормят. Нравится, да? Давай за нас. За светлую полосу. Я, Вера, косяк за собой чувствую. Ты тогда старалась, ужин готовила. А я все испортил. Устал, уснул. Скотина. Готов все исправить. За тебя. Ну, все-таки ты какая-то грустная. Прости, Баш, пожалуйста, я просто о Тане вспомнила. Да. Давай не будем о грустном. Приятного аппетита. Спасибо. Прекрасно. Паша, ты что, сырое мясо? Ну, как это есть? Паш! А? Ну, как это есть? Очень вкусно. Это с гренкой ешь. А ты откуда знаешь? По телевизору видел. Пойду руки помою. Это кто? А что такое? Я свободная женщина? И могу ужины с кем хочу? А как? Твое семейное воссоединение? Или тебе для этого нужно слишком много выпить? Ах ты что? Ты что, пришла послезть меня? На жену твою пришла, посмотрите. Я же знала, что ты сюда придашь. А ты не боишься, что она нас увидит? Паш! Паш! Паша! Паша! Паш ты тут? Паш ты тут? Паша! Занята! Чего двигала, мать? Извините. Спасибо. Спасибо. Уже горячее принесли. А ты почему не ешь? А ты где был? Я вообще тебя искала. На улицу ходил. Курнуть хотел. А тут клиент звонит, да такой занудный. Пока объяснил, что да как. Добрый вечер. Вы меня помните? Прошу прощения. Не смогла пройти мимо, не поблагодарив. У вашего мужа золотые руки, берегите его. Спасибо. Паша, о чем речь? Да ничего такого, просто у дамы на кухне трубу прорвало, так я два хомута поставил. Ну что вы скромничаете, муж на день. После таких специалистов просто никого больше не хочется приглашать, правда? Спасибо. Не за что обращайтесь. Вот видишь, у тебя дела-то и правда хорошо идут. Прошу прощения, мы сидим рядышком, не хотите с нами выпить? Извините, у нас романтический ужин. Простите еще раз, хорошего вечера. Взаимно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Паша! Ты чего? Празднуем. И что? Ты сегодня сам на себя не похож, Паша! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Уже проснулась? Не спится, когда такое утро. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, глаза грустные. Думаешь о Верочке? Паша, не сердись, пожалуйста. Я... Я не могу о ней не думать. Просто вы, мужчина, никогда до конца не поймете, что для женщины значит ребенок, которого она родила. Татьяна хотела, чтобы ты была крестной мамой, помнишь? Как такое забудешь? Ко мне Олег приезжал, помощи просил. Вид у него, конечно, был потерянный и жалкий. Ему бы самому кто сопли вытер. Я просто не знаю, как он будет о ребенке заботиться. Просто не представляю. Мы должны принять его предложение. Мы не можем сейчас бросить девочку. Паша, а как же наша семья? Ну, лично для меня было бы лучше, если бы ты была дома, но... Но там ребенок без матери. Я готов потерпеть каких-то полгода. Ну, максимум год. Деньку с собой возьмешь. Я буду к вам приезжать. Ну, в конце концов, ты же не на Марс улетаешь. Я... Я не знаю другого выхода. Паша, ты... Ты самый лучший. Нормально. Я рад вас видеть, Вера. Привет. Привет. Ну, добро пожаловать в новый дом. Спать вы будете в спальне. Вы, Денис и Верочка там. В кабинет я уже переехал. Спасибо, Вера. Вы не пожалеете. Проходите. Проходите. Моя девочка. Моя сладкая. Ты моя хорошая. Мамочка, дай посмотреть. Это твоя сестричка. Все у нас будет хорошо. Да. Только зря катаемся. Татьяна ее опознала. Ее надо брать. И санем. Всех сдашь, все растажь. Мишаня, так просто не будет. Ты не видел ее папашку, и сама девка не промах. Поговори с Григорьевичем. Хорошо бы достать распечатку ее звонков. Может, это что даст. Прости, Серый. Завтра ты сам. За пара на работе. Шеф Давид другими делами заниматься. Понял. Без тачки, конечно, плохо. И Фейса, на мой, знает. Но ничего. Остань. Стоять! Полиция! Руки держать так, чтобы я видел! Оказывается, человеку очень нужно, чтобы у него просто спросили, как у него дела. А вы слушали, как прошел очередной его день. Спасибо за все, что вы для нас делаете. Почтальон приходила. Я пыталась ей все объяснить, но она не стала меня слушать, ей подпись нужна была. В чем дело? Таню в полицию вызывают. Здравствуйте, я Олег Савчук, по повестке. Рад видеть. Хорошо, что пришли. Мы задержали двух парней, которые предположительно напали на Татьяну. Осталось их опознать, и можно будет дело передавать в суд. Это пострадавшая по двум другим эпизодам. Все готово. А где ваша жена? Таша не сможет никого опознать. Олег, ну что за новости? Кроме двух ублюдков, мы задержали еще и девушку. Ее кроме Татьяны никто не опознает. Нет ни свидетелей, ни пострадавших. Ты что, не понимаешь, если она не явится, нам эту девушку придется отпустить? Олег, вам что угрожают? Татьяна умерла. Извини, я не знал. Начинайте. Стас, заводи. Вы приглашены для участия в следственном эксперименте предъявления лист для опознания в качестве опознающих. Так, давайте, проходите. Смелее, смелее. Потерпевшие ваши показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, даже в случае отказа от них. Это ясно? Гражданин Соколов, вы узнаете кого-либо? Нет. Гражданка, оставься вам. Вы кого-либо узнаете? Терпевшие никого не опознали. Чего? Ты старайся. Услеживай, бегай, ночами не спи. Почему? Это что, не они напали Наташу на другие квартиры? Они. Ну? Ты что, вчера родился? Забашляли им или угрожали? А ты говоришь, полиция ничего не делает. Работает. И что, вы отпустите этих родов? А у нас есть выбор. Я поговорю вот с этими людьми, с потерпевшими, я заставлю их передумать. Это уже все равно. По закону нельзя производить повторное опознание лиц с теми же опознающими. Сайка! Привет! Привет! Я так переживала. И что, вы ничего не можете сделать? Ничего не можем сделать? Это вас нагибает, а вы разные. Одним словом, терпевые. А кто они? Мажоры богатенькие. Один учится на юридическом, второй аспирант-психолог, креативные ребятки. Практикуют новые виды ограбления. А на группе молодежи, по всей видимости, отрабатывают техники влияния. Скучно жить. Последние полгода были в Японию на практике, поэтому и нападений не было. Таша умерла, а эти уроды радуются жизни. Сережа, ты! Там-то не виделись. Как дела твои? Спасибо, Клара Васильевна. Лучше всех. Хорошо выглядишь. Рада за тебя. Ты на службу вернулся, да? Не женился еще? Знаешь, Карилочка... Извините, я... Я спешу. Проходи, Денька, проходи. И снова Вера Сазонова? Ты что, тут поселилась? Угу. Угадал. Денька, пойди руки помай. Олег, простите, а почему вы пьете? Что-то случилось? От тех подонков отпустили. Вот он их поймал, а их отпустили. Как же так? Справедливости нет, Вера. Вы что, не знали об этом? Ты почему здесь? Почему имеешь ключи от квартиры? А, знакомьтесь, это моя няня, а? Это няня Верочки. Няня Верочки, это мой друг. Олег, вы не могли бы, пожалуйста, выпивать в кабинете? Сейчас детей кормить нужно. Да, конечно, простите. Пойдем. Ты живешь здесь одна с Олегом? Я одна с двумя детьми. Я бы своей женщине никогда не позволил жить в квартире с посторонним мужиком, хоть с двумя детьми, хоть с десятью. Или Олег Борисович тебе уже не посторонний? Я тут ради Верочки, понял? И я не твоя женщина. Это твой выбор. Помнишь? Как не позвоню, голос у тебя грустный. Плохо тебе там? Мамуль, все в порядке, не переживай. Да чур, ну, если не клеится жизнь заграничная, возвращайся. Кстати, я Сережу твоего видела у полиции. С рынка иду, а то то. А он что, на работу вернулся? Не знаю, не спрашивала, но похоже на то. И выглядел прекрасно. Деловой, как раньше. Полный сил мужчина. Ничего себе, шрамы, руки, как? Шрамы? Ну да, немного. На лице, на руках. Это то, что я видела, но они его совершенно не портят. Слушай, мама, он обо мне что-то спрашивал? Да спеши, он с мужчиной каким-то представительным ушел. Но кольца на пальце не было. Доча, мне надо было тебе бежать. Ладно, мамуль, я тебе попозже позвоню, потому что мне нужно бежать, окей? Спасибо. Спасибо. Возьмешь еще выпить? Я тебе хоть чуть интересен? Или только твой процент от выпивки? Конечно, интересен. Я пойду возьму. Субтитры сделал DimaTorzok Поздно я поеду. Нет-нет-нет, Сережа, оставайся, располагайся здесь, я тебе сейчас белье принесу. Поздно уже. Ладно, но только потому, что у меня здесь завтра дела. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо. 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 Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Простите, я услышал, вы не спите. Все хорошо? Да-да, все хорошо. Просто у Веречки температура немножко поднялась. Но это из-за прививки, ничего страшного. Олег, идите спать. Да как тут уснешь, когда от тоски выть хочется. А тут ты такая, живая, полная сил. Нежная и сильная. Руки убрал. Вера, я ведь многого не прошу, я просто хочу немножко тепла и ласки. Олег, пожалуйста, идите спать, в утром об этом пожалеете. Вера. Вера, открой, Вера. Вера, у тебя есть сердце, ты слышишь? Я заметил, ты еще тогда в больнице. Вера, открой, Вера. Ты добрая, душевная. Вера. Вера, открой. Ты попытался? Женщина тебе отказала. Ну, все, отвали. Идите спать. По-твоему, за что платит клиент? За поглазеть, за релакс. Ответ неверный. Гость платит не столько за выпивку и сиськи, сколько за отзывчивость. Ему хочется внимания, поделиться проблемами, тепла, если хочешь. А у тебя этого нет. Потому они и бегут от тебя. И ты норму по напиткам не делаешь. Еще и постоянно нарушаешь правила. Знаешь ведь, что разговоры по телефону разрешены до 10 вечера. А я видел, ты недавно говорила. С матерью 10 минут. Что, снова впаяешь штраф? Правила одинаковы для всех, Карина. Достало, что ты половину заработка штрафами отнимаешь. Контракт мой закончился, и продлевать я его не буду. Найду что-то более интересное. Я уезжаю домой. Черта с два. Не раньше, чем все штрафы заплатишь. А у тебя их прилично накопилось. Дашка сказала, что ты хочешь меня, да? И поэтому все время придираешься? И я не люблю носить нижнее белье. Оно меня словно сковывает. И... Слюни подбери. Ты еще вернешься. А я буду ждать. Привет. Я сваливаю. Задолбалась все, больше не могу. Да и какой смысл? А что так вдруг? Че вдруг? Копилась на протяжении года. Вообще не понимаю, что же я сюда вообще приехала. В общем, я решила вернуться к Сереже. Ну, мама его недавно встретила, сказала, что он вроде норм выглядит. Ты сейчас это серьезно? Ну, я... Надеюсь, он меня простит, поймет. Он ведь меня любит. Так, кстати, где кольцо? Не будь дура, он не простит. Посмотрим. Гордом. Ёхан сволочь. Наверное, не выплатит мне зарплату за последний месяц. Ну, и черт с ним. Пусть заберет себе. Зато свобода. Так, а твоим что-то передать? Нет. Так, вроде все взяла, да? Телефон, кошелек, паспорт. нету. Слушай, Дашка, ты паспорт мой не видела? Постоянно был тут. Он у Ёхана. В смысле, он у Ёхана? В смысле, он боялся, что ты слиняешь и не расплатишься и попросил принести твой паспорт. Ты че, два? Ну, дура, он мой босс! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, Мишань, привет. Есть просьба. Достань запись с камеры видеонаблюдения банкомата по улице Строителей, 28. Время и дату я тебе сейчас пришлю. И напряги их, чтобы вы быстрее сделали. Если нужно, я могу сам поехать. Было хорошо. Ты? Где мой паспорт? Да, твой паспорт. Какого хрена ты вытворяешь? Пока не заплатишь, не уедешь. Не будь скотиной, я переспала с тобой не за красивые глаза. Я в курсе. Но если ты пойдешь в полицию, я дам показания, что ты проститутка, наркоманка и воровка. Тебе такой депорт влепят, что в еврозону еще 10 лет не въедешь. Или загремишь в тюрьму. Сволочь. Подонок. Я тебе этого не прощу. Еще не знаю как, но ты свое получишь. Да ну. За это ты тоже заплатишь. Пошла нахрен. Да, по-богатому министерски живут. Привет, чувачок. Привет. Привет, мой хороший. Держишь шоколадку? Вот мамке чай для похудения. Как вы тут? Ну, а как мы тут? Мы очень скучали, да, Денька? Особенно мама. Дядя Олег мне планшет свой дает. А ты что? А еще я с Верочкой играю. Комната. Солнышко, а давай ты пойдешь в свою комнату и поиграешь на планшете, хорошо? А нам с папой поговорить нужно. Держи. Иди. Паша, хорошо, что ты пришел. Я тебе звонить хотела. В общем, Олег приставал вчера ко мне. Да ладно? Да, я не знаю, что на него нашло. Я за ним такого до вчерашнего не замечала. В общем, я уволиться хочу. А как же малышка? Я, знаешь, ремонт затеял. Балкон давно застеклить, пора сантехнику поменять. Деньги нам не помешают, Вероня. Паша, а нам как тут жить? Ну, он что, ни с того, ни с сего. На маньяка вроде не похож. Может, ты вела себя как-то не так? Паша. Ну что, Вер, мужик ведет себя так, как позволяет ему баба. Не давай поводу, ничего не будет. Да, он тебе заплатил? Ну, вы же тут на полном обеспечении. А я сантехнику повыше возьму. Думаю, испанскую. Тебе денег дать? Ну да, моих на все не хватит. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Все, пока. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ты на работе спать собрался? А что случилось? Я внизу. Спускайся, Мы здесь съездим кое-куда. Хорошо. А куда? В лучший кальян-бар этого города. Ты кальяны любишь? Нет. И я нет. Жду. Они здесь. Ты их выследил? Выследил? Никто и не прятался. Это раз. Это два. Это три. Эй, ну ты жить надоел? Что ты хочешь? Я тут чуть не руку сломал! Я тут чуть не руку сломал! Я тут чуть не руку сломал! Норма, вставай. Нос не сломан. Значит так, вечер ты провел с дочкой. Я думаю, Вера подтвердит. И еще. Опять сунешься к Вере, будешь иметь дело со мной. Пояснил? Пояснил. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В чем дело? А это у вас откуда? Это же из ломбарда? Что это? Ах! Стояние в полицию подземелья. Мы знаем, что вперед. Соня, что это? Статья. Сто восемьдесят шестая УК. Грабеж. Часть вторая. От четырех до шести лет. Ну что, совершеннолетняя. Получишь по полной. Отсидишь от звонка до звонка. Может быть, тогда поймешь что-то? Или я чего-то не знаю. Может, ты убила кого-то? Нет! Просто я его люблю очень. Чего ты хочешь? Что и раньше. Компенсацию за шабаш в магазине. Полная сумма до конца недели. А еще мне нужна подвеска. Не понимаю. Подвеска с изумрудом. Татьяна видела ее у тебя. Мне нужна эта вещь. Ты знала, что твой друг снял ее с шеи беременной женщины? Не противно было принимать подарок? А каково это носить воробное, а? Эта женщина умерла. Но я думаю, ты уже в курсе. И в этом есть твоя вина, как и твоего подонка парня. Сколько тебе? Двадцать? Подумай, что ты уже принесла в этот мир. Цаска где? Цаска где? Я ее выкинула. Я что, дура хранить после такого? Я ее прошу прощения за вчерашнее. Я выпил, вел себя непозволительно. Больше такого не повторится, я обещаю. В последнее время мне очень плохо. Вот крышу и снесло. Что у вас с лицом? Мы избили этих подонков. Я понимаю, что это жестоко и совсем незаконно. Но это они запустили наше старшее несчастье, разрушили наш мир. И по-другому их было не достать. Вы знаете, самое главное, я не испытываю ни капли чувства вины. Наоборот, как будто облегчение от груза вины. Это та, что была сильной. Я нет. Но я смог, Вера, понимаете? Смог. Благодаря Сергею. Это он их выследил. Поддержал меня. Думаю, когда малышка вырастет, она захочет что-то иметь в память о матери. Это единственное, что я смог сделать для Татьяны. Дура эта твоя, Карина. А ей за что прилетело, а? За то, что бросила такой ценный экземпляр, как я? Мне хочется верить, что я достоин на кого-то получше. Мам! Солнышко, вернись, пожалуйста, в кровать. Я сейчас приду. Сережа, ты замечательный. Правда, я верю, что ты найдешь кого-нибудь. Только не меня. Пожалуйста, давай закроем эту тему навсегда. Мне тут достали пригласительный на одну вечеринку. Вечеринка такая, что каждая девчонка хочет на нее попасть. Будут миллионеры всякие, там, знаменитости. Вечер проводят в поместье Адам, хозяин нашего клуба. Ты, кстати, знала, что это он? Это все? Знаю, в этом месяце меньше, чем мы рассчитывали. Но проблема в том, что люди экономят. Меньше ходят по клубам, меньше веселятся, меньше пьют. Кризис никто не отменял. Да. Знаешь, Йохан, я это уже слышал. Скажи мне, что ты, как управляющий, собираешься предпринять? Или лучше продать клуб? Нет. Нет? У тебя неделя, чтобы предоставить мне план. Ясно? Хорошо. Дамы и господа, друзья. Господин мэр. Я рад всех приветствовать. Спасибо, что приехали, потратили свое время и готовы потратить свои деньги. Ты как сюда попала? Через дверь. Вот как. Тебе здесь не место. Пойдем. Я не уйду, пока не получу свой паспорт. И отпусти мой локоть. Или я закричу на весь зал. Привет, Адам. Привет, Адам. Я Карина. Я здесь с Йоханом. Йохан. А, Йохан. И он хочет купить первый лок для меня. Это впечатляет. Спасибо, Йохан. Леди и джентльмены, у нас есть первая ставка за первую бутылку вина. Стартовая цена — одна тысяча евро. Кто даст больше? Вы девушка Йохана? Нет, я здесь из-за вас. Вот как. Уделите мне несколько минут. Прошу. Что, прямо сейчас? Да. Конечно. Пройдемте. Спасибо. У вас очень красивый дом. Спасибо. А ты слишком хороша для Йохана. Я тоже так думаю. Кто ты такая? Я работаю на вас. Вот как? В каком офисе? В клубе танцовщицы. Потрясающе. Да, разочарованы. Но мне плевать. Адам, мне нужен мой паспорт. Йохан его забрал, накрутил штрафов. Мне их и за полгода не заплатить, и... Главное, они все несправедливые. Прикажите ему. Вы же хозяин. Стоп. Все. Я не знаю, о чем речь. И знать не хочу. Разбирайся с Йоханом. Адам, пожалуйста. Я с проститутками не сплю. Я не проститутка. А как это называется? Просто у меня проблема. Слушай. Я и так потратил на тебя много времени. А меня ждут мои гости. Так что хватит. А если я расскажу твоим гостям, что у Адама, известного мецената и бизнесмена, есть клуб в районе красных фонарей, где толкают наркоту и работают проститутки? Черт. Йохан, немедленно зайди ко мне. Здесь кое-кого надо проводить. Хорошо? Да, прямо сейчас. Адам. Адам. Ты слышишь меня? Черт. Да пошел ты. Знаешь, куда оно. Вызывай скорую. Быстро. Сейчас. Извините. Не подбросите? Вам куда? Да хоть куда-нибудь. Ну что, определились? Да, я эти возьму. Окна нужны? Ну или могу беседку заползанную предложить. А что так? Так, раз продаю остатки. Цех, кстати, тоже продаю. Устал терпеть угудки. Хочется хоть половину лужиного вернуть. Не хочешь купить? Дешево отдам. Привет. Привет. Ух ты. Привет. Хорошее начало дня по поводу. Как ты заставил того типа перевести мне деньги? Он сказал, что это ты. Он все компенсировал? Угу. Ты счастлива? Да. Это все, что тебе нужно было знать. Я это благодарю, Сереженька. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Она до сих пор в твоем телефоне? И часто она звонит? Первый раз с тех пор, как уехала. Она до сих пор что-то значит у тебя? Здорово, мужики. Я двери купил. На этаже стоят. Объем сегодня второй этаж, а? Куда денемся? Все сделаем. Мужик, у которого я двери покупал, столярный цех продает. Вцепился в меня, мол, дешево отдаю. Узнаю, что он по деньгам хочет. Если не хватит, я доложу. Будем с твоими партнерами. Я давно хотела куда-то вложиться, бизнес расширить. Ну, надо только все там посмотреть, перекинуть. Ты серьезно? А вы? Ну, я уж поела. Ты не ела. Солнышко, я просто не хочу. Ешь. А давайте я завтра ужин приготовлю. Я Таше часто готовила, мне нравилось. Вы отдохнете. Денис, ты что любишь? Пельмени. Так, хорошо. А вы, Вера? Олег, не надо. Таше. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Простите. Подождите, Вера, не убегайте, я вас не укушу. Нужна ваша помощь. Я хочу отдать вещи Таше в Красный Крест или нуждающимся. Поможете все собрать? Олег, это же не из-за меня? Нет. Я вам обещал, что больше ничего такого себе не позволю. Но все равно между нами чувствуется напряжение. Чувствуется. Я вам не приятен? Олег, я очень хочу уехать домой. И я могу забрать Верочку с собой. В смысле? Я все так же буду ее няней. Жить она будет у меня. Вы все равно поздно приходите с работы. В общем, вы сможете приезжать, когда захотите. Пожалуйста, подумайте об этом. Другого выхода, похоже, нет. Разве что вы захотите взять другую няню? Сделаем так, как хорошо для вас и Верочки. Я согласен. И, разумеется, я буду оплачивать все расходы. Спасибо. Спасибо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Все, мы теперь с тобой повязаны, Сереженька. Повязаны, но не повенчаны. Это все будет лишь бизнес, Виль. Ну, тут все от тебя зависит. Я старше и умнее, чем твои прежние подружки. Я не буду мотать тебе нервы, требовать луну с неба. Я точно знаю, чего я хочу. Тебя. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А я буду о тебе заботиться. И любить. Верно и преданно. Просто позволь мне. Сереж, я тебя жду. Прости, если не вовремя. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Это кто? Мать Карины. Кариночка, звонила тебе. Клара Васильевна, я удалил ее номер. Между нами давно уже все кончено. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Беда у нас, Сереженька. А обратиться больше некому. Возьми. Ты же любил мою дочь. Ради того, что между вами было, помоги и прошу. Ну, во что она влипла? Торзина скажет. Твоего звонка ждет. Ты помнишь ее номер? До сих пор? Ты что, собираешься помчаться ее спасать? Фотографию видела? Я не брошу ее в беде. А вот она тебя бросила, Сереженька. Ну, слушай, не говори глупостей. Не смей звонить. Бери в аду, Сереженька. Спасибо, я там уже был. Алло, Карина, привет. Это я. Папа, мы вернулись. Суприз. Да не то слово. Что случилось? Да ничего не случилось. Просто мы с Олегом договорились, что я буду за Верочкой дома присмотреть, а он будет оплачивать. Правда, я думала, мы в ремонт вернемся, а тут ни балкона застеклены, ни сантехники. А я в Верун деньги на другое пустил. А хоть ты была и против, я все-таки машину купил. Ну, удобно по бизнесу. Раз-два, и ты у клиента. Потом инструменты в руках не таскать. У нас есть машина? Да, есть. Не новая, но вполне бегает. Я хочу покататься. Нет, ну не сейчас же, чувачок. Сейчас, сейчас. Поехали, мама, ну пожалуйста. Ладно. Смотри, видишь. Вон, красная. Это наша. Я хочу покататься. Ну, спать уже пора. Мам, ну поехали, пожалуйста. Ну, я думаю, один круг вокруг дома можно. Не потакай ему во всем. Ну, а что, еще не поздно. Слушай, ну это и займет минут десять. А сколько радости у ребенка? Ты что, тоже хочешь ехать? Ну, конечно. А в чем проблема? Только Верочку соберу. Ладно. Продолжение следует... Ну что, нравится коняшка, да? Садись, смотри, какая красота. Смотри, какая у вас машина. Да, Верочка? Эх, моя хорошая. Привет! Ты здесь один? Давно не виделись. Давай выпьем. А я теперь здесь пиарщицей работаю. Полгода назад ушла из министерства. Ты хоть заметил? Я слышала о твоей жене. Прими мои соболезнования. Если тебе нужна какая-то помощь или поговорить… Я не хочу ни с кем говорить. Мне типа уйти? Именно. Тебе по буквам сказать? Именно. Зря ты так. Я не люблю. Верочка-пай. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Выглядишь разобранным и очень паршиво. Надо жить дальше, Олег. Мне не нужны идиотские советы. А я думала о тебе. А тебе нет. Не стремись к тому, чего не вернуть. Ее нет в живых. Смирись с этим. Иди к черту. Живым живой, Олег. Отстань от меня. Бедненький мой мальчик. Я же могу тебе помочь, ты же знаешь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Возвращайся в клуб. Почему? Потому что по неправильному? Кто так сказал? Не усложняй себе жизнь. Все проблемы в твоей голове. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне нужно поговорить с Кариной. Вы меня понимаете? Сереж. Я здесь, заходи. А, Карина. Да, спасибо. Сереж, Женька, дорогой, ты все-таки приехал. Это что? После того, как поговорила с тобой, пришлось утопить, чтобы не нашли. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Потрясающе. Вот. Снимаю бабки. Завтраками. Ну, она документов не требует. Наличкой ей плачу. Платила. Ну, и, в общем, она мне разрешила заплатить позже, когда приедет мой жених. А жених это я? Ну, да. Как у тебя дела? Ты так хорошо выглядишь. Чего не скажешь о тебе? Сереж, мне так страшно. Я не могу ни есть, ни спать. Они по-любому меня грохнут. Никто никого не грохнет. Ну, да. Или посадят лет на двадцать в тюрягу. Я хочу себе. Послушай меня внимательно. Мы все разрулим. Сереж, ты такой хороший. Я доклад женунула по жизни. Прости меня, пожалуйста. Ты ко мне приехал. Ты серьезно? Так, будем считать, что приветственная часть закончена. Садись. А теперь давай по сути. Подробно рассказывай, что произошло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я обалдела, как тебя увидела. Что ты здесь забыл? Если ты ищешь Карину, я не знаю, где она. Она-то такого шороха навела. Ее все ищут. И Йохан, и Адам. Значит, он жив. Ну, да. Меня к нему таскали. Чести удостоили. Расспрашивали, где подруга. Ну, а прибьют. А ты откуда знаешь о нем? Видел Карину? Она цела? Кому он собирается звонить? В полицию или хозяину? Кому ты звонишь? Адам. Почему? Он собирается звонить Адаму. Сейчас его люди будут здесь. Значит, в полицию на Карину не заявляли. Ну, я так и думал, хозяину огласка не нужна. Так ведь? Ты угрожаешь ему? Нет, я пытаюсь договориться о взаимной выгоде. Я погашаю долг Карины, ты отдаешь паспорт, и мы уезжаем. Потом ты звонишь боссу. Котлы возвращаешь, они, между прочим, 50 тысяч стоят. Послушай, ты можешь позвонить боссу прямо сейчас, но никаких денег ты не получишь. Подумай, что тебе выгоднее. Это ее деньги. Долг? Пять тысяч. Переведи, деньги у него будут. He will pay. Где ты возьмешь столько бабок? Ну и напоследок, коллеги, о приятном. Хочу представить вам нового начальника департамента экологической экспертизы. Вы его давно знаете и уважаете как человека и специалиста. Олег Борисович Савчук. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что? Уже обживаешься? Да, многим ты сегодня дорогу перешел со своим назначением. Ну и я не обижаюсь. Главное, что все знают, что Савчук это молодой и честный профессионал. Ну что, прими мои поздравления, Олег Борисович. Так, понятно. Целоваться, значит, не будем. Ну, меня попросили тебе подарочки передать. Вот, шампусик брендовый. И карта безнаменная. Слушай, ну между нами, сколько на ней? Сколько тебе платят? Ой! Передай своему хозяину, чтобы шестерок ко мне больше не присылал. Надо, пусть сам приходит. Ногу убери больно. Я понял. Что, совесть мучает, что берешь? Так пойди ментовку сдайся. Пошел. Ну, считай, десятка тебе уже светит. Ты вовремя. Мне очень надо выпить. Составишь компанию? Составлю, только через пару дней. Я в загранке, и тут проблемы. Что, ты серьезная? Мне приехать я могу? Нет, я сам разберусь. Бабки нужны в долг. Сколько сможешь. Я почти пустой. Я только в цех вложился. В цех? В смысле, ты бизнес купил? Бизнесом это сложно назвать. Дохода пока никакого. И неохота продавать, так и не попробовав. Процесс купли-продажи займет много времени, а его нет. Я рад, что у тебя появилось дело. И, конечно, ты должен попробовать. Ничего продавать не надо. У меня есть деньги, я тебе дам. Мне не надо. Такое бывает? Я переведу тебе всю сумму. Просто скажи, куда и сколько. Ты вернулся, все в порядке? Ты мне еды принес? А ты разве не голодная? Не надо на меня так смотреть. Это просто еда. Конечно. Нехило сходил. Ты высылала каждый месяц мне по 100 евро. Здесь сумма за год. Мне кажется, тут гораздо больше. Хороший человек помог. Друг. А может, хорошая подруга? Моя мама видела, как ты целовался с какой-то женщиной. Она красивее меня. Ты с ней спишь? Ты серьезно? Ты хочешь сейчас об этом поговорить? Сереж, я очень хочу тебя вернуть. Супер. А теперь слушай меня внимательно. Я еду в клуб решать вопрос с твоим паспортом. Ты едешь на вокзал и идешь сразу к поезду. Отправление в 23.15. Билеты я не покупал. Договорился с начальником поезда. Он их выпишет прямо в пути. А что, так можно? Так многие делают. Получается дешевле. А нам самое главное не светиться. Сережа, каждую ночь тебя вспоминала. Это разве по ночам не работало? Упрекаешь меня? Имеешь право. Только у меня после тебя никого не было. Ну что? Сюрприз. Я просто забыла. Последний раз видела тебя в больнице перевязанным и... А я только что чуть не забыл, как ты меня бросила гнить в больницу. Сережа, прости меня, пожалуйста. Ну прекрати. Сереж, я правда была... Пожалуйста, хватит. Телефон. Там только мой номер. Больше никому не звони. Тональный крем. Зарисуй синяки. Ну и... переоденешься. Задача для тебя сложная. Не привлекать ненужного внимания. Так что постарайся. Просто клуб дня. Сереж, я, конечно, тебе очень благодарна, но у меня куча одежды в квартире. Шмотки можешь забыть. Квартиру сто процентов по сути. У меня там два чемодана брендовых вещей. Это целое состояние... Даша перешлет. Даша не перешлет. Она... Она украла мой паспорт. Ты хочешь, чтобы я ей шмотки свои доверила? Сереж. И к тому же я думаю, что если Адам жив и здоров, то уже никто за квартирой не следит. Ты хочешь выбраться из этой передряги? Конечно. Тогда я считаю, что вопрос со шмотками закрыт. Это на такси и с бабкой рассчитаешься. Сереж, тебе больше волнуют шмотки или то, что ты и меня хочешь? Боже, я просто схожу с ума от твоего запаха. Когда я к тебе прикасаюсь, у меня просто кончики пальцев немеют. Я так хочу тебя почувствовать. Слышишь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Как вы сегодня? У нас все хорошо. Верочка сегодня первый раз игрушку ручкой схватила. И так смешно у нее трясла. И, кстати, я видео записала, так что обязательно вам отправлю. А еще она вот недавно раскапризничалась. Я проверила, у нее десны припухли. Скорее всего, зубки режутся. Рановато, но ничего страшного. Хорошие новости. А у меня тоже хорошие новости. Меня повысили. Кабинет новый дали. Большой, крутой, с хорошим видом. Олег, я вас поздравляю. Татьяна была не гордилась. Таня не верила в меня. Считала слабаком, который никогда ничего не добьется. Так и останется мелким клерком. Олег, вы большой молодец, и я искренне за вас рада. Правда. Спасибо, Вера. Вера, у меня есть хорошее шампанское. А выпить не с кем, представляете? Составите компанию. Олег, не нужно. Ну, тогда просто взгляните на мой кабинет. Вера, хватит трындеть. Ужин давай. Простите, пожалуйста, мне нужно идти. Да, конечно. До свидания. Что-нибудь и звонит каждый вечер. Вообще-то он звонит не мне, а интересуется жизнью своей дочери. Я вкалываю целый день. И, вернувшись домой, не хочу слышать эти дурацкие звонки и детский плач. Что ты совелся, сын? Чего ты? Ранее таких денег. Вообще потерпеть можно? Ты что? Ты что? Я вообще не понимаю. Это же ты сам предложил, чтобы я устроилась на эту работу. Паш, что происходит? Мы все время ссоримся. Мы же были счастливы. Я, ты и Денька. А теперь что? Что произошло? Хлеб давай. Ты бабу завел, а? Ты что, тебе приснилось? Сморчок свой держи в штанах. Ты что, хочешь все потерять? Мы все время ссоримся. Поехали! Куда? Давай, давай, жми! Давай! У-у-у! Во время езды на байке организм обработан в такое количество дофамина, как при хорошем сексе. Бать, как тебе? Ты так жестко, ну? У меня что, для размунки соревновать успеть? Я хочу тебя, ты меня, все предельно ясно. Нет, уходи, мне разговоры не нужны, не сегодня. Ну, это изменилось. Над таким ты мне нравишься еще больше. Щедрый и благородный. Похоже, Карина ему очень нужна. Они собирались пожениться. Карина до сих пор носит его кольцо. Если бы кто-то меня так спасал. Знаешь, я трахал ее прямо здесь, с твоим кольцом на пальце. Ну, ты и гад. Не порти им жизнь, пусть уезжают. Переводи, давай. Он говорит, что спал с Кариной здесь. У нее на руке было твое кольцо. Он сказал, что Карина еще спала с Адамом. Увела его на глазах у всех гостей с аукциона. А потом пыталась его обокрасть. Но у нее не вышло. Теперь у Адама травма. Ему зашивали голову, поэтому он очень зол. Ну вот, Адаму звонит сейчас, урод. Что ты стоишь? Вали давай. Теперь переводи. Я служу в полиции. Если через час я не выйду на связь, меня будут искать здесь, у тебя. Почему ты мне сразу не сказала? Ты не спрашивала. Здесь он полномочий не имеет. Но проблемы создать может. Я его знаю. Так что лучше отпусти. Слушай, ты бабки получил? Котлы за 50 штук оставь себе. Никто же не узнает, когда мы уедем. Ключ от сейфа. Я пошел. Паспорт у меня. Отлично. Ну что, как все прошло? Нормально. Ты уже в вагоне? Почти. Скоро буду на месте. Карина, осталось мало времени. Ты где? Только не говори мне, что ты поехала за шмотками. Слушай, не психуй, пожалуйста. Я действительно должна их забрать. Здесь никого нет. Я скоро буду на месте. Я тебе обещаю. Когда-нибудь мозги свои будешь включать? Все, ладно, давай. Послушайте, мне нужно сюда. Да, хорошо. Спасибо. Спасибо. Извините. Мы скоро приедем. Понимаете? Пара минут. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Доброе утро. Чем порадуешь? Как ты и хотел, я набросал ряд мер, которые, по моему мнению, улучшат работу клуба. Хотя твоего отца и так все устраивало. Ознакомься вот. А, вот и ты. Ну, привет. Смелая девочка. Не трожь ее. Ты едва не проломила мне череп. А если бы ты меня убила? То сделала бы этот мир чище. Ты еще с юмором? Я просто хотела домой. Не показывай слабость ему по барабану. Лучше скажи, что я из полиции. Где ключ от сейфа и мои часы? У Йохана. Жених их вернул, когда выкупал мой паспорт. Переведи. А тебе что? Твой человек ничего не рассказал? Интересно, почему? Он не говорил тебе об этом? Почему, Йохан? Интересно. Что за бред? Вели обыскать кабинет в клубе. И его квартиру. Уверен, твои люди там все найдут. Я думаю, что они найдут, что ты хочешь. Ты же им не веришь? Адам, я пять лет проработал на твоего отца и два года на тебе. Я хоть вонючий цент взял? Нафиг тебе центры. Ты же тысячами тянешь. Он приглашает на работу красивых девочек. Обещает золотые горы. И дурочки стараются. Танцуют, развлекают. Бухло продают. А он всех штрафами обкладывает. Он мне обещал две штуки в месяц. И где мои деньги? Знаешь, сколько девочек у тебя в клубе? Нет. Двадцать девочек. И когда денег ему мало, он предлагает с клиентами спать. Да он, блин, настоящий сутенер. Я лично на проституцию не подписывалась. Знаешь, ты потасхуха ненормальная. Заткнись уже, надоело всем. А еще он наркоту в твоем клубе толкает. Да. Бармены с выпивкой мутят. Откаты, левак, наркота, проституция. Это все твой клуб. Не веришь мне? У девочек спроси. А еще лучше, телефон его проверь. Он туда все записывает. Она бред несет. Сама под наркотой, вот и мозг поплыл. Йохан. Да? Дай телефон. Ты издеваешься? Йохан, телефон давай. Разблокируй его. Ну же. Тварь убогая, ты понимаешь, что сделала? Да я тебя урою, шлюха. Оставь его, пусть. Я тебе говорила, ты свое получишь. Послушай, у тебя нарисовались дела поинтереснее, нежели нас прессовать. Мы пойдем, а? Что? Твой жених? И ты же любишь такого героя. Ага, и верность хранит. Рот свой закрыл. Если у тебя найдут мои часы и ключ от сейфа, мне понадобится новый управляющий. Заберите его отсюда, быстро. А ты развяжи их, давай. Так вот. Слушай. Где-то я и сам виноват. Клуб мне от отца достался, ясно? Вместе с ним, с Йоханом. Я хотел его продать, но цены хорошей никто не дал. А теперь пора преобразить эту дыру. И ты мне поможешь. Ты знаешь клуб, как что работает, подводные камни, персонал. Я дам тебе все. Чего ты хочешь? Денег. Они у тебя будут. Вау, ты предлагаешь мне работу менеджера? Ну, не со старта. В перспективе, если потянешь. Для начала будешь мне помогать. Чего он тебя грузит? Он отпускает нас или нет? Работу предлагает. Так что скажи дяде спасибо и валим отсюда. Эй, подожди. Пойми, ты вернешься к жениху в свою убогую скучную жизнь. Но помни, у тебя был шанс. Возможно, единственный в твоей жизни. Возвращайся к убокой жизни. Проваливай. Сережа. Что? Подожди. Я решила остаться. Ты в своем уме? Ты хоть понимаешь, насколько этот человек опасен? Да, я знаю. Но я остаюсь, Сереж. Ты сейчас не знаешь, что говоришь. Я обещал твоей матери, что верну тебя домой. Я верну. Послушай, я... Я понимаю, что ты хочешь меня защитить. Что ты хочешь меня уберечь. И я с удовольствием бы поехала с тобой домой, да и вообще на край света. Но... Я просто... Сереж, я не люблю тебя и... Все, что произошло между нами вчера, это просто слова. Слова полная хрень. Как же это? Прости меня, я... Я соврала, я не была беременной. Я просто хотела выйти за тебя замуж. Хотела надеть это кольцо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сереж, прости меня, пожалуйста. Я действительно веду себя, как последняя тварь. Засунь свое прости знаешь куда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аэропорт? Аэропорт? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 в смысле ты бы сейчас видела свое лицо я тоже хочу на мальдивы видел бы ты сейчас свое мальдивы я хочу на мальдивы быстро же она вернется а этому что здесь здравствуй олег попросил тебе деньги привезти я думал ты дома я с верочка в детской поликлинике у нас плановый осмотр может подождать это не очень долго скоро наша очередь не проблема я подожду не спеши хорошее погода сегодня правда пожалуйста присаживайся как я выгляжу как женщина только что занимаешься сексом у меня между прочим через полчаса важная встреча ну ничего тут серьезные люди типа аттестации слушай я кажется свои деньги забыла в моей квартире твою мать как можно было забыть трусы думаю верка еще не пришел иначе мне писец северная леса ну со мной же весело оболги и как слушай мне все таки очень нравится твоя идея по мальдиву давай сбежим подальше от всех от работы суеты и детей только ты и я и океан пальм бунгало и мы что скажешь мы паша это не строгий начальник тебя там зовет симпатичный брак и не женат я ему так нравлюсь даже и не думаю утоплю как герасим свою маму если в тихом океане в районе мальдив то я не против доброе утро прости что-то долго нормально держи спасибо как ты выглядишь не очень третий день болит голова поэтому я коротко твой муж подонок сереж я знаю что ты хочешь сказать не начинай не буду тебя слушать первая у него баба и он только что трахал ее в твоей же квартире ты не могла этого не замечать это длится очень давно как минимум с твоих родов ты же помнишь что его не было он был на аварии какая авария ну объясни мне я не хотел влезать я же вижу как ты дорожишь своей семьей в такой грязи жить нельзя никому а тем более тебе не знаю что ты злишься на кого-то или на что-то а крайне выходит паша зачем нет для того чтобы чтобы что переспать с тобой поверь это не смысл моей жизни я больше не хочу с тобой разговаривать конечно проще не замечать терпеть как многие делать вид что все нормально я бы лучшего тебе мнения я бы лучшего тебе мнения привет привет устал как собака и подальше в все все на в 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 Вы все мариновали? Да нет. Пару часов. Проходи, все на столе. Я поменял пароль. Паша, почему ты его поменял? Тебе есть что скрывать? Паша, скажи честно, у тебя есть любовница? Вия, ты чего? Вия. Вия, я люблю только тебя. Все. Тихо. Паша, дай мне, пожалуйста, свой телефон. Я просто его проверю. Если там все хорошо, я выдохну и извинюсь перед тобой. Правда? Паша, ты куда? К Драгунскому. Язык его поганый укоротитель. Из-за него мне родная жена не верит. Паша, пожалуйста, не трогай его. У него было столько операций. Наташенька. Наташенька, пожалуйста, побудь с детьми. Они уже спят. Тут нужно срочно уйти. Пожалуйста. Да, я очень тебя прошу. Пожалуйста. Проходите, пожалуйста. Вот сюда поставьте ППК. Илья... Сережа? Поставьте. Да, все, спасибо. Ты вернулся. А что же ты не сообщил? Ну, как? Как ты съездил? Спас, защитил? А, типа того. Навернулся один? Сказать, что я рада, Сережа Никита, ничего не сказать. И, слушай, я подзабыл. Откуда эти ключи от моего дома? Ну, с тех пор еще, как я все сушила и здесь проветривала. Ясно. Ты усердишься? Или просто устал? И то, и другое. Это что? Зеркало. Итальянское. С очень хорошей скидкой купила. Оно прям просится на эту стену. И штору новую повесила. Заметил? Лиля, не надо вить гнездо. В смысле? Я не могу дать тебе то, чего ты хочешь. Я не верю в брак. В семью. В эти дурацкие кольца и клятвы. Люди врут. Используют друг друга. Решают свои материальные и жилищные проблемы и называют это браком. Ну, ты ж не такая. Ну, посмотри на себя. Красивая, успешная. Ну, чего тебе не хватает, что ты вешаешь эти шторы? Господи. Да дались тебе эти шторы! Счастья мне не хватает. А что это? А я не знаю. Мне сорок лет скоро. А я не знаю. А еще мне любви хочется. Не-не-не. Это не ко мне. Это не по адресу. Господи. Что эта идиотка Карина с тобой сделала? Почему ты таким вернулся? Домой иди. Опять голова болит? А если я хочу остаться? А если я хочу остаться? Козел ты, Сереженька. И тебе спокойной ночи. Лиля, тебе пора. Ты уверен? Да. Знаешь, что такое мегрень? Нет, а должен. А это еда, голова болит так, как будто бы по ней кувалдой бьют. Хочется утирать, ползать по земле, но не можешь, потому что от этого только хуже будет. Просто послушай, отвень от меня. Ты понял? Ты даже не изменился за то, что сделал. Да тебе вообще на все насрать. Ты вообще как спишь, а? Спокойно. Это тебе за веру. Я понял. Ты просто хочешь мою бабу-то. Я прав? Но ты хрен ее получишь, потому что она моя и всегда будет моей. А ты так в себе уверен, да? Я уверен Верке, она любит меня. Ты не достоин. Ни ее... Ни ее слез, ни ее нервов. Но мне тебе решать. А если мне? Паша! Прекратите! Прекратите! Ты видела, что он со мной сделал? Он полный псих. Ни перед чем не остановится. И любовницу выдумает. И фотки липовой. И все для того, чтобы трахнуть тебя. Чтобы унизить меня. Вот план воспаленного мигренью сознания. Что? Думаешь, правда? Да. Очень похоже. Он мне прямо в глаза это сказал. Что? Паша, дай телефон. Вера, ну тебя как заклинило. Ну нет там ничего. Паша, телефон дай! Паша. Мы друг друга всю жизнь знаем. Женатый. Сын растим. Там ничего нет. Удалил. И лезть второй телефон. Он врет. Как и о том, что ты хочешь со мной переспать? Давно хочу. И для тебя это не новости. Хватит! Для тебя это не новости? Это как? Домой поехали. Домой. В глубине души ты же знаешь, что твоему браку конец. С упорством маньяка. Цепляешься за него и за все то, чего уже не существует. Этот ублюдок в конце концов бросит тебя, Вера. Не теряй время ни свое, ни мое. Бросай его первой. Я и так долго жду тебя. Я буду любить тебя нежно. И так медленно. Что твое сердце будет пропускать удары. И ты сможешь только одно. Шептать еще. 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 Что у тебя с ним? Прости. Тебя из дома Драгунского со схватками увезли. Чем вы там занимались? Что ты раньше срока родила? Паша, не смей. Не смей, слышишь? Паша! 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 Я не хочу! Паша, я не хочу! Паша, я не хочу! Ты моя сына! Паша! Паша, ты не хочешь! Паша, я не хочу! Твоя сына! КОНЕЦ Привет. Так, дети как спали, так и спят. Я телевизор тихо посмотрела. Там все нормально. Слышка, иди домой. А что случилось? Где Вера? Иди домой. Попша! Фотки и сообщения твои я успел удалить. Значит, не знаю, какой бармагеддон начался. Телефон твой я как мама записал. Но все равно сообщения не присылаю. Лучше звони. Хорошо. Я буду присылать тебе самоуничтожающиеся смски. Тебе смешно? Паш, ну расслабься. Ну, тебе нужно сбросить градус напряжения. Расслабиться, уехать куда-то отдохнуть. Что там, кстати, с Мальдивами? Какие нафиг Мальдивы? Ты что, думаешь, сейчас для этого подходящее время? Конечно. Пусть твоя жена посидит и подумает над своим поведением. Или ты ее боишься? Будешь сидеть и трястись от страха. Никто не трясется. Тогда что? Мальдивский рай тебе не по карману? Не смеши меня. Так что я покупаю чемоданы, либо мне найти кого-то другого, способного на красивые поступки. Не надо на меня давить. Спасибо. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Такие расходы немалые. Я кое-какой инструмент хочу докупить, а цены кусаются. А это, можно сказать, долговременная навестиция. У тебя все равно бабки без дела лежат. А я через полгода верну. Какие такие немалые расходы? Любовницу содержать? Не начинаю, а? Поклянись, что никого нет. Разводиться не вздумай. Я знаю, как ребенка без отца растить. Особенно пацана. Хватит меня воспитывать. Просто бабки дай. Ты что вытворишь? Где заначки? Да нет у меня ничего. Отнесла я все на депозит. Ты и деньги в банк верится слабо. Здесь они где-то. Кого ты превратился? Просто первостатейный бандит. Паша, я тебя не узнаю. Это не ты. Что за ее? Господи, боже мой. Да побьешь ты, не трогай. Ну ты даешь, мать. Кто ж по двадцатке собирает? Ты бы еще по доллару складывала. Мало совсем. Есть еще? Все мои. Отдай. Отдам. Но потом. Сейчас они мне очень нужны. Вопрос жизни и смерти. Лучше скажи. Есть еще? Или уборки в комнате много будет? Я Сергей Драгунский. Новый совладелец цеха. Этого человека вы знаете, ваш бывший работодатель Леонид. Скажу вам честно, в столярном деле я особо не смыслю, но я очень быстро учусь. Леонид пока займется делопроизводством, я же буду отвечать за коммерческие вопросы. Деньги, которые я вложил в цех, мои последние. Так что у меня нет другого выхода, кроме как сделать это предприятие прибыльным. В течение следующего месяца мы поймем, кто остается с нами, а кто не тянет. Отлынивать, бухать, прогуливать я не позволю. Ну а теперь вопросы, просьбы, пожелания. Да, у нас все хорошо мы. Да, и растем, кушаем, спим. Вы на выходных приедете? Я, конечно, понимаю, что у вас очень много работы. Еще хотела вас попросить, вы не могли бы, пожалуйста, деньги больше ни с кем не передавать? Особенно с Сергеем, хорошо? А что случилось? Да просто не думаю, что мы сможем с ним общаться. Я хотел как лучше. Да, я понимаю, вы давайте так, переводите деньги на карту, хорошо? Так всем будет удобнее. Хорошо, киньте номер карты. Раз был вас слышать. Поцелуйте от меня Верочку. Обязательно. До свидания. Напугал. Что, снова не приедет? Да, не приедет. Хороший виртуальный бабка. Скинул дочку и носами, кажется. Знаешь, они тебе его судить. Ты когда в последний раз с сыном общался, а? Ты когда с ним в футбол играл, не знаю, там сказки ему читал. А Олег, между прочим, работает. Так что приедет, когда сможет. Это что, намек на то, что я еще и мало работаю? Отец года, трудяга года. Что еще? Муж года. Медаль пора давать. Угу, шоколадная. Что-то дашь перекусить? Или это уже слишком? Вода в кране. Так тебе всегда будет? А что ты хотел? Ты меня ударил. Чего-то не изнасиловал. Об остальном я вообще молчу. Не знаю, смогу ли я тебя простить. Я вообще смотреть на тебя не могу. Супер. Драгунский бы порадовал. Хватит. Если хочешь ему что-то доказать, доказывай. А меня в ваши мужские разборки не вмешивай. Я уезжаю в Болгарию. Клиент дом купил. Говорит, что недвижимость там сейчас копейки. Ну, еще на ремонте хочет сэкономить. Везет наших строителей, а мне предложил все электромонтажные работы. Бабки хорошие дает, проживание, дорогу оплачивает. Так что, как видишь, я работаю. За пару недель, думаю, управимся. А ты пока успокоишься. Иначе я не знаю, как нам дальше жить. Этот Лео, вузер, он свое дело угробил и нас туда же потянет. Так послушай, я его нанял как мастера производства. Всем остальными я займусь сам. Какие проблемы? Ну... Офигенная мысль. А теперь, извини, мне нужно работать. То есть я должна уйти прямо сейчас? А что такому стильному костюмчику дело среди пыли? Сукин ты кот, Сереженька. Ненавижу тебя. Ты уже говорила. Раз или два. А может, и три, и я со счета сбился. Нет, это не наш. Да, алло. Мне еще нужно, получается, три бревна распилять, перепилять. Да, я поняла. Сереж. Что еще? Костя в магазин явился. Ждет у меня в кабинете. Твоя новая уловка. Сереж. Понял, извини. Подожди. Да подожди ты мне, жрать нечего. Ну, вам же надо кормить, вам же еды. Полный магазин тут. А ты работать не пробовал? Работать. А если не поможешь, судиться буду. За дом. Чего? Ты хоть гвоздь туда купил? Может, и не купил. Но зато когда ты его строила, мы были еще женаты. Так что все по закону. Имущество нажитое в браке. Я там вообще жить могу. Вот заявлюсь я к тебе, что ты мне сделаешь. Ты серьезно? Может, ты со мной это хочешь обсудить? Как с вами тяжело. По работе хоть какую-то дай мне, а? Ну, продавцом, что ли? Сейчас. Я и на сторожа согласен. В магазине? Где полно спиртного? Ты же просыхать не будешь. Так что мне? Сдохнуть! Мам, я хочу, что ты сладился. Сыночек, берем только самое необходимое. Мне тяжело нести. О, мармеладка! Сыночек, напугался? Все хорошо, не переживай. Становись сюда. Я уберу. Становись. Простите, пожалуйста, сын. Нечаянно уронил. Придется оплатить. Я понимаю. Пойдемте, я оплачу. Там в цехе ничего подходящего нет. А в каком цехе? Мы с Сергеем цех купили. Столярный. Подожди, так я на зоне два года на пилораме работал. Это опыт! И все такое. Тут Сергей решает. Будешь бухать, прогуливать, уволил. Попробуешь воровать, посажу. Зарплата, как у всех. Месяц, испытательный срок. Порукай. Я могу ночевать там заодно, присматривать. Пороц, что ли? Сядь. Сядь, сядь. Значит так, в цехе главный Сергей. Но лишние глаза мне там тоже не помешают. Так что раз в неделю будешь мне докладывать, что и как. Что и как? Это бабы или бабки? И то, и другое. Буду тебе доплачивать. Я подумала. Ты решила мне помочь подобрать те душевные. Денечка, ты точно мою карту не брал? Синенькая такая. Может, поиграть хотел? Нет. Честно, честно. Ну, нечем мне заплатить. Выскочила из дома. Карточку не проверила. Привет. Что тут у вас? Бой. А девушка платить отказывает. Я не отказываюсь. Нечем. Объясняй же. Сколько я заплачу? Я у тебя ничего не возьму. Не проблема. Звони мужу. Папа в командировке. А у нас закончилось. Креп, молоко и конфеты. Значит так, я позвоню свекрови, но наехать будет часа два. Так что у меня дети голодные. Иди. Возьмите. А что ты распоряжаешься, Сереженька? Тут я хозяйка, и я ничего не решила. Иди кормить детей. Сколько? 800. Спасибо. Вера, жена электрика, который сжег мне дом. У тебя было удовольствие с ним познакомиться. И все? Чтобы оплатить долг мужа, она влезла в программу по суррогатному материнству. Какой героизм и дебилизм. На что бабы идут из-за вас мужиков? Ты так смотрела на нее? Как кот на мышь. Я бы даже приревновала. Но вспомнила, что ее муж тебе говорил. Ты что, действительно, хочешь соблазнить святую женщину, чтобы поквитаться с ее мужем? Лиля, много думать вряд ли. А если она влюбится в тебя, Сереженька, тебе ее не жаль? Не тебя жаль. Олег, здравствуйте. Вы простите, что я вас отвлекаю. Просто хотела уточнить. Вы деньги на карту уже переводили? А то, мне кажется, что я ее потеряла или кто-то украл. Вообще-то перевел. Как только Павел позвонил, я перевел все, как он просил. Содержание Верочки и вашу зарплату за 4 месяца. Запара решилась? Какая запара? Павел сказал, что у вас денежные проблемы и что вы сами никогда не попросите. Вера, что-то не так? Нет, нет. Все нормально. Спасибо. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети? Мам, ты за меня плачешь? Нет, прости, сын Ильич, просто у нас денег нет. У меня есть деньги. Это много. Честно, честно. Я почти на велик собрал. Солнышко моё, сыночек. Родной. Оставайся, пожалуйста, всегда таким же, хорошо? Маленьким? Нет. Добрым и чутким мужчиной, хорошо? Вера, открой, я не уйду. Вера. Класс, теперь мы как Брэд и Энджи, Пит и Джоли. Вообще-то она кровью с первым мужем обменивалась. Да все равно очень романтично. Частичка тебя мне. Частичка меня тебе. Теперь мы повязаны и будем всегда чувствовать друг друга. Спасибо вам. Ну что, как насчет лучшего секса в твоей жизни? А что, без таблиточки не то? Просто расширяем кругозор. Разве не круто, почувствовать то, что ты раньше не чувствовал. Сделать то, что ты раньше не делал. Павел уехал во вторник. Сказал, что на пару недель в Болгарию какому-то клиенту дом ремонтировать. У меня был полный холодильник продуктов, я не переживала. А сегодня продукты закончились и смотрю, у нее денег нет, ни карточки. Олег говорит, что Павел у нее попросил на содержание Верочки и мою зарплату на 4 месяца вперед. Это очень большая сумма, и домашних денег нет. Ну что, ты теперь скажешь, я же говорила. Смотри, это сайт аэропорта. По вторникам нет ни одного вылета в Болгарию. Уйди, пожалуйста, я хочу одна побыть. Я купил столярный цех, в том числе и на твои деньги. Так что, считай, твои усилия по моему спасению не прошли мимо. Это что-то типа дивидендов. Я не возьму. Свекровь поможет или у Наташи перехвачу. И всем будешь объяснять, почему осталось без денег? Я хочу и могу помочь. А можешь в своем цехе сделать заготовки под разделочные доски? Я их распишу и продам, и хорошо берут. И так я продержусь до приезда Павла. Ты сегодня что-нибудь ела? Нет, Ирина, я не хочу. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здрасте. Я тебе кучу сообщений отправил. Звонил вчера, сегодня. Ты телефон свой проверяешь? У тебя все нормально? На работу вообще собираешься? Да, сейчас пойду. У тебя точно все в порядке? Угу. Ну-ка, встал. Встал. Ты что-то принимал? Ты охренел? Ты сам сколько бухал? И это было пупа. Ты хоть понимаешь, что можешь подохнуть? Это одной таблетки наркоманами не становятся. Да, не становятся. Но здоровье ты свое можешь потерять. Ну ты меня утомил. Ну не надо меня воспитывать. Ну, иди сюда. Сел. Сел. А теперь внимательно меня слушай. Ты хоть представляешь, в какой грязи производят и пасуют наркоту, а? Какими руками и с какими болячками? А я видел, пришлось. Туберкулез, сифилис, спид. Это еще не полный букет. Дозировки на глаз. И добавляют они туда всякую хрень. Просроченное лекарство, цемент. Только чтобы бабла побольше срубить. А ты всю эту херню жрешь. У тебя дочь кроха. И кроме тебя у нее никого нет. Я достучался до тебя. Тихо. Уже лучше. Татуху набил. Стрижка зачетная. Прибарахлился по моде. Я смотрю, твоя новая подружка взялась за тебя по полной программе, да? Только у меня вопрос. Ты когда дочь свою в последний раз видел? Брутал ты, долбанный. Я сегодня был у Веры. Ее муж чмошник уехал и забрал все бабло. У меня она деньги брать не стала. Попробуй ты. Заодно и дочь свою обнимешь. Галина Кузьминишина, вам Паша не звонил случайно? Нет, а тебе? Нет, мы поругались. Не волнуйся. За границей связь дорогая, он копейку бережет. Приедет, наболтаетесь, еще и помиритесь. Мне кажется, он с другой женщиной уехал. Что ты выдумываешь? Ни за что не поверю. Никогда. Потому что он тебя любит. Семья у вас на зависть многим. А когда он должен быть? Десятого, если не соврал. Готовься, встречай мужа. Я приеду пирог испеку, привезу, посидим по семейному. Чаек, кофеек. Пока. До свидания. Аппарат абонента выключен? Или находится вне зоны действия сети? Поразит. Ку-ку. 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 Денечка, присмотри за Верочкой. Присмотри. Здравствуйте, Вера. Вот, наконец, и я. Здравствуйте. Знакомьтесь, это Ева, это Вера. Очень приятно. Взаимно. Проходите, пожалуйста. Ничего, что я с Евой пришел, я хочу ее с дочкой познакомить. Конечно, проходите. Дядя Олег. Привет, Денис. Держи, это тебе. Верочка, солнышко, смотри, смотри, кто пришел. Кто пришел, кто пришел, кто пришел, папа пришел, папа, папа пришел, да? Вот так. Ну, Балла. Ничего, ничего. Привет, доченька. Подросла очень. Тебе. А как там у нас там эти все дела? Там рост, вес, прививки? Все хорошо, я же сбрасывала вам отчеты каждый день. А, да, да, конечно. Хочешь подержать? Давай. Сергей сказал, у вас проблемы с деньгами? Олег, хотите чаю? Пойдемте. Это не обсуждается. Ни вы, ни мою дочь голодать не будете. Спасибо, Олег, и простите, пожалуйста. Вера, возможно, я скоро женюсь. Вот как на этой девушке? Я, конечно, понимаю, что не так много времени со смертью Таши прошло. И многие меня осудят, но мне плевать. Мне нравится эта девушка, и самое главное, мне снова хочется жить. Олег, если это правда, то я искренне за вас рада. И, конечно же, я скоро заберу Верочку. Если она вас напрягает, я могу сделать это прямо сейчас, вы только скажите. Конечно, Верочка не напрягает меня, Олег, как вы можете такое говорить? Олег, эта ситуация с деньгами, это, ну, это правда, чистое недоразумение. Вообще, вы не можете ее забрать, то есть можете, вы, вы ее отец, она ваша дочь, но и моя в какой-то мере. Ну, вы же понимаете, что рано или поздно это произойдет. Вы же не согласитесь с ним переехать ко мне? Нет, это исключено. Ну, вот видите, какой тогда выход? Олег, я не знаю, но я не смогу отдать Верочку. Олег, я не знаю. Почему ты ее не привез? Давай, Олежка. Я только по ней скучаю. Я скучаю тебя наше. Я все-таки разбудила тебя. Прости, пожалуйста. Мне нужно домой, завтра встреча, переодеться, выспаться. Ты какое кольцо хочешь? Ты делаешь мне предложение? Я хочу купить дом, забрать Верочку, завести собаку и провести старый с тобой. Это очень романтичное предложение. И я могла бы, конечно, типа, помучить, но не стану. Я согласна. Твои заготовки годятся? Да, спасибо. Я не пойму, где ты собралась их продавать? На старой работе при цехе есть сувенирные магазины. Так что попрошу девочек, чтобы взяли. И еще у меня в гараже есть лак, грунтовка, краски. Если поможешь, буду благодарна. Тут недалеко. В общем, Олег с Евой приезжал. Сказал, что хочет на ней жениться. Ты ее видел? Да. Когда он успел ее полюбить? Вер, ты серьезно? Никто о любви не говорит. Олег одинок и до сих пор потерял. Вот и спасается, как может. А ты что, против? Да, я против, он Верочку хочет забрать. А зачем это Еве грудной ребенок? Я вообще не понимаю, если отец мучается от одиночества, почему ребенок должен страдать? Да не нравится мне это Ева. А он тебе как? Татуха, новая стрижка. И только не говори, что не заметила. Был ботан, стал брутал. Честно? Мне его жаль. А тут что за склад? А где краски? Странно. Схему я нарисовал. Работай строго по схеме. Поменьше перекуров. Когда закончишь, просто захлопнешь дверь. Собаку в доме не оставляй. Эту схему я нарисовал твоему мужу в день пожара. Качественные материалы он заменял на дешевое дерьмо. Сколько здесь всего? Сколько людей он обчистил? Я была уверена, что пожар – это несчастный случай. Ужасное стечение обстоятельств. Он клялся, что ни в чем не виноват. Врал. И не в первый раз. Как думаешь, это на большую сумму? Приличную. Ты знаешь, я возле торгового центра видела магазинчик. В нем продают вещи, одежды, обувь. А деньги отдают на благотворительность. Надо узнать, они возьмут все это? Принимаем. Благодарю. Наташа, здесь от Павел прилетает. Если тебе не сложно, можешь, пожалуйста, в аэропорту подежурить? Посмотреть, с кем он прилетит один или с какой-то… Дашь кофе, пожалуйста. Что-то еще будет? Да, будет вам все. – Да я здесь бывший. Я ставлю тебя. Спасибо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Прекрасиво! Галенку изменишься? Что вы тут делаете? Похоже, то, что и ты. Слежу. Ну ничего, он теперь не будет над Веркой издеваться. Я сейчас фотки пришлю. И чего ты добьешься? Так а что делать? Надо семью спасать. Все. В душе спать. Составить тебе компанию. Иди домой, Паш. Что-то не так? Устала просто. Двадцать часов дороги. Охренеть, мать, а что ты здесь делаешь? Слушай, паршивец. Крутым себя бизнесменом почувствовал? Шалав по курортам таскаешь, деньгами соришь. Лучше бы копейку на сына потратил. А тебе не стыдно ребенка грабить, а? Ну, объясни своей маме, что шалава тебе не так уж и дорого обходит. Сраный отель «Две звезды» на грязном острове. Поломанный кондиционер и макароны на завтрак. Две гребанных недели в дыре. Так что не беспокойтесь за копейки вашего внука. На месте ваши копейки. Ты же хотела в океан сливающийся снег. Шум прибоя. Твой телефон крутейшими фотками забит. Чужого пляжа и чужого отеля. Ты обманул меня. Да в чем? Ты хотела Мальдивы. Я тебя туда свозил. Пять звезд я не обещал. Скажу тебе так, дорогой. Если ты не готов тратиться на богиню, трахай бесплатно жену. Да ты проститутка! Мать! На выход! Оба! Мама, смотри, какие у меня ласты. Ласты только потише, Верочка спит. А знаешь, чувачок, как по-болгарски мама? Майка. Мама, ты Майка. Мама, Майка, 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 Майка. Майка, Майка. Как там Болгария? А то я ничего не видел. Вколол. Хобби магнит на холодильник привез. Память. Все-таки. А, я привез. Нравится? Сколько потратил на подарок любимой жене? Бокал пива, наверное, дороже стоит. Правда? Вижу, у нас все те же разборки, да? Отъездную ничему тебе не научил. Ни в какой Болгарии, Паша, ты не был. Туда самолеты по вторникам не летают. Ты попросил у Олега содержание Верочки за четыре месяца, мою зарплату и уехал, оставив нас с детьми без копейки денег. Это как? Я прошу тебя, скажи мне правду. Скажи, наконец, правду. Ладно, Шерлок. Рейса в Болгарию по вторникам может быть и нет прямых. Мы летели с пересадкой, а деньги у Олега я не просил, а требовал. А тебе же забочусь. Серьезно? Конечно, тебя же любой дурак обмануть может. Олег сколько к нам не приезжал? Месяца два? Может, он вообще ее на нас скинуть хочет? Сначала не приезжает, потом деньги перестанет платить. Я бы с него на год вперед взял бы. А карта, карточка, вот, в целости и сохранности я случайно прихватил. Меня пока будет, ты тратить совершенно не умеешь. Что? Скажи, что надо купить, я все куплю. Тебе проще не заморачиваться. Знаешь, что Сазонов это уже ни в какие ворота не лезет. Ну, в вороту или в калитку, мне пофиг, ты меня слышал. Заплатишь за сату за квартиру, купишь продукты, список прилагается. Не слабо. Верочке нужна смесь и подгузники японский, размер S. А в нашей ее не какается? Слушай, от наших у нее сыпи раздражение. 30 долларов упаковка? Что, серьезно? Платит Олег, ему для дочки ничего не жалко. Все, есть еще вопросы? Дешево все отдам, бабки просто нужны срочно. У меня как в магазине все есть. Могу сегодня подвезти. Да нет, не поздно, нормально. Здорово, Алексеич. Меня, походу, гараж почистили. Кучу всего вынесли. Ты ничего не видел? Чтобы чужих не видел. На той неделе жена твоя заходила с мужиками какими-то. Те с бусом были, выгружали чего-то. Может, кучу твою, может, еще что. Я не присматривался. Супер. Успел? Все купил? Я в магазине не был, был в гараже. Куда ты все вывезла? Ты что, ты годами воровал? Да, брал с объектов, где работал. Крутился как мог. Для вашей старался. Ну и что ты мной, сыном, не прикрывайся. Ты у Сергея все украл. Да, ему какую-то ерунду поставил. Поэтому у него пожар был. О, Господи, какой кошмар. Ты же клялся. Ты же клялся и говорил, что ты ни в чем не виноват. Что это все менты хотели на тебя повесить. А что я должен был сказать? Ты бы все равно не поняла. Ты правильная у нас. Всего 20 минут от города. Тишина, озеро рядом. И вся инфраструктура. 5 комнат, 186 квадратов, 3 спальни. Здесь гостиная, кухня. Вся мебель новая, немецкая. Хозяева уезжают, поэтому продают достаточно быстро. Сделают хорошую скидку. Вот, кстати, план дома. Вы бы хотели осмотреться. А подумать. Да, конечно. Я подожду вас на улице. Большой дом. Красивый. Мне нравится. Дом запишем на тебе. А ты не боишься, что я тебя кину? Я женюсь на тебе. Даю тебе свою фамилию. Планирую растить с тобой детей. Если бояться, чего жениться? Резонно. Но я хочу знать, что не так с твоими бабками. Татьяна очень хотела ребенка. Мы пытались. Годами. Но были только одни срывы. А после последнего выкидыша врачи сказали Татьяне, что больше рожать она не сможет. У нее началась депрессия. Была попытка суицида. Вот мы тогда с тобой как раз познакомились. Это было очень сложное для нас обоих время. Решились на суррогатное. Денег нет. Кредиты не дают. Квартира в ипотеке. Вот тогда первый раз, как я думал, я взял взятку. Но оказывается, войти в эту воду легко. А вот выйти из нее. Я люблю тебя. Ты очень хороший человек. Мне повезло с тобой. Перестали. Чего это? Это же чужой дом. Там риэлтор на улице. Он подождет. Вот этот процент, который ты ей платишь. Денька, собирайся быстрее. В садик опоздаем. Так, Паш, я Верочку покормлю, и она на тебе остается. Привет, приплыли. А с чего это? А с того, что у меня обследование в Юноне. Они хотят убедиться, что мой организм после родов полностью восстановился. Я хочу тебя видеть. Ну что, как вам дом? Берем. Да. Серьезно? Можно оформлять сделку? Поздравляю. Вы не пожалеете. Я договорюсь с хозяином о скидке. Проверим все документы. На все про все достаточно будет недели. все про все документы. Спасибо. Удачно я подъехал. Ну, привет. Поедемте, Кирилл Леонидович. Куда? К тебе или к нему? Или в номер для новобрачных? Послушайте, вы... Заткнись, не с тобой говорят. Мы торопимся на сделку, но тебя это больше не касается, так как между нами все давно окончено. Не могу я без тебя, думаю о тебе день и ночь. Давай поедем куда-нибудь, поговорим спокойно, без нервов. Ведь все хорошо у нас будет. Дина Викторовна, время. Заткнись, говорю тебе. А вы меня не хамите! У тебя что, ребенок начнет? Мужчина, успокойте ребенка! Стоите, ругаетесь, а ребенок разрывается! Совесть есть! К ребенку иди. Я вечером приду, будь дома. Ну что смотришь? Бери ребенка на руки. Понарожают, потом не знают, что с ними делать. Возвращаю по месту прописки. Олег мне ничего не говорил, его вообще нет дома. Передай, контракт закончен, пусть теперь сам. Паш, я дома. Видишь, все успела, все сделала и быстро. Паш! Паша! Паша! Черт. Что еще? Ну что, так и будем стоять? Может, в квартиру впустишь? Я твой любимый напиток принес. По коктейлю выпьем. Не поможет. Нам не о чем с тобой разговаривать. У тебя кто-то есть? Начальничек твой? Так я ему ребра пересчитаю. Слушай, если после твоей сегодняшней выходки меня уволят с работы, я тебе такое устрою. Понял? Ну что я должен сделать, чтобы тебя вернуть? На колени встать. Я могу. Я так всю ночь могу простоять. Отлично. Дальнюпь. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Завтра вечером вернусь, найдем новую няню. А пока привыкай, что у тебя есть ребенок. Целую. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Здравствуйте, Олег. Я... Простите, что беспокою, просто... Я не могу несколько часов до Павла дозвониться, а он с Верочкой. Он привез Верочку ко мне домой, бросил ее на пороги. Это буквально. Поставил на пол люльку с ребенком и ушел. Какой кошмар. Почему? Вы меня спрашиваете? Вы сами предложили забрать Верочку к себе, а потом бросили ее. Вера, я вам ребенка доверил. Олег, простите, пожалуйста, я правда ничего не знала. Что не делается, все к лучшему, не так ли? До свидания, Вера. Нет, нет, Олег, подождите, пожалуйста. Скажите, с кем Верочка сейчас? С Евой. Я в отъезде. До свидания. Ох уж это современные постановки. Актеры бегают голые, непонятно, о чем говорят. И это называется искусство? Да мы просто старые уже для такого. Настоящее искусство не времени. Я бы с тобой поспорил, но я не могу найти ключи. О, ребенок плачет. Я поехала за Верочкой. Я подаю на развод. Добрый вечер. Вы, кажется, няня девочки? Да. К нам поступил вызов, что ребенок плачет в закрытой квартире. Как же вы ее оставили? Я его не оставляла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У вас... у вас сердца нет. Скотина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Послушайте, вы считаете это нормальная ситуация? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ваши документы? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я набросал пару эскизов сайта и прорисовал каждую страницу. Изучайте, задавайте вопросы и будем определяться. Цвета для сайта выбрали? Выберу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Извини. Да, Олег. Как далеко ты от моей квартиры? На минут 15 на байке. Можешь подъехать? Там соседи переполох устроили, полицию вызвали. А в квартире Вера без документов, с чужим ребенком. Ну, как с чужим? С Верочкой. Ева еще куда-то пропала. Короче, трэш полный. Я уже еду, но скоро не получится. Подстрахуешь? Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас, сейчас, я тебя покормлю. Доброй ночи. Вера? Вера, иди укладывай ребенка, я разберусь. Тихо, 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 тихо. Все, идем, идем, идем. Идем. Вот. Я Сергей Драгунский. Хозяин квартиры попросил меня подъехать. Пожалуйста, представьтесь вы и скажите фамилию вашего командира. Патрульные только что уехали, соседи ушли. Ты в порядке? Иди тоже спать. Я Олега дождусь. Он уже в пути. Олег? Я этот здесь. Почему я не удивлен? Ты нормальный? Я Верочку с тобой всего на пару часов оставила. Ты что, не мог за ней присмотреть, а если б с ней что-нибудь случилось? Это что такое? Подаю на развод. Ты что, ты думаешь, испугала меня этим, да? Так это и я подаю на развод. Достало меня все. Ты, дети, бытовуха вечная. Ты хотела знать, да? Да, я ее женщина. И я люблю ее. И чтобы ты знала давно. И когда ты рожала, я был с ней. И в квартиру ее нашу приводил. И на Мальдивы возил. Этот не врагал, да? Ты дура мне верила. Вот ты чимошник. Сам уйдешь и тебе помочь. Ты что, это была из-за суррогана. Я всю жизнь в ногах у тебя валяться. Мразь. Тихо, тихо, успокойся. Дыши. Дыши. Вдох. Вдох. Выдох. Пей. Я не хочу. Я не спрашиваю. Пей. Медленно выпитый стакан воды восстанавливает сердечный ритм. Сосредоточься на процессе. Давай. Давай. Не помогает твой стакан. Я вижу. Где, Оля, эта аптечка? Здесь нет ничего успокоительного. Я в аптеку сгоняю. Одна посидишь? Да? Вера. Что? Теперь тебе не нужно, да? В чем же дело? Ты же говорил, что будешь любить меня, нежно. А теперь, когда Паша, уже тебе не нужно? Ну, конечно, я понимаю. Ненастоящая женщина никому не нужна, да? Да. Ты получила ответ. Только моментами я пользоваться не стал. Ой, вали. Вали, слышишь? Вали. Вали. Вали, джентльмен долбанный. Сядь сюда, Валит. Извините меня. Вали, Валит. Маленькая моя, плач. Плачь, плачь, сколько нужно. Плачь, 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 плачь. Но только запомни. Это в первый и в последний раз, когда ты убиваешься по другому мужику, а я тебя утешаю. Все. Олег, я не понимаю, что происходит, откуда ты здесь? А ты? Я тебе говорила, у меня была встреча с клиентом, мы подписывали контракт. Отмечаешь, значит? Сколько коктейлей ты выпил? Или не только коктейлей? Ты хоть иногда головы свои думаешь? Ты грудного ребенка одного дома оставила. Она спала. Она была одна в пустой квартире, она кричала и плакала. Если бы Вера не приехала, я вообще не знаю, чем бы это все закончили. В чем ты меня обвиняешь? Обвиняй няньку свою и мужа. Я тебя попросил, жену будущую. Больше я тебя не потревожу. Танцуй, бухай, глотай свои колеса. Я не понимаю, ты меня что, бросаешь, что ли? Из-за чего? Все живы-здоровы. Ребенок – это не очередное твое приключение. Она живая. Больше я не могу тебе доверять. А как же наша любовь? Разве тебе когда-нибудь говорил, что люблю? Верочка останется со мной. Вера это не обсуждается. А я все равно скажу. Ева будет плохой матерью. Да, я не снимаю с себя ответственность, но именно она оставила Верочку одну. С Евой все, ее больше нет. Ты собирался на ней жениться. Думаешь, и могу теперь после всего этого? Олег, если вы позвольте, я останусь. Как это останусь? Я останусь с Верочкой. Похоже, семьи у меня больше нет. Чисточка – тебя мне. Чисточка – меня тебе. Теперь мы повязаны и будем всегда чувствовать друг друга. На что люди идут ради любви? Хочу поделиться историей. Лично меняю, она очень задела. Жена одного чиновника, назовем его Акаки Акакиевич, из одного очень токсичного министерства хотела родить ребенка, но, увы, не могла родить. Даму поджимал возраст, было много неудач, слез. Чиновник, как безумно любящий муж, пошел на преступление ради истинной любви. За крупную, ну, очень крупную взятку разрешил незаконное строительство, нарушил закон, наплевал на государственный интерес. Зато оплатил услуги суррогатной матери, которая родила чиновнику и его жене долгожданного ребенка. Но счастье, увы, было недолгим. Жена, которую чиновник так любил, умерла. Как говорится, нет повести печальнее на свете. А чем вы жертвовали ради истинной и великой? Я поеду. Не лезь к ней. Будешь снова мне угрожать, так я теперь мало чего боюсь, брат. Ты сам меня этому научил. Я люблю ее. Аргумент. Только что будем делать, если я тоже ее люблю? Я тебя предупредил. А я тебя. Пока. Паша, очнись. Очнись. На кого же ты похож? Что ж? Вера звонила. Что ты пришла, Паша? Вера звонила. Зеница просила привезти. Слышишь? Она все знает. Я ей все сказал. Что? Мы разводимся, мать. Ты что удумал? А ну-ка, давай-ка. Вставай. Приводи себя в порядок. И марш жену возвращать. Скажи, что пьяный был. Не помнишь ничего. Она покочевряжется, конечно, но думаю, тебя проснет, Верка, отходчиво. Я ее знаю. И любит тебя, дурака. Цех работает, клиенты есть. Сайт, вроде бы, свой делает. Да, в понедельник заказ больше выпал на двери. Драгонский твой никому спуску не дает. Держит все крепко в руках ментовских. Да, ну что, к чайку что-нибудь блеснешь? Чего? Ну, что, 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 я бы от комичка не отказался. Обойдешься. Женщины там какие-нибудь появлялись? Или звонки, может быть, он, ему? Ой, любовь, любовь, безответная, как же мне ты знакома. Заткнись и отвечай на вопрос. Заткнулся и отвечаю. Что-то никаких не видел. Подозрительного ничего тоже. Нет. А ты пересмотрись. А то урешь, да попаек. Будешь на голой зарплате. Спасибо, дорогая. Жуй давай. Мать, долгонешь, а? А то я на нуле. Цветы купи и не экономь. Слышишь, конфеты или чего там она любит. И в ресторан может быть. Да ты что, мам, тут на рюмку водки в ресторане хватит. Ну и не знаю, я водки по ресторанам не пью. Это ты у нас специалист. Без жены не возвращайся. Я за деньгой присмотрю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вчера антикоррупционный альянс традиционно вручил ряд ежегодных премий за профессионализм и мужество журналисту и блогеру Стасу Новаку, который, несмотря на угрозы и давление, расследовал и обнародовал факты коррупции в сфере здравоохранения. По его материалам, генеральная прокуратура уже возбудила ряд уголовных производств. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Премию вручается у председателя и основателя антикоррупционного альянса Васильев А.А. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приветствую, Олег Борисович. А я как раз на ваши фото смотрю. Вы, оказывается, борец с коррупцией. Пресса у вас пишет. Ты лучше Инстаграм своей женщины посмотри. Это что за хрень, Олег Борисович? Это с твоей подачи? Если да, то это тупо. Это очень, очень тупо. Я ничего не знал. Мы поругались, и, похоже, она разозлилась. В конце концов, что такого? У нее же не миллион подписчиков. Да не будь идиотом. Смотри, сам Олег Борисович звонит. Все жарко стало, да? Звони, звони. Спасибо, что сразу приехал. Что за разговор не по телефону? Это правда. Мне уже позвонили из-за этого. У нее до хрена подписчиков. Куча просмотров и комментариев. Ева хороший пиарщик. Это ее хлеб. Самое страшное, что она пропала. Ну, как пропала. На звонки и сообщения не отвечает. Звонить в полицию? Что делать, Серега? Где она может быть? В клубе, дома. На какой-нибудь встрече. Да где угодно. Эй, здесь есть кто-нибудь? Здравствуйте. Я Ева, пиарщица. У меня здесь встреча назначена. Это я тебе звонил. Что ты об этом знаешь? Мне больше, чем написано. Номера, суммы, телефоны. Что он тебе еще говорил? Я же говорю ничего. Позлить его хотела. Удаляй. Дома ее нет. Ну, или она не открывает. Пост наконец удалила. Я Ростой ее об этом просил. Думаешь, я зря беспокоюсь? Снова с неизвестного номера цифры какие-то. Похожи координаты. Карьера какой-то показывает. Что делать будем? Думаешь, она там? Это ты мне скажешь. Это твои знакомые. На что они способны? Я не знаю. И главное, чтобы с ней ничего не случилось. Я себе этого никогда не прощу. Убиты бы нам сейчас не помешали. Тебя это устроит? Тебя это устроит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ева! Ева, ты меня слышишь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Час, он не ваш знакомый. Ну что, вы у меня не такие знакомые? Сейчас, рожу. Это ж кому так повезло? Да уж, наверное, Дени Викторовне. Простите, что отрываю вас от очень важных дел, но я здесь для того, чтобы задать один вопрос. Что ты делаешь у меня на работе? Дина, ты выйдешь за меня. Да ладно. Ой, ты! Я понял, что люблю только тебя, и больше мне никто не нужен. Красиво говорит, черт. Прямое попадание в бедное женское сердце. У тебя будет все, о чем ты мечтаешь. Больше и даже больше. Я жизнь положу на то, чтобы сделать тебя счастливой. Олег, я правда тебя очень люблю. Я обещаю, я изменюсь. С дочкой мы с твоей душей обязательно поладим. Я буду обещаю. Я говорю. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Выходит, я в толпанной ловушке. Не должен был я на тебя экономить. Усвоил урок. Надеюсь. Так что, я к тебе переезжаю, да? Я только за. Кроме прочих удовольствий, мне еще за аренду платить не придется. Раз уж у меня официальный мужчина есть. За какую аренду? Ну, я снимаю эту квартиру уже третий год. Да, конечно, 500 евро в месяц напряжно, но зато практически центр. Вер, прости, что не сказала. Я просто думала, что Паша одумается. Наташа, скажи честно, она красивая? В аэропорту сфоткала. Господи, какая же я дура. Ты ее знаешь? Да как-то в ресторане она к нам подошла, мы с Пашей сидели. В комплиментах рассыпалась. Мол, какой у вас муж замечательный, прекрасный работник. А потом тот работник. Минут 20 руки в туалете мыл. Я его повсюду искала. А как ты думаешь, где он был? Козлище. Мамочка! Солнышко мое. Привет, мой хороший. Привет. Привет, мой мальчик. Мы снова будем у дяди Олега жить? Пока, да. Дядя Снайца. Привет, Верочка. Не хотела, чтобы вышло все так. Она вот знает. Послушай, ну может еще сойдетесь. Всякая же бывает в жизни. Я подал на развод. Дина переезжает ко мне. До пятницы забери свои вещи. Из шкафы не заберешь, выброшу. Сойдемся. Диня, пойдем пройдемся. Пойдем. Нормально? У меня на улице с ребенком угоняет. Ну, Паш, тоже надо где-то жить, извини. А квартира его от бабки ему в наследство досталась. Так что все по закону и до вашей свадьбы. До нашей свадьбы я в комнате жила с мамой в коммуналке. Кто меня заставил ее продать? Не я. Конечно, не вы, сын ваш, муж мой любимый. Говорит, продавай, Верунька, технику купим, ремонт сделаем. Заживем счастливой жизнью. Зажили. Не психуй, ты молодая. Дурой не будешь, все устроится. Говори, ну позменишься. Скажите честно, вы меня никогда не любили, правда? Ты мать парня. Время придет. Сама поймешь, нет идеальной жены для сына. Я увольняюсь, Николай Иванович. Вот заявление. Ты чего, Олег? Через пару лет я ухожу на Верех. И очень надеялся, что мое кресло займешь ты. Представь, ты замминистра и в непоследнем министерстве. А дальше все в твоих руках. Таких людей, как ты, нужно продвигать. Таких, как я, нет, Николай Иванович. Я хочу уволиться сегодня, без отработки. По законодательству имею право. По уходу за ребенком до 14 лет. Вы в курсе моих обстоятельств? Ну? Ну что? Копилку жалко. Деньга расстроится. Это мои разбили? Нет, это... Это Павел. Деньги, деньги, даже детские. Все, ему мало, как будто с ума сошел. Коробки берите, выносите. Что ты еще будешь брать? Машина есть, парни помогут. Нет, мне даже поставить это некуда. Я же все в этой квартире выбирала, а теперь... Теперь меня выкинут вместе с вещами на помойку, как 11 лет. Вер, тишь. Вер, тишь. Проблема и возможности. Не думай о том, что случилось, как о проблеме. Думай, как о возможности, все начать сначала. Вернись в академию, которую бросил ради мужа. Займи еще мне вот. Полюби меня. Опа. Продол? Продол, кажется, помешал. Больше что-то еще, или я свободен? На. Вер, не нравятся твои расписные шкафы? У меня второй этаж пустует. Можно? Делай, как знаешь. Потом за шкафами вернетесь. Давай. Давай, по-моему. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да ладно. Садитесь, Олег Борисович, я подвезу. Благодарю, не стоит. Но вы же понимаете, разговора не избежать. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я понимаю, после некоторых событий ты запаниковал? После того, как вы чуть не убили мою бывшую девушку? Держал бы язык за зубами, и ничего бы этого не было. Как бы там ни было, я уволился. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ответ неверный. Я задеваю большой проект, там крупные вложения, и ты мне нужен. Я знаю, что начальство к тебе лояльно, поэтому он тебя примет обратно. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Тогда ты сядешь. Не вынуждай меня. Если я сяну, я потяну тебя за собой, борец с коррупцией. У тебя же дочь. Сколько ей? Полгодика уже есть? НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА 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 А у тебя тут уютно? Лиля помогала? НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА 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 Ты хочешь, чтобы я остановился? НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Налево! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Ты в порядке? НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Надеюсь, тебе стало плохо от алкоголя, а не от меня. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Очень холодно. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Это нервы. Горячий душ должен помочь. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Боже, какая ты красивая. Ненастоящая женщина. Прекрати. Прекрати. Прекрати его вспоминать. Здесь нет никого третьего. Нет ничьих слов. Ничьих чувств, кроме наших. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Чего снисти? Боюсь, тебя испугать. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Вся в трудах и заботах. Зачем пришел? НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Ну, как зачем? Ты же сама просила держать тебя в курсе. Докладываю. Давай сейчас с бабой. У себя дома. Уже около часа вместе. Чем они только там занимаются, интересно. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Кто она? Вера, кажется. Знаешь такое? Ага. Подожди, а премиальная? На, сам возьми. О! Ага. Это мой телефон звонил. Который час? Успокойся. Ты проспала двадцать минут. Ага. Надо ехать. Это и все, что ты можешь сказать, да? Ну, скажем так, я оценила твой опыт. Ну, скажем так, я старался произвести впечатление. У тебя это получилось? Ну-ка, иди-ка. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Сережа! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Сережа! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Все-таки я до тебя достучалась. Привет. Ты в своем уме? Не знаю. Я не уверена. А чем она лучше меня? Она не лучше. Она моя. А это в каком смысле? Что ты с ней переспал? Так не с ней одной. Лиля, в жизни так бывает. Ты встречаешь человека и понимаешь, он твой. Звучит как признание. Так и есть. Я это знал еще тогда, когда ты рожала и орала на меня. И даже раньше. Когда ты в больницу привезла этот торт, это все еще будет. Кто звонил? Пора ехать? Наташа, она с детьми сидит. А я идти нужна. Ты на байке когда-нибудь каталась? Нет. Ну тогда погнали. 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 Ничего себе. Вы в порядке? Вера где? Едет. Я детей покормила, уложила. Может вам помочь? Спасибо, нет. Спасибо. 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 Я хочу, чтобы ты это запомнила. Все, перевезлись. А вещи где? Вещи я завтра завезу. Дети как? Да нормально. Там Олег пришел весь избитый. Ванной закрылся. Олег, ты живой? Нехило. Надо рот приложить. Я принесу. Ребята целы? Не уверена. Кто у нас так? Отморозки какие-то напали. От нечего делать. В полицию обращались? Вер, вряд ли кого-то найдут. Да все нормально. Выживу, правда? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Уволился сегодня. Понятно. Они? Угу. Хотели, чтобы я на работу вернулся. Угрожали. Верочкой меня шантажировали. Тебе нужно уехать, где они тебя не достанут. На Луну? Не преувеличиваю. В министерстве я контактировал с одной катарской компанией. Они специализируются на экологических проектах. Напишу им. Посмотрим, что из этого выйдет. Если нет, я не знаю, что дальше делать. Пока сиди дома. Если куда-то нужно, звони мне, я приеду. Угу. Может, в больничку? Нет. Вере помог с вещами? Как она получше? Похоже на то. Ну, хоть одна хорошая новость сегодня. Прости, Натан, что задержала. Да? Ничего. Кому мне спешить? А вы тоже уходите? Да. А Вера говорила, вы на байке. Подвезете, пожалуйста? Хорошо, спускайтесь. Спасибо. Вера. Вера, я не хочу, чтобы ты здесь оставалась. Переезжай ко мне. Прямо сейчас? Вера, я не шучу. Еще в прошлую среду я считала, что я замужем. Все слишком быстро происходит. Быстро, это смотря с какого момента отсчитывать. Для меня не быстро. Сереж, не дай на меня. Дай я хотя бы разведусь. Прошу. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Простите, я просто зашел Верочку поцеловать. Понял, что не видел ее целый день. Спят, как два ангелочка. Вера, возможно, я скоро уеду. Опять командировку? Командировка может быть длительной. Контракт на несколько лет. Три года может быть пять. Конечно, Верочка поедет со мной. Но я хочу, чтобы вы тоже поехали, вы и Денис. Пока ничего не говорите. Просто подумайте. Подумайте над этим, как над возможностью начать новую жизнь на новом месте. Спокойно ночи. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Ну и что мы тут делаем? Мне кажется, мы обо всем договорились. Да, я знаю. Мог быть, и напоминать. Просто я тут... Я колечко потеряла. Прости, что потеряла? Кольцо. Руку покажи. Вторую. Спасибо за ключи. Я как раз хотел за ним зайти. Ну ничего. Если проявить фантазию и добавить немного средств, здесь можно жить еще пару лет. Как скажешь. Но не больше. Теперь ты тут хозяйка. А что, Верка, ушла без скандала? Верка не по тем делам. Забилась где-то, плачет. Все, на что она способна. И что? Тебе совсем не жалко? А толку от жалости. Надо двигаться вперед. Здравствуйте. Вы муж Веры? Ваша благоверная любовница Сергея. Вы знали об этом? Давно. А я не знаю. Ну, может, сделайте с этим что-нибудь. У вас сырья разваливается, а у меня отношения. Я понял. Забери свою шлюху от моего мужика, ясно? Она ему проходы не дает, вешается на него. Я тебя услышал. Это все? Шалов. Стерва. С кем угодно, только не с ним. Она знала, как меня достать. И ей это удалось. Ты же говорил, она не по этим делам. Плачет бедная. Ты к ней неравнодушен, может быть, любишь? Нет. И ты в этом убедишься. Ответчик, вы согласны о расторжении брака или возражаете? Согласна. Ответчик, вы видите какую-либо возможность для сохранения брака? Нет, ни одной. Стороны имеют друг к другу материальные претензии? Нет. Нет. Ну, осталось решить один вопрос. Определить место проживания ребенка, его материальное обеспечение, суммы, порядок выплат и график общения. Возможно, стороны смогли договориться между собой? Ваша честь, я хотел бы определить место жительства сына со мной. Чтобы вы определили место жительства сына со мной. Что? Я не поняла, зачем тебе Денька? Потому что я волнуюсь о его будущем. Ваша честь, у моей пока еще супруги нет работы, нет дохода и нет жилплощади. Из нашей квартиры она съехала, дома не проживает. Обеспечить нашего сына она не в состоянии. Паш, ты зачем это делаешь? Живет у любовника за его счет. Но ей этого показалось мало, она нашла еще одного. Да ты что такое говоришь? Ты нормальный? А ты? Я да. Будешь отрицать, что спишь с Драгунским? Я могу свидетелей привести. Ваша честь, это наглая ложа, ты мерзкий подонок! Тишина в зале. Ответчики, я вам слова не давала. Ваша честь, простите, пожалуйста, но дайте мне слово. Это у него любовница, ваша честь. Он меня бросил и выгнал на улицу с ребенком. Галина Кузьминична, скажите, пожалуйста. Как Паша сын говорит, так все и правда. Ваша честь, у меня есть свой бизнес. Небольшой, но прибыльный. В отличие от жены. Достойно содержать своего сына я смогу. Кормить, одевать, школу, кружки, все, что надо, у него будет. У меня квартира, мать, пенсионерка сможет. Помочь сынам. Документы на квартиру, справку о доходах, а также свидетельства о похождениях моей пока еще супруги. Я прилагаю. Ты знаешь что, я сына тебе не отдам. Это единственное, что у меня осталось. Да, и Драгунский. Раньше надо было думать. Паша, так тебе не денька нужен. Ты меня наказываешь, да? Тишина в зале. Ответчик, вы работаете? Официально нет. Значит, у вас нет сзвильного дохода. Ну, возможно, у вас есть какие-то сбережения? Ваша честь, я работаю няней с проживанием, и мне зарплата приходит на карточку. Я могу выписки из банка принести. Ваша честь, любовник кидает ей на карту ежемесячное содержание. Вот весь ее доход. Тебя ненавижу. Видите, вот я же говорил. Психическая нестабильность. На сцене постоянно отрывается. Ребенок страдает. Суд удаляется для принятия решения. Суд принял решение и определил место проживания несовершеннолетнего ребенка с отцом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я и слова от нее не услышал. Она все время плакала. Ее свекровь сказала, что развод им с Павлом дали, но по Денису вопрос перенесли. Органы опеки будут проверять материальное состояние отца и матери и потом принимать решение, с кем он будет жить. А почему вдруг? Он же не претендовал на сына. Ты меня об этом спрашиваешь? Кстати, когда ты ей позвонил, она швырнула телефон на стену. Мне забрали деньгу. Он временно будет жить за своей кровью, но потом меня заберут навсегда, и все это из-за тебя и из-за твоей бабы. Я пойду, уложу Верочку в кроватку. Вера, успокойся и объясни точнее. Я уверена, что это твоя Лиля все рассказала, потому что никто другой о нас не знал. Ты бы слышал, какой грязь он поливал меня на суде. Господи, я один раз, один раз позволю отключить себе голову, теперь заберут у меня сына, не трогай меня. Теперь меня будут проверять. И они увидят то, что говорил. То, что говорил Паша, а он говорил правду, у меня нет ни денег, у меня нет квартиры, у меня нет ничего, ни сбережений. Я живу с каким-то непонятным мужиком, с которым, по слову, это подонка сплю, еще и с тобой тоже. Круто. Это все... Что, тебе этого мало? Это все решаемо, Вера. Можно мне сказать? Катарская компания все-таки предложила мне контракт. На пять лет. Я уезжаю в следующем месяце. Поздравляю. Вера, вы можете поехать со мной. В качестве жены. Прошу прощения. Мы поженимся. У вас будет официальный статус. Я найму лучшего адвоката. Он разрулит всю эту нелепую ситуацию. Вам вернут Дениса, он мне как сыр. И я увезу вас отсюда навсегда. Суперплан. Только Вера его принять не может. Почему? Они мне предложили хорошие условия по деньгам. Компания предоставит нам дом, машину. Будут заграничные командировки. Денис сможет учиться в частной школе. Потом сможет поступить в университет. Вера. Вера, вы нужны мне? Вера, объясни этому влюбленному идиоту, что ты не можешь принять его предложение. Почему я идиот? Да потому что ты не видишь очевидного. Вера, скажи ему или скажу я. Мы переспали. Понимаю. Но и ты пойми, что Вера ни в какой катар не едет. Не принимай решение за нее. Я согласен, что женитьба – это лучший вариант в данной ситуации. Но замуж ты выйдешь за меня. Вера. Вера, послушайте. Вы переспали один раз. Вы были уязвимы. А ну, продолжай. Я не удивлюсь, если ты напоил ее и воспользовался. Провидец! Вера, я воспользовался тобой? Пожалуйста, не мучай меня. Я хочу услышать ответ. У вас будет Верочка. Вы сможете удочерить ее. Браво, Олег Борисович. Сокрушительный аргумент. Интересно, что же выберет женщина? Разовый секс? Или ребенка, которого родила? Это было временное помешательство. Для сумасшествия. Пухаете? Что, столяра трезвыми не работают, да? Сергей. Это я разрешил. Парни заказ раньше выполнили. И так, почему не отметить? Потому что я запретил пить. И потому что я плачу тебе зарплату. И не нужно мне делать назло. Я не делал тебе назло. Это что? У тебя настроение кого-то убить? У меня настроение кого-то уволить. Кто курил? Стоять. В кармане что? Я спрашиваю, что в кармане? Уволен. Пошел вон. Вон! А ты чего приехала? Да я просто, я по дороге. Ты понимаешь, что ты натворила? Ты чего добилась? Из-за твоей дурацкой ревности у Веры отобрали ребенка. Как это отобрали? Они с мужем разводятся. Не знала? Сюрприз. Я не хотела, чтобы пацан пострадал. Да у меня крышу сорвало, когда я ее у тебя застала. И вы там... А как ты смотрел на нее? Моя, моя. Ты на ней женишься? Да. А кто говорил? Ненавижу дурацкие кольца и клятвы. Люди используют друг друга и называют это браком. Это чьи слова? Не твои? Мои. И я от них не отказываюсь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КРИКИ Ничего, что мы в ресторан дышим? Нет, так даже лучше. Да. Ты и я. И Верочка. Надеюсь, она проспит до утра и просила нас не беспокоить. Еда, кстати, ресторанная. За нас. Не переживай, Вер, у нас будет прекрасная семья. Ты мудрая, очень цельная, идеальная мать. Идеальная жена, идеальная женщина. Ты точно обо мне говоришь? Конечно. Я люблю тебя, Вер. Олег, я буду стараться соответствовать. Ну, ничего, ничего. Чувства появятся, мы будем работать над этим. У меня для тебя свадебный подарок. Открой, тебе понравится. Открывай, открывай. Как это открывать? Прости, пожалуйста, спасибо. Я, как и обещал, нанял лучшего адвоката. Он зубы съел на бракоразводных процессах. Нет, зубы у него, конечно, есть, свои, шикарные. Но и опыт сумасшедший. К нему очередь на полгода вперед. Но мне удалось. Сколько ты ему заплатил? Я рад, конечно, что ты беспокоишься, но размер его гонорара тебе лучше не знать. Он их всех размажет. Он вернет тебе, нам, Дениса. И удочерением Верочки он тоже займется. Вся необходимая бумага я подписал. Конечно, все решает суд. На эту формальность все стороны согласны. Так что скоро ты будешь дважды мамой. Спасибо большое, это лучший подарок, правда? Ну так я и может достоин чего-то больше, чем просто спасибо. Ты напряжена, как струна. Прости, пожалуйста, мне просто нужно время, правда. Расслабься, расслабься, я сам все сделаю. Ну, может быть, тебе выпить? У моего ж друга это как-то получилось. Прости, прости. Я сам не знаю, что несу. Я просто улетаю через пару дней. Уже? Контракт. Меня ждут. Ну, ничего, поеду, осмотрю дом, пойму там, что к чему. А мы? Тебе нужно ждать решения по Верочке, но главное по Денису. К сожалению, быстро это не получится. Адвокат сказал, может занять пару месяцев. Поэтому я тебя торопил. Прости меня, пожалуйста. Вера. Ну, это же все равно рано или поздно случится. Ты не можешь отказывать мне вечно. Оааа. Тут же надо не взzustел. Уяа. А тут же. Мы просто начинаем. Поехали. Вера. Уехали. Возле кафе остановите, пожалуйста. Я на пару минут. Регистрация через 40 минут, если мы опоздаем. Я ненадолго. Выстас, это я вам звонил. Я вас слушаю. Не говорю. Там флешка с материалами о незаконном строительстве, незаконном согласовании заповедных земель, о взятках и липовых согласований. Возможно, вам будет это интересно. Я бы очень этого хотел. Сам пойти в полицию с этим я не могу по разным причинам. А про вас говорят. Вы ничего не боитесь. Я посмотрю. Если будут вопросы, как я могу с вами связаться. Здесь моя электронная почта. Пишите. Ну, как? Зачетно вообще. А я не знаю. Я бы еще что-то посмотрела. У нас очень широкий выбор. Все мировые тренды мы отслеживаем. Подгоним по фигуре. Что надо подчеркнем, что-то скроем. Будет сидеть идеально, я вас уверяю. И это, кстати, включено в стоимость. Ну, по поводу стоимости, к будущему мужу. Пожалуйста, все цены в каталоге. А что это за номера телефонов? Это стоимость? Ну, дорогой. Ну, ты все время в салоне такой кислый был. Ты же не против свадьбы и платья? Я понимаю, что все это у тебя уже было. Но я же выхожу замуж первый раз. У нас все с тобой будет хорошо. Мы будем счастливы. Помнишь, ты мне обещал? Любимый, я набросаю список гостей. Ты же не против? У вас все нормально? Папа, это я. Мне надоело бабушке. Я домой хочу. Я тоже много чего хочу, чувачок. А когда ты мне велосипед купишь? На день рождения. Нет денег сейчас. Напряг большой, если честно. Я собрал копилки. Ты обещал. Дай-ка мне. Дай, Денис. Алло, сынок, а мне ты когда денежку дашь, а? А то сбросил дитё на мать. Давай, мать, вперёд, корми. Кроссовки, между прочим, у него порвались. Новые надо. Надо, надо. Всем надо. Я мысли понял. Всё, пока. Пока. Будем слушать, да? Дети мои хорошие, сейчас, сейчас кормить тебя будут. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да. Думала, уже не ответишь. Ты мне нужен. Можешь приехать? Ящик стола закрыт не полностью, хотя я утром убирала, и точно помню, что все их закрыло. Картина сдвинута, хотя висела ровно. Понимаешь, у меня пунктик, чтобы все всегда было на своих местах и ровно висело. А за картиной сейф? Да. Я бы не стала тебе звонить, но, боюсь, полиции меня не станут слушать, потому что, кажется, ничего не пропало. Кажется или ничего не пропало? Я еще точно не знаю, где и что лежит. Я тут не так дома хозяйка. У Олега в ящиках всегда такой бардак? Не знаю. Да, еще. Может, это и не важно, но я потеряла ключи. Может, и не потеряла, может, куда-то положила. В общем, Олег сказал, что ничего страшного, дал мне новый комплект ключей. И я вот что подумала. Что если кто-то нашел мои ключи, ну или украл их из сумочки, потом пробрался в дом... Ну, если это были воры, то они же все бы перевернули вверх дном, а тут все аккуратно. Я что-то не то говорю? Могла бы просто сказать, что соскучилась, я бы и так приехал. Что прости? А не сочинять такую длинную историю? Понял. То есть, ты мне не веришь? Так вот, я бы никогда... Никогда. Да я знаю. Я знаю, что никогда. Да, я слушаю. Дружище, привет. Привет. Слушай, тут такое дело, я у тебя в квартире вместе с Верой. Ты на громкой связи. По ходу, пока Веры не было дома, кто-то заходил в квартиру. Вера говорит, что ничего не пропало, но явно что-то искали. Ты что, ничего не сказал? Что не сказал? Вера, у меня кое-какие проблемы с серьезными людьми. Так, а серьезные люди это кто? Бандиты? Как бандиты? Связано с моей прошлой работой. Уезжаю, я оставил одному журналисту, блогеру, кое-какой материал на них. Либо они об этом узнали, либо журналист меня слил и поэтому не приходили. Но дома, дома ничего нет, не беспокойся. Отлично, и ты мне об этом не сказал. Прости, я подумал, чем меньше ты знаешь, тем безопаснее для тебя же. Спасибо. Если они ничего не нашли, то вернутся и продолжат поиски, сейф они не тронули. Или вернутся за Верой, чтобы тебя достать из твоего катара. Это только догадки. Я не могу сейчас прилететь. Если я сейчас все брошу и прилечу, меня просто уволят. А я дома уже все мосты сжег. Что ты сделал? Мосты сжег? А если Веру в карьере за ноги подвесят? Ты о чем думал? Прости, я не мог просто так уехать и ничего не сделать. Простите, пожалуйста, какие ноги и какой карьер. Извини, это и так образно. Так, слушайте, сменой замков эту проблему не решишь. Таких людей это не остановит. Для полиции у нас только догадки. Тебе нужна защита. Переедешь ко мне, у меня другого варианта нет. Нет. А что так? Боитесь, что кто-то нарушит супружескую верность? Кто-то не боится. А вот у кого-то слишком раздутое самомнение из-за общения с неприхотливыми женщинами. Что, умыла тебе? Алло! Алло, дружище, связь плохая, пропадаешь. Никуда я не пропадаю, перестань. Ваш брак формальность или вы спите вместе? Вы перешли на ты. Ревнишь? Да. Хоть и не должен. Ты вышла замуж по расчету. Ты ничем не лучше других. Ты меня разочаровала. Ты же сравним не хочешь? Да. Тогда как я смогу к тебе переехать? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну вот и все. Установили. Видеонаблюдение ставите, наверняка няню берете, да? Ага. Ну да, сейчас это обычное дело. Родители волнуются, как няньки за их детьми смотрят. Да, сейчас в интернете такое увидишь, волосы дыбом. Ну, наблюдать-то можно со смартфона и с компьютера. И с любой точки мира. Можно онлайн, а можно и в записи. Вот. Да, и самое главное. По закону положено поставить всех, кто живет или работает в доме, в известность, что ведется видеонаблюдение. Уже? Ну все, наблюдайте тогда. Идем. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я бы тоже выпил, но не чай. А кофе крепкий и сладкий. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Пожалуйста, как заказывали. Спасибо. Посматриваешь за мной? Как ты могла такое подумать? Я забочусь о твоей безопасности, контролирую ситуацию. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Одним словом быть. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Чувствую себя под колпаком. Не нравится мне твоя рутина. Ну, мне собственно тоже. И если бы ты не упрямилась, мы давно были бы дома в постели. Ну, разумеется, каждый в своей. Не дай бог что-нибудь случится, я же не успею приехать. А мне жена моего друга дорога. Я обещал о тебе заботиться, как о своей. Долго выдержишь так? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Поддержу! Добро пожаловать в наш канал! Заявочка! Добро пожаловать в наш канал! 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 Нет, не жена. Ну, может, оно и лучше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Нет, не вижу. Не смей ее трогать. А то что? Ты мой друг. Вспомнил. В таком случае приезжай и решай сам свои проблемы. Ты знаешь, я не могу. Надеюсь на твою порядочность. Да пошел ты. Ну как, вкусный торт? Я люблю мамин торт. Где мама? Чувачок, так получается, что мы с твоей мамой разбежались. Теперь не вместе. Теперь у нас другая семья. Ты и я, и тетя Дина. А мама? Мама сейчас будет жить отдельно. Вот. И... Она бросила у нас тебя и меня. Нашла другого дядю. Будешь жить с ним. Ты врешь. Ты как с отцом разговариваешь? Мама сказала, что он на меня скоро заберет. Прекрати. Ну почему бы ребенку не жить с матерью? И он волнуется, и ты нервничаешь. Антин, кажется тебе что-то принесли. Мне? Вера, в доме два этажа, так что, думаю, как-нибудь разместимся. Спасибо, Сереж. До свидания. Всего доброго. Это? Счастлива? Очень. Дай примерю. Давай. Пап, а где моя копилка? Я хочу велосипед. Ты можешь не ныть. Ну что Дина подумает о тебе? Я хочу к маме. Иди в ум. Торт пока поешь. Вот, ты, по-моему, да, животик. Вот так. Ножки. Да? Все, все, ладно, сходи, варю. Да? Хотел бы я увидеть своего ребенка, пока меня какой-нибудь инфаркт не свалит. Что? Просто мысли вслух. И не надо на меня смотреть такими жалостливыми глазами. Нет? Это не жалость, Сережа. А что, Вера? Просто я сына вернуть хочу и дочку получить в лучшенье в четверг. Какие у тебя шансы? Не знаю, но для меня это самое главное. Переодитесь потом. Просто бомбезно. Моя королева. Посмотри, какая офигенная у нас Дина. Ты что творишь, засранец? Нет, бабочка, нет. Сидишь, подумаешь над своим поведением. И что? Сдадим химчистку. Они очистятся, я новые куплю еще лучше. Деньку через час выпустишь, а я... В общем, ложитесь, не ждите меня. Ты куда? Заказ хороший наклевывается, я пойду пообщаюсь. Не скучай. Я очень на тебя зла, но ты можешь выйти. Там, наверное, страшно? Не хочешь, не выходи. Я что, тебя уговаривать буду? Только учти, нам с тобой придется подружиться. Потому что я выхожу замуж за твоего папу. И буду твоей мачехой. Хотим мы оба этого или нет. Засранец. Да, хорошо устроились, правда. Олег? Еще не переспали? Можешь спать спокойно. Хотя я бы не смог. Нет, не пьяный, просто злой и голодный. Я очень голодный твоя мама. Ладно, давай, пока. До завтра. Ну, начинается. Вообще-то я тебе ужин приготовила. А вот это вот все счастье мне. Женщина, которая забирала тебя по скорой, врач, сказала, что тебе нужно соблюдать диету. Сколько кофе ты сегодня выпил? Не знаю, мамочка. Смешно. От 20 до 40 процентов приступов мигрени именно от неправильного питания. Рылась в интернете. Тема интересовалась, да? Я польщен. Энергетики? Соленья? Вика, остановись, а! Копчености? Серьезно? Алло, алло, женщина, уймись, а! Сереж, тебе нельзя это! Твоя еда теперь гречка, овсянка, овощи вон на столе, имбирь я купила и вот крупная ромашка. Я тебе заварила. Я не буду пить эту гадость. И есть я этого не буду. Мне не 80 лет. И вообще, вся твоя теория про диету бездоказательна. Ну, хорошо. Тогда болей, мучайся и думай, что у тебя будет раньше инсульт, инфаркт или ребенок. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Повышаю. Пас. Я пас. Отвечаю и повышаю. Пас. Серьезно? Ну, что, вскрываемся? Три дамы. Семь, семь, семь. Три семерки. Это все? Или четыре? Газа. 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну что, мужчины, спасибо за игру. Или продолжаем? Твою мать, ну как же так? Чего, Павлик, кормилась тебе фортуна сегодня, как говорится, спиной? Забей, Сазон. На, выпей еще. Хорошо бы отыграться? Или постой, долгони. Да ну ты чего? Я сам играть хочу. Машину поставь. Не. Граточка тебе. О, благодарничка. Так продолжаем, Ильичок. Играем. Другой калинкор. Тихо. Тихо. Так. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ты утомила, ей-богу! Хватит мозг мне выносить! Чего тебе надо? Вообще-то я хотела с сыном поговорить. Твоя мама сказала, что ты на выходные его забрал. Но ты раньше не мог ответить. Я не успела ему спокойной ночи пожелать. Переживет. Вообще-то мы с ним всегда перед сном разговариваем. Это важно. Хотя кому я говорю? Слушай, это долго будет продолжаться, а? Долго я проспит он уже! Не будить же! Сазонов, ты что, пьяный? Сазонов с ребенком все нормально? Что с ним случится? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Денька! День! Деня! Дина, где мой сын? Сережа, Денька пропала. Только что Сазонов сказал, я как чувствовала. Давно? Он не знает. Успокойся, успокойся, мы его найдем. Тихо. Алло, Мишаня, извини, что посреди ночи, ты мне нужен. Запиши адрес. Сережа, я с тобой поеду, я не смогу тут одна сидеть ждать. Звони Наташе, пусть посидит с Верочкой. Миша здесь? Пиши. Сазонов сейчас полиция заявляет о пропаже. Я поговорил с его подружкой. Денис ушел из дома, я его жду за 10.00 и часа ночи. Ребенка не было, дома там их пять часов, и ты не заметила? Я уснула. Я могу идти? Стой, ты расскажешь, почему мой ребенок ушел из дома? Он испортил мое свадебное платье, и Паша наказал его? Как? Как Паша его наказал? Запер в ванной. Что? Из-за какого-то платья? Он его... Если бы это был твой ребенок, ты бы не была такой спокойной? Паша, спокойно. Привет, Стас, подключайся. Там нотариальная контора, есть камеры. Позвонил Натариуса, он уже едет. Стас, отлично, выяснил время, когда он ушел, и направление, куда он двинулся. Пиарет, я тебе рассказываю. Смотри на меня, послушай. Соберись. Сосредоточься. Нужно выяснить, где еще могут быть камеры. Там на углу есть банки. Да, там, значит, так, там есть заправка, есть за поворотом и супермаркет. Дальше пожарка и аптека круглосуточная, у сквера ресторан. Я позвоню своим, пусть подключатся. Стас, опроси соседей, возможно, кто-то видел малого. Тихо, успокойся. Вера, есть волонтерская организация, которая занимается поиском детей. Найди их страничку в интернете, напиши. Чем больше людей, тем лучше. Сарюш, ты хочешь меня за тем, чтобы я с ума не сошла? Я тебе обещаю, мы его найдем. Петрович, уже пора. Пора, пора. Мы обычно больше суток изображения не храним. Так что вам повезло. Так, прокручивай на ускорке двор. Крути дальше. Это он. Господи, беглый мой ребенок, он же собак боится. Мальчик бежал в страну Садовая, 21-26. Надо посмотреть камеры в супермаркете и на заправке. Тихо. Тихо, тихо. 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 Все, тихо. Ну, посмотри. Посмотри, сколько людей собралось, а. Все, все. Уважаемый, нам нужно прочесать все подвалы и в чердаке поможете нам. О, опять все. Ну, будем при свечах. Водочку достану. Достаю водочку. Ух ты! Сваливай! Мама! 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 Мамочка! Денька! Денька! Простите, пожалуйста, вы не видели мальчика, шесть лет такой, в серой кофточке, маленький. У вас на ноге что-то горело. Деня! Вы откуда начать хотите? С подвала, чердак? Какая разница? Это запах снега. Денька, сынок, мама рядом! Денька! 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 Простите меня, запи! Послушай меня! Останься здесь! Держи, держи. Не взрывай с пассажата! Сережа, Денька! Мама! Мама! Денька, мама рядом! Денька! Мама! Мама! Денька! Денька! Денька, сынок, Денька! Денька, сынок! Денька, сынок! Ну, все, 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 все. Все на двое, ребенок. Все на двое. Все на двое. Все, солнышко! Все будет хорошо, да? Все, мама рядом, все будет хорошо. Моя подзащитная замужем, имеет жилплощадь, сбережение в банке, воспитывает малолетнюю дочь мужа от первого брака, которую, кстати, удочеряет. Процедура в стадии рассмотрения. Вера Федоровна находится на обеспечении мужа, который работает по контракту в крупной международной компании. Все подтверждающие документы мы предоставляем уважаемому суду. Прошу. Благодарю. Таким образом, у моей подзащитной созданы все условия для проживания, воспитания и развития сына. Также обращаю ваше внимание на то, что, находясь на попечении отца, господина Сазонова, мальчик сбежал из дома и едва не сгорел. Ваша честь, на этом моя речь закончена. Свидетели действующие бывшие офицеры полиции готовы дать показания, если позвольте. Да, конечно. Прошу. Сергей Драгунский. Ваша честь, в моем понимании ребенок должен воспитываться в любви и заботе. И кроме крайних случаев не может быть отлучен от матери, от такой хорошей матери, какой является Вера Федоровна. А такого отца, как Сазонов, я бы вообще лишил родительских прав. Он отругал ребенка и запер его в темном туалете, зная, что тот панически боится темноты. Это чуть не привело к трагедии. Какие люди и без охраны. Что, шоколадно-зашибенное у тебя все, да? Куча бабок, мужику за граммки. Знаешь, Паша, главное, мой ребенок теперь со мной. И с тобой, подонка, меня ничего не связывает. Какие-то проблемы? Мама! Солнышко мое! Мое солнышко, сыночек! Пойдем? Думаешь, сделал меня? Утопил Сазона? Только она все равно не твоя. Жена друга. Греет меня это. Сильный. Добрый вечер. Ну, здравствуй, Павел Андреевич. А что трубу не берем? Играть не приходим? Откуда вы узнали, где я живу? Убежаешь, бро. Мы, как ты понимаешь, приехали за долг спросить. Слушай, я все отдам. Ну, просто позже. Сейчас пустой, как барабаны. А за работу я. Это когда? На турецкую пасху? Ничего бы за стол садиться. Отыграться хотел. Дьяный был. Мне Матюхин бухло таскал. Он же на вас работает. Развели меня, как лоха. А процентики-то капают. Я понял. Мысль свою донесли. Не вздумай бегать. У тебя, кажется, мать и сын. Уснули? Да, Денька такой счастливый. Еле угомонился. Садись. Сережа, ведь если бы нет, то я Денька мог погибнуть. Спасибо. Вера, ты же знаешь, что благодарность – это не то, что я от тебя жду. Ни одна ночь мне не нужна. Она у меня уже была. Сережа, ты знаешь, что немного развестись? А все остальное меня не устраивает. А все остальное меня не устраивает. Разве у меня были шансы? Паш, все происходит так, как нужно. У тебя прекрасный сын, но... Но дети-то такой напряг. Ты бы видел ее. Смотрел на меня, как на грязь. А ты, я вижу, выпил. За горе? Динора, у меня проблемы. Я должен много бабок. Не спрашивай. Бизнес – это всегда риск. Свадьбу придется отложить. Даже так? Нет, мы сделаем ее, но позже. Прости, а зачем ты мне об этом говоришь? Я разве могу чем-то помочь? Вообще, ты можешь. У меня есть связи. Я могу тебе устроить программу по суррогатному материнству. Ха-ха-ха. Прости, что? Ну, конечно, там берут только рожавших, но это... Чтобы роженица не оставила ребенка себе, я думаю, что у тебя не будет с этим проблем. Ну, а что, девять месяцев, пятнадцать-двадцать штук зелени наши. А что за бред? Ну, ради меня я бы не просил, если бы не эти обстоятельства. Ты несешь какую-то ерунду. В голове не укладывается. А это укладывается? Это... Меня избили и сказали только на чего. Помнишь, я в горе и в радости. Докажи, что любишь. Докажи, что любишь. Я очень тебя люблю. Не втягивай меня в свои проблемы, ладно? Я хочу быть за мужем, как за каменной стеной, а не опорой для этой стены. Я уверена, у тебя все получится, как у настоящего мужчины. Потом тебе будет стыдно за этот разговор, поэтому давай просто забудем. Есть хата упакованная. За этой картиной сейф. Я даже фотку сделал, думал, что пригодится. Только мне одному его не вскрыть. Там можно больше взять, чем я вам должен. И без риска. Хозяин в отъезде. Работает за границей. По контракту на пять лет. По машине дяди Олегу ручкой. Вот так. Автогеном скрыли сейф. Скажи, что в нем было? Украшение Татьяны, там, денег. Две тысячи долларов. Оставил для Веры на всякий случай. Что еще? Документы на квартиру? Ну, документы не взяли. Там в ящике стола, помнишь? Изумруд Таташи, который ты мне вернул. Лежал в ящике стола, я там, честно, на него смотрел. Но его, по ходу, дело забрали. Нужно составить опись пропавшего. Хорошо, если бы хозяин приехал. Ты слышал? Я постараюсь ворваться. Все равно семью перевозить надо. После слушания по Верочке мы уедем. Пора с этим заканчивать. Слушай, кстати, а кино, как это все происходило, я заценить могу? Парни работают, но пока глухо. Может, это Ева навела на квартиру? У нее ключи были? Ну, это на нее не похоже. Она бы, скорее всего, что-нибудь сломала, там, вещи разбросала. Ну, чтобы сейф скрывать. Не знаю, нет, для нее это слишком меркантильное. Я бы так не был уверен. Дверь открыли ключом. Серег, даже если это Ева, я хочу, чтобы ты ее не трогал. Понял? Мне жаль украшения Таши, но так тому и быть. Все, что я сейчас хочу, это продать квартиру, забрать семью и уехать отсюда как можно скорее. Для начала мне нужно к Павлу. Подбросишь? Здоровья, Лилия Ивановна. Долгих лет жизни. Денег побольше. А хотя они у вас и так есть. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо. Спасибо, мои дорогие. Ну что, по рабочим местам? Угу. АПЛОДИСМЕНТЫ Тук-тук. О! АПЛОДИСМЕНТЫ Ох! Ох! Я не забыл. Ох! Ох! Поздравляю тебя! Ох! 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 Возреби и рак рыба. Может быть, но проверять не хочется. Какая же ты красивая, слушай. Очень. Ай-яй-яй-яй. Ну что ж, предлагаю за это выпить. Так, держи. Тебе. Ух ты, какой у тебя выбор, а? Ну давай остановимся на этом. Побалую себе немножко. По чуть-чуть. Нехорошо красоте такой пропадать. Тебе мужик нужен. Это ты себя предлагаешь? А почему нет? Ну когда-то же ты меня полюбила. Меня помыть, побрить, накормить хорошенько. И не стыдно будет старость встретить. Ясно. Работать надоело. В теплое местечко захотелось кормушки. О тебе, дура, переживаю. Может, лучше голодать, чем что попало есть? И лучше быть одной, чем вместе с кем попало. Слуховала? Нет, не слуховала. Ну, запомни. Какая гадость. А ты носом не уберти. Еще год-два. И кому ты нужна, Миша? Даже со своими бабками. Слушай, вали давай, а. На работу. Давай. А что? Если уволят, я просить за тебя не буду. Да, подожди. Забыл совсем. Мент твой уже несколько дней не появлялся. Странно, странно. Загулял, наверное, да? Я поначалу опасался, что мне привет туда какой-нибудь пришлют. Мои знакомые. Но нет, все тихо. Думаешь, пронесло? Не знаю. Нет, страна там спокойная. Хорошая, мирная. Дом отличный. Новый, двухэтажный, с бассейном. Жарковато, правда. Зато залив какой. Пляж же потрясающий. Школу для Дениса посоветовали. Преподавание на английском языке. Осталось только разрешение в Сазонову получить. Пока не понимаю, как. А без разрешения никак не уехать? Нет, я узнавал. Представляешь, деньги не берет. Когда мы уже от него отвяжемся? Ну, ничего. Я через пару дней еще с ним поговорю. Надо просто дать ему то, что он хочет, и он успокоится. Мою голову на блюде. Скорее мою. Смешно. Как же бесит, что от него моя жизнь зависит. Он диктует, где мне жить. Что делать? Наверное, упивается этим. Тук-тук. Здрасте. У тебя гости, прости. Но я всего на два слова. Мне сказали, ты в цехе не появляешься. А я-то думаю, вложения мои работают. А ты забил на бизнес? Я не забил. Леонид сейчас всем управляет. Это, наверное, я виноват. У меня квартиру ограбили, а Сергей мое дело ведет. Олег Савчук. Лиля. Друг Сергея, муж Веры. Надо же. А, кажется, у вашей супруги недавно был другой муж? Был. Да, всплыл. Надо же. Как люди все успевают. Сережа? А разве не ты собиралась на ней жениться? Красивая прическа. Здравствуйте. Так, день рождения у меня, Сереженька. Поздравлять не надо. Сороковник. Трундец, что за цифры. Да нет, это неизбежно для всех. Но в любом случае мы вас поздравляем. Ну, тогда выпьем. Давайте. За вас. А я надеялась сорок лет встретить всеоружие. Замужем. И беременная. Если бы не ты. Ну, где ты взялась на мою голову, а? Может, у тебя кислотой какой-нибудь плеснуть? Лель, мне кажется, тебе пора. С тобой я не могу быть, Сереженька. И без тебя тоже. Да. Кажется, вспыл человечек с видео. Собираюсь подъехать. Проверьте. Пришли мне адрес. Я подъеду. Вы извините, мне нужно ехать. Утром увидимся. Утром увидимся. Олег, пожалуйста, я очень боялась твоего приезда. А я, что будет именно так. Чудо не случилось, да? Вера, я сейчас очень зол, поэтому много говорить не буду. Я прошу об одном. Дай нам шанс. Дай мне шанс. Я подожду, пока мы переедем. У нас будет новая страна, новый дом. У нас будет новое небо над головой, звезды. Новые мечты и потрясающие планы. Это будем новые мы. Я обещаю тебе, ты потеряешь голову, ты еще влюбишься в меня. Завтра мы переедем в квартиру. Олег, дети только стали привыкать. Давай не будем их тревожить. Вера, не надо прикрываться детьми. Я прекрасно понимаю, почему ты не хочешь переезжать. Я хорошо отношусь к Сергею. Я люблю его, как брата. Да, он крут. А что с него через пять лет? Думай трезво. Что он сможет тебе дать? Группу инвалидности? Прекрати. Я больше не буду тебя уговаривать. Все, что мог, я уже сказал. Двенадцатого мы с Верочкой улетаем. С тобой или без тебя, реши сама. Ты куда? На квартиру. У тебя есть над чем подумать. Двенадцатого мы с Верочкой улетаем. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Давай. Руки! Руки! Руки, чтобы они не успеют! Я на скрываться на месте! Тихо, 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 тихо. Так а что мы нарушили начальника? Сидим с пацанами, выпиваем, шпилим по маленькой. У нас вновь есть разрешение. И казино абсолютно легальное. Твою мать! Вот такая засада, Криташов. Там камеры были. Где твой брат? Шутишь, начальник? Не скажешь. Кто восстановил? Он подставил вас. Знал, что камера в квартире. Там ничего ворованного нет. Все чисто. Но не бегать же пацанам каждый раз ломбард. И это? Да, я не помню. Все на выход. Пошел. Пошел на выход. Шевелись. Шевелись. Начальник, помните меня? Я Матюхин. Помню. Ты с Сазоновым в одной ферме работал. Дом мне сожгли. Потом еще пытались отремонтировать. Не-не-не, я ничего не сжигал. Это все Сазон. Кстати, я его на дух не перевариваю. Он мурло. Подвеска как раз вот эта. Вот ее Сазон и принес. И в тот же вечер поставил его. Сазонов тоже тут играет? Уже нет. Он тачку свою проиграл. И не только. Идет. Отпустите меня. Вы же меня знаете, а? Я же простой электрик, а? Зашел после работы просто так в картишки перекинуться. Начальник! Я заберу? Да, конечно. Что надо? Что, опять пожар? Сюрприз. Не знал, что там камеры стоят. Это кто? Ты дурака-то не включай. Это братья Карташовы. Ты случайно не им машину проиграл, а потом на квартиру Олега навел. Это они сказали? Козлы. Черт. Сами влипли и меня тянут. Я не при делах. Сазонов. Это от пяти до восьми. Что, засадить меня хочешь, да? Мечта твоя сбылась? Ты придурок! Ты сам ее исполнил. Сам не знаю, как вышло. Черт попутал. Вернее, братья. Билли прессовали меня. Мне с той хаты даже не перепало ничего. Вот ты чмошники. Это что? Я не хочу в тюрьму. Драгунский. Серега. Ты смотри. Ты имя моё помнишь. Прости, но я вел себя, как скотина. Ты думаешь, я не наказан? Вся жизнь моя наперекосяк после того пожара. Сейчас бы, жил бы... Горя не знал. С Веркой, с сыном. Но ты тоже не в накладе. Ну, я проверку. Даже имени ее не вспоминал. Одевайся. Ты только не в тюрьму. Я прошу тебя. У меня мать с именем. Я жениться собрался. Одевайся. Паспорт не забудь. Паспорт не забудь. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Разрешение на выезд. Я деньги. Сазонов подписал. Как тебе это удалось? Десять минут головой в унитазе не такое подпишешь. Можешь ехать в свой рай заморский. А если я не хочу уезжать? Хочу, не хочу. Ты можешь определиться? Я хочу жить в этом доме. Я хочу заботиться о тебе. Я хочу носить твоего ребенка под сердцем. Я хочу заниматься с тобой сексом. Я хочу, когда тебе больно, держать тебя за руку, чтобы хоть как-то уменьшить твою боль. Я хочу готовить блинчики на завтрак. Я хочу завести собаку, кошку. Я хочу по выходным гулять в парке. Если хоть что-то из этого совпадает, я прошу тебя, скажи, чтобы я осталась. Это поможет? Ты можешь хотя бы попытаться. Хорошо. Я хочу, чтобы ты осталась. Скажи, что ты любишь меня. Это увеличит мои шансы. Да. Окей, сейчас я соберусь. Ну, неужели я тебе такого не говорил? Раз стоили двести. Сереж, ни разу. Не смогу. Ну, почему вам, женщинам, обязательно слышите эти слова? Тогда поцелуй меня, как тогда, возле квартиры. Ты оценила. Это получилось случайно. Но я могу попытаться попробовать. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Алло? Алло, это МушнаДень? А вы можете плазму на стену повесить? Алло? Алло, вы там? Да, да, я слушаю. Так что возьмётесь? Сколько это будет стоить? Мне срочно. Договоримся. Скажите адрес. Сейчас пришлю. Квартира 312. Открывайте. Что ж ты, Павел Андреевич? Меня ножом пронули. Помогите. Хоть скорую вызови. Привет. Здравствуйте. Хочешь поговорить? Да, простите, это ненадолго. Хорошо выглядишь. Спасибо. Ты приняла решение? Да, я люблю тебя. Сказала она невесела. Я люблю тебя, но не так, как тебе бы этого хотелось. Олег, я знаю, что после того, что я скажу, ты... Ты заберёшь Верочку, но я не могу обманывать тебя, себя и Серёжу тоже. Я подвину разу Виталика. Я сказала это до суда, до удочерения, потому что так будет честно. Я до суда. Да. КОНЕЦ Зайдёшь? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Езжей. Отец Савчук Олег Борисович, мать Сазонова, Вера Федоровна. Постановили, зарегистрировали и выдали новое свидетельство. И хоть у модных адвокатов все схвачено, но времени на то уходит все равно. Да? Что это значит? Он тебя уговорил, и ты уезжаешь? Конечно. Да, конечно, я остаюсь с тобой. О, что? Утюма, ютюма. Чертов будильник. Забыла выключить. А ты что, уходишь? Пора идти. Может, хотя бы на завтрак останешься? Что ты любишь, сырник, омлет? У меня встреча. Кажется, это я хочу пригласить тебя на завтрак. Ладно, я согласна. Я проверю свое расписание. А ты сообщи, где и когда. В Катаре. Где? А у тебя какая разница? Ну, а что ты будешь делать, если я соглашусь? Позвони мне. До 12-го я еще буду в стране. Я проверил ваш материал. Все подтвердилось. Я написал статью, хочу вам показать. А вы не боитесь, что я полицию привел? Сдам вас сейчас. Нет, не боюсь. Если вы решили улететь, то советую не откладывать. После того, как я это опубликую, такой замес начнется. Полетят головы. А вы не боитесь? Нет, не боюсь. Меня не тронут, я известен. Голос правды, так сказать. А вот вам советую валить. Паша, вот поешь, давай. Пока свеженькая, горяченькая. Давай. Привет, любимый. Привет. Что с настроением? Так, это тебе. Я разговаривала с врачом. Скоро снимут швы, и все будет хорошо. Домой. А бульончик мужику любимому сварить. Что, трудно сунуть курицу в воду? Мать, хватит. Полиция приходила? Они собираются искать того, кто это сделал? Паша, а ты позвони тому полицейскому. Ты же ему деньги сполна отдал. За 20 штук-то пусть поможет. Может, у тебя же нормальное отношение с ним? 20 штук? Какой полицейский? У Паши долг был. Вере пришлось суррогатного ребенка родить, чтобы рассчитаться. А ты и не знала. Ты никогда не рассказывала. Вот, Верочка, какая была жена. Вот это я понимаю. А ты бульончик сварить не хочешь. Уходи, утомила. Что не так, мать, ляпнула? Бедный ты мой, бедный. Так вот, почему ты мне суррогатное предлагал. Я еще, ну, откуда такая бредовая идея? Да. Был долг, а денег не было. А заработать ты не пробовал, Паша? Или нужно только жен использовать? Как инкубатор. Верка меня любила. А ты, Диноль, любишь? Знаешь, я ведь ради тебя такие вещи делал. Я ведь никакой не бизнесмен. Электрик просто. И фирма моя, лишь на бумаге. Никаких сотрудников нет. И никогда не было. Врал я. Чтобы быть с тобой. Чувствовать себя кем-то другим. Лучше, богаче. Умнее. Подрезали меня за долг карточный. Я машину проиграл. Все проиграл. Хотел, чтобы... Чтобы на свадьбу бабла срубить. Чтобы... Ты у меня королева. И в лучшем ресторане Все долго отдал Ключи от Олега квартиры, В которой Верка жила. Ты никогда не была на Мальдивах. Я тебе их подарил. Правда, для этого Бабки у матери отобрал, А карты у Верки. Но ты встретил рассвет на океане. Когда предложение тебе я делал... Копилку сына разбил. Забрал сто долларов, которые малой. На велик собирал, но... Но ведь оно того стоило. Когда я чуть не умер, я... Я решил все тебе рассказать. Скажи, нужен тебе такой... Пашка Сазунов? Я не зациклена на деньгах. Когда у мужчины есть перспектива. Ты лузер. У тебя мышление лузер. Ты проживешь всю жизнь в этой квартире. Будешь тропить стены до пенсии. И сопьешься от такой жизни. Но ты не со мной. Мрачно говоришь, Динуля. Если бы ты меня поддержал, мы бы... Я хочу ехать. А не везти. А ехать лучше на Мерседесе. Прости. Выздоравливай. Дина Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. У вас все нормально? Да, спасибо. Все прекрасно. Так может, мы на кофе? А почему бы нет? Красивая машина. Спасибо. По данным очередного расследования Стаса Новака, сопредседатель и основатель антикоррупционного альянса Александр Васильев, которого в обществе принято считать едва ли не главным борцом с коррупцией, владеет собственностью, происхождение которой весьма сомнительно. Десятки участков земли в элитных поселках, на побережье, в горах, строящийся эко-отель в заповедной зоне и многое другое. Выкидывайте, пожалуйста. Я не знаю, как он справится. Он даже не умеет подгузник надевать. Все он умеет. Пожалуйста, не нагнетай. Ой, я не еду тебе. Иди сюда. Солнышко, 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 как же я справлюсь без тебя? Вер, пожалуйста, не плачь. На тебя смотрит Верочка, ты можешь ее напугать. Подумай, что они уезжают на месяц. К примеру. А ты через месяц приедешь и увидишь ее. Но не на Луну же они улетают. Вер, подумай о нашем ребенке. Ну, а вдруг ты бери. О, да у нас тут потоп. Все, чуть-чуть. Чуть-чуть. Так, Олег, я... Я собрала вот. Вот здесь подгузники, одеяльца. Еще соску дай обязательно. При взлете, при посадке, чтобы ушки не заложилось. Не переживай. Я специальную люльку заказал. Все будет хорошо. Еда. Я знаю. Ну, все. Давайте прощаться. Такси уже ждет. Денька, приедешь к нам с Верочкой в гости? Да. Ну, давай. Пока, дружечка. Олег, я поеду с тобой в аэропорт и провожу. Вера останется дома. Да, я... Не смогу с ней в аэропорту упроститься. Я ее не отдам. Я и так тут на успокоительных только держусь. Вера. Вера. Я не могу ее оставить. Мне нужно кого-то любить. Чтобы кто-то любил меня. Вера. Давай сюда. Еще, брат, я должен тебе. И не знаю, когда смогу отдать деньги. Это документы на мою долю цеха. Поверь, это хорошее вложение. Цех уже приносит прибыль, а через два-три года ты сможешь не работать и только жить за его счет. Лиля очень жестко ведет дела, так что все будет гуд. Серега, я понимаю, ты хочешь вернуть долг, но я не хочу себя ничем здесь привязывать. Да? Я отдаю свою долю Вере. Да ладно. Считай, дорогая, это мой подарок на развод. Да? Не могу же идти отпустить с пустыми руками. Олег, ну ты чего? Пока. Будешь счастлива, Вера Сазанова. Будешь? Буду. Ну, а если не будешь, ты знаешь, кому позвонить. Алло, я еще тут. Ну все. Все, надо ехать. Тихо, 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 маленькая, не плачь. Не плачь, не плачь, не плачь, не плачь, не плачь. Не плачь, не плачь. Давайте на центральное кладбище заедем ненадолго. Я с Татьяной попрощаться хочу. Ты вообще не собираешься возвращаться? Угу. Можно? Да. Давайте там направо повернем, немного срежем. Все нормально? Да, показалось. Все нормально? Натаречка, приезжай, пожалуйста. Давай. Тебе солнышко улички наобьет. Хорошо, давай. Пока. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ЛОЖИТЬ! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ЛОЖИТЬ! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ЛОЖИТЬ! Продолжение следует... 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Денька, привет! Это тебе, а это сестренке. Смотри, иди сюда. Становись. Кулачком бей, давай. Смотри, мне нет, вот. Так. Сжимай кулачок вот так вот. Бей. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Привет. Привет. А ты Деньку когда привезешь? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Так во сколько скажешь? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты какая-то бледная, все хорошо? Да, то есть нет, поясницу утра ломит. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что? Так, мне кажется, вода отходит. У меня воды отходит! Да не кричи, я понял, понял. Ой, и не тебе. День, пойди пока на велосипеде покатайся. О! СМЕХ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да, да, да. Да, спасибо, ждем. Слушай, опять рисует 50 минут ехать. Я надеюсь, ты дороги опять не родишь. Вообще-то Драгунские от третьего первый раз рожали, так что не знаю. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Люблю тебя. Все будет хорошо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Едут, вставай. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Кажется, кто-то обещал мне в прошлый раз на скорой на руках донести. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я не могу. У меня уже на руках есть одна женщина, да? Да. Красавица может. Давай, аккуратненько. Да иди-то, а? Тот же док. Вера, мне эти знаки не нравятся, я поеду с тобой. Нет, Сереж, ты с детьми остаешься. Здравствуйте. Здравствуйте. Сазонов, ты не торопишься? С детьми побудешь? Да, конечно, с удовольствием. Ну, я отлично. Вера, ты не волнуйся. Сереж, я ему не доверяю. Вера, будь спокойной, а? Сазонов, если что-нибудь случится, я знаю, где тебе найти, понял? Паспорт, обменку взяли? Взяли. А это же вы. Я ведь вас узнал. Меня еще после ваших родов в прошлый раз в новостях показывали. Смотрели? Сазонов! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да у вас тут на улице бэби-бум просто. Давно хотела тебя спросить. И даже не твой ребенок? Чего? Конечно, нет. Точно? Точнее не бывает. А что я тогда? Вера, ну откуда я знаю? СМЕХ СМЕХ Уважаемый, включай мигалки и погнали! Я не хочу снова в дороге принимать роды! СМЕХ 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 Угр, ну хвороб, а вы соответствиие, они быстро у легкости куда-то, они время по прогонству дня. Субтитры подогнал «Симон»